Подпишись на канал, а мы начинаем. Четверо представителей анбу сидели возле карты. Я пойду в сектор. Начал шиноби с лисьей маской. Это был Наруто. После войны на юноше отложился огромный отпечаток. Смерть близких друзей, угрызение совести за свою слабость. Каждая ночь была словно целой жизнью. Не зря говорят, что после войны военные сходят с ума. Точно так же было и Сузумуки. Мертвые глаза Ноджи не давали ему забыть об этом. Чувствовать и повелевать огромной силой было сродни наркотику. Если бы не его верные друзья Саски и Курама, возможно, он бы сломался. Но сейчас рядом с ним сидел Ястреб, верный друг, которого он хотел вернуть много лет, за которого заплатил многим. И даже если никого в мире не останется, этот друг будет единственным лучком света для него. «Ладно, лис, тогда я в секторов», — промолвил Саски. Мужчина с маской обезьяны согласно кивнул и ответил. «Мой сектор СААА». «Соответственно, носорога Д. Встретимся возле водопада». После все он бы разбежались в свои секторы. Их целью было найти запретный свиток, который во время войны был украден новой преступной организацией Нениги. «Они похищают тайные свитки с запретными техниками во всех странах». Но так никто и не узнал, кто состоит в этой организации, и кто ее создал. Наруто бежал к горам. «Там, ему грезилось, что-то произойдет. Остановись, Наруто», — громко крикнул Курама. Кьюби думал, что там ловушка. «Что случилось, Курама?» Спокойно задал вопрос джинчурики. «Войди в режим отшельника и посмотри, что там», — предложил Лис и хмыкнул. Рыжим оказалось, что его первый друг остался тем маленьким мальчиком, за которым нужен глаз да глаз. Присев где-то под деревом, Наруто расслабился и начал медитировать. Этот процесс доставлял ему огромное удовольствие. В такой момент он ощущал абсолютное спокойствие и огромную силу. Все эмоции отходили на второй план, было полное единение с природой. За несколько минут глаза у Зумаки поменяли цвет с небесно-голубого до желтого. Но ничего подозрительного он не почувствовал, кроме посторонней чакры. «Будь осторожен, мальчишка», — предупредил Кьюби. Заботливый Курама очень смешил Наруто. За несколько минут Лис добрался до какой-то маленькой пещеры, а возле входа стоял незнакомый мальчик в черном одеянии. Он улыбался рукой и зазывал шина белеста поближе, и почему-то тело джинчурики двигалось само по себе, все ближе и ближе приближалось к незнакомцу. «Курама, что происходит?» — тревожно спросил Наруто. «Это то, о чем я тебя предупреждал, глупый», — ответил Лис и попытался высвободить свою чакру, но ничего не получалось. Расстояние к врагу сократилось до одного метра, но вдруг Саски схватил друга рукой Сусана. «От тебя одни проблемы», — весело вздохнул Учхо и продолжил. «Тебя какой-то ребенок уделал». «Заткнись», — спокойно ответил Лис и улыбнулся. Но не прошло и минуты, как теперь двоих из Анбу вместе засасывало в пещеру. Ястреб попытался применить ринниган, чтобы перенести себя и друга в другое измерение, но ничего не получалось. «Может, это какое-то гендюцу», — предположил Наруто. «Нет, это что-то другое. Но мы ничего с этим поделать не сможем. Придется подчиниться, а там уже посмотрим», — сказал Учхо и отменил Сусана, отчего оба юноши канули во тьму. Наруто и Саски стояли полностью обнаженными. Рядом сидел огромный рыжий лис. Они не знали, где находились. «Наруто, Саски, быстро запечатайте свои силы в себе. Наруто, запечатай меня печатью восьми триггерам. Иначе тьма поглотит вас», — рявкнул Курама. Наруто сложил печать и сначала запечатал свои силы и техники, а после принялся запечатывать своего друга. На животе джинчурики образовалась черная воронка. Медленно-медленно Каюби всасывала в тело мальчика. В это же время Учхо повторил печать и блондина. Он привык доверять ему, поэтому пренебрегать советами хвостатого не стал. Спустя какое-то время исчез Саски, а потом, когда завершилось запечатывание, — и Наруто. И только Рикуда Сенин знал, что происходит на самом деле. Пробуждение Наруто оказалось очень болезненным. Все тело горело от боли, а о том, чтобы встать, не было речи. «Курама, ты здесь?» — неуверенно спросил блондин. «Да. Странно», — ответил лис. «Все, что видел у Зумаки, так это голубое небо и часть какого-то здания». Собрав немного сил, юноша попытался поднять руку, чтобы убедиться, что это не сон. Но вместо этого увидел глубокий порез от локтя к ладони. «Курама, можешь меня подлечить?» — попросил джинчурики. «Могу, но не полностью. Нужно время, чтобы печать адаптировалась», — ответил рыжий и исчез. Раны стали заживать, но не полностью. Этого хватило для того, чтобы уменьшить боль и прекратить кровотечение. Капитан Анбу интересовало, что же с ним произошло. Откуда такие ранения? Но пока что никого не было рядом, дабы объяснить. Лежать и смотреть на огромное небо не входило в планы джинчурики, но ничего нельзя изменить. Вдруг над ним наклонился кто-то и зомбу. Маска была незнакома мальчику, но то, что она принадлежала кому-то из Канохи, успокаивало. Передай Хакаге, что начал Наруто, но остановился, когда увидел, что за человек был под маской. Это оказался очхайточи. Его лицо было бледным и удивленным. «Наруто-кун, как ты себя чувствуешь?» Спросил очхо. Из своей набедренной сумки он вынул бинты и мазь. То, что Итачи увидел, потрясло его на мальчике не было живого места. На лице были по три пореза на каждой щеке. Руки и ноги вовсе были изрезаны едва ли не до кости. До того, что Наруто пропал, не было никому и дело, кроме Какушинисон. Ее сын исчез несколько дней назад, но то, что с ним сделали, удивило даже молодого очхо, который за свою жизнь многое повидал. «Итачи, это правда ты?» «Быть того не может», — удивился мальчик. Наруто не мог поверить в это. Брюнет поднял джинчурики на руки и притулил к груди. «Да, это правда я, а сейчас ты увидишь удивительный сон», — мягко ответил Итачи и активировал свой шаринг. То, что сон был прекрасным, учхо не солгал. Прекрасная природа радовала глаз, тело не болело. На цветочном поле лежал его верный хвостатый друг. Курама позвал Наруто и помахал рукой. Лис подбежал к мальчику и сел рядом. «Наруто, у нас проблемы», — обеспокоенно начал Кьюби. У Зумаки было все равно. Его переполняла радость. «Какие у нас проблемы? Если Итачи жив, значит, войны не было, а это значит, возможно, мои родители тоже», — с улыбкой ответил блондин. «Глупый. Мы в другом измерении. А тем более, ты в своем новом теле не можешь использовать чакру», — объяснил Лис. «Почему? Как так?» — возмутился джинчурики. «Видимо, в этом мире, когда ты родился, моя чакра повредила все твои каналы. Большую часть я восстановил, когда пребывает под действием гендюцу, но вот другую часть воспроизвести придется тебе. Освободи всю чакру, которую только сможешь. Это позволит тебе отторгнуть чакру предыдущего владельца этого тела и, быть может, восстановить другую часть. Но нужна неделя для твоей полной реабилитации, а потом надо будет заново учиться контролировать чакру», — предположил Кьюби. «Я все же смогу ее использовать». «Отлично. А остальное дело наживное», — радостно ответил Наруто и сложил печать. Ему нужно было выйти из-под действия гендюцу и тачей высвободить чакру. Мальчик закрыл глаза и сложил самую простую печать. В своем сознании он не потерял навыки медитации. Когда поток чакры остановился, Узумаки резко высвободил всю чакру, какую только имел. Вокруг тела образовался огромный синий шар из чакры. Открыв глаза, блондин увидел удивленное лицо и тачей не менее удивленное лицо какого-то красноволосого незнакомца. Боль снова возобновилась, но прекращать начатая Наруто не стал. Несмотря на боль, Джанчурики ощутил привычный для него поток чакры. Ее было немного меньше, чем нужно. «Где я?» — хрипло спросил мальчик. Незнакомец резко обнял Наруто. «Слава богам, ты жив!» — радостно произнес он. «Изуми, успокойся, а то еще раз давишь брата», — упрекнул Итачи и улыбнулся. «Что хочу, то и делаю с младшеньким», — буркнул в свою очередь Изуми. «Понимаю тебя. Но сейчас ты делаешь ему больно. И подумай. Что сказать Кушенисон, иначе от больницы не останется и камешка», — сказал Итчхэ и встал. «Да знаю ее. Не сыпь соль на рану. Я знаю, что виноват. Надо было учить его, как он и просил. Но, как ты научишь человека хоть какой-то техники, если тот не может использовать чакру?» — спросил брат. «А как насчет Тадзюцу?» — спросил Брюнет. «Прекратите. Чего ныть, когда все в порядке?» Раздраженно бросил Наруто. То, что его якобы брат чем-то оправдывается, ему не понравилось. Да и вообще он ничего не мог понять. А поэтому решил убежать в свое тайное место. Наруто, извини, начал красноволосый, и Наруто применил свою коронную технику соблазнений. И вместо бледного слабенького мальчика стояла обнаженная, высокая и грудастая голубоглазая блондинка. Мужчины покраснели, а Узумаки, воспользовавшись их замешательством, убежал из палаты. По пути он прихватил с собой только мантию Итачи, которую часто использовали Анбу. Но не прошло и секунды, как перед ним стоял красный Изуми, а сзади Итачи. «Стоять!» — громко крикнул брат. Тело Узумаки ныло, убежать дальше стало бы для него проблемой. «Да кто ж будет стоять, если ему прикажут?» — язвительно спросил Наруто и превратился в Жука. «Так ему убежать станет легче, если по пути никто не раздавит. Но эта идея стала бы возможной, если бы рядом не было представителей Учих». Он справа, известил Итачи. Изуми с огромной скоростью схватил Жука и понес его обратно в комнату. Когда прозвучала Россиси, то вместо Жука сидел потрепанный возмущенный блондин. «Наруто, когда ты научился использовать чакру?» «Не твое дело», — грубо ответил мальчик. Этот красноволосый ему чем-то нравился, но то, что он оставил его предшественника слабым, словно котенка, его очень злило. «Наруто, прости меня. Я уйду из Анбу и буду больше уделять тебе времени», — предложил он. «Да ладно, забудь. Не стоит уходить из Анбу. Мне хватит и того времени, что останется, брат», — тихо сказал Изумуке. Наруто обнял своего брата и предвкушал встречи с кушаной Эминато. «Как я рад, что все в порядке. Больше такого с тобой не произойдет», — тихо прошептал Изуми и погладил младшенького по спине. «Наруто, если ты в таком состоянии, то что тогда с Саски?» — спросил Курама. «Вот черт. Действительно. Надо сказать Итачи, чтобы тот нашел Саски», — отозвался Наруто и высвободился из объятий брата. «Итачи-сэн. Найдите Саски». «Зачем?» — он в главном доме клана, — спокойно ответил он. В окно залетел ястреб, а на его лапке был привязан клочок бумаги. Содержание записки очень удивило Чху и заставило быстро побежать куда-то, не проронив ни слова. «Так, а теперь нужно что-то с тобой сделать. Мама затискает тебя до смерти». «Хм, можешь превратиться в себя здорово», — предложил Красноволосый. «Я-то превращусь, но долго в таком виде не смогу пробыть», — ответил блондин. «Изуми» тяжело вздохнул и думал, что бы предпринять дальше. Но голос Кушаный из коридора сильно напугал мужчину. «Наруто, сыночек! Пустите меня!» — орала женщина. «Но он в тяжелом состоянии», — ответил врач. Но ничто не могло остановить злую и взволнованную женщину. Увидев сыновей, первым делом она бросилась к Наруто, при этом сильно обняв. «Мой маленький мальчик! Кто с тобой такое сделал?» — нежно спросила мать. Увидев живую и здоровую маму, Наруто не смог ни слова сказать. «Вот, бедному Изуми досталось сильно от Кушаны!» «Изуми!» — крикнула женщина и буквально подняла своего сына над землей. «Как ты мог такое допустить?» Изуми посмотрел куда-то в сторону. Он просто не знал, что сказать в оправдание. «Да, это моя вина, что я не уследил за братом. А что сделал отец?» «Для него Наруто вообще не существует. С его техниками и возможностями он мог бы помочь освоить хоть что-то. Если бы он тогда не сказал тех слов Наруто, он бы не убежал из дома. Меня не было всего день, а брат едва ли не погиб. Спроси Хакаги, почему он это допустил?» Со всей злости ответил Изуми и вырвался из рук матери. «Видимо, Минато здесь абсолютно другой, зато хоть братом повезло», — предположил Курама. «Не знаю, но в этом измерении лучше ему над глаза не попадаться, ровным счетом как и очхом. Нельзя, чтобы кто-то узнал, что часть тебя запечатана во мне», — ответил блондин. «Да, ты прав», — зарыдала Кушина. Наруто обнял маму сзади и посмотрел на брата. «Вины Изуми твоей здесь нет. Я должен отвечать за свои поступки». «Мама, забери меня из больницы», — попросил блондин. Изуми поднял младшенького на руки и поцеловал в щеку. Слово брата успокоили мужчину, а главное — мать. Дом Хакаги оказался за городом и очень большим. Наруто отнесли на второй этаж и положили на кровать. На удивление мальчика, помещение напоминало скорее тюрьму, нежели комнату подростка. Стены серые, обрисованные какими-то печатями. Окно и вовсе было выбитое. Возле предполагаемого окна стоял письменный стол, а над ним книжная полка с несколькими сытками. У Зумаки было интересно, что же было написано в тетради, что лежало на столе. Если это дневник, то даже лучше для него. Нужно ведь узнать о врагах и приятелях своего предшественника. На первом этаже было настолько шумно, что блондину казалось, как минимум что-то взорвали, но сейчас его это не интересовало. Встав с кровати, Наруто увидел свое имя на обложке, только вместо привычной фамилии Узумаки была написана новая намикадзе. Как только Джен Чирики коснулся тетради, на ее обложке вспыхнула странная и замысловатая печать. Ее орнамент напоминал лотос. Древние иероглифы образовывали лепестки цветка. На верхушке и по бокам печати были кандзе трех стихий земли, воды и воздуха. И как это открыть? Риторически спросил Наруто. Любопытство странная вещь. Покрутив во все стороны тетрадь, блондину ничего так и не приходило в голову. Может, она привязана к крови хозяина? Вдруг произнес он. Укусив себя до крови за большой палец, Наруто приложил его к центру цветка, отчего мизинец, средний палец и большой засияли от чакры трех стихий. Эта печать была чем-то похожа на печать пяти стихий, которую на нем когда-то использовал Орочимару. Приложив указанные пальцы соответственно к стихиям, тетрадь открылась. То, что было написано внутри, очень удивило Зумуки. Это вовсе не было дневником. На первой же странице была описанная печать, которую только что применил Наруто, чтобы открыть ее. Было подробно описано, как ее наложить, и условия, которые она требует. Предшественник настолько подробно описал сей процесс, что даже глупый Наруто с первого раза понял, в чем суть. И чем дальше блондин ли стал, тем печати оказывались страшнее в действии. Наиболее удивило мальчика то, что другой Наруто практиковал запрещенные техники запечатывания чужой чакры, превращения ее в тип хвостатых. Были и техники из запретного свитка. Но на них было мало времени уделено. Печать восьми триграм была определена в категории именно таких. Но каким-то образом предшественник нашел способ не платить за нее душой богу смерти, а только частью жизненной энергии и всей чакрой. У Зумаки казалось, что причина отсутствия чакры, которую упоминал его брат, вовсе не Курама и его влияние, а его эксперименты. Хотя Лис и сказал, что здесь его вина. «Курама, ты не заметил какой-либо печати помимо той, что я поставил?» Спросил Наруто у друга. Ответа не последовало. Лис был чем-то обеспокоен, отвечать на вопрос не пишил. Ему казалось, что что-то с телом его джинчурики не так. И дело даже не в каналах чакры, а в чем-то другом. Куналы были восстановлены. Несколько тренировок и медитаций, и тело будет таким, каким было у Наруто в том возрасте. У двери тихо стоял Зуми и наблюдал за своим братом. «Наруто, пойдем ужинать», — мягко позвал красноволосый. Мальчик улыбнулся в ответ и закрыл тетрадь. Он решил, что изучит несколько печатей. Двигаться Наруто было по-прежнему тяжело, но чакра к йобе начала уже более ощутимо действовать. Просить помощи у брата Зумаки не стал. Поэтому легкой походкой буквально скатился с лестницы, больно ударившись затылком. И Зуми тяжело вздохнул и взял на руки непутевого брата. Ему не хватало еще, чтобы тот убился по пути. На столе было много блюд. О таком Наруто мог только мечтать. А сейчас его мама сервировала стол, посыпала чем-то рис. За один день со своей семьей он мог отдать что угодно, поэтому, как только его посадил за стол, Наруто искренне улыбнулся. Мама вдруг позвал Наруто. Ему хотелось узнать, что с папой, как дела у его брата. Подружилась ли она за столько лет с Курамой? «Что, сынок?» — ласково спросила Кушина. «Да ничего. Отца сегодня не будет?» — только спросил мальчик и принялся кушать. Женщина грустно посмотрела на сына и задумалась. «Наруто, как твои дела в Академии?» — вдруг спросил брат. Этот вопрос поставил в тупик дженчурики. «Курама, и что мне ответить?» Тревожно спросил Наруто. «Чего ты так боишься?» «Ответь как обычно. Не задавай настолько глупых вопросов. И да, насчет печати. Она похожа на ту, что была в тетради. Я впервые ее вижу. Я даже коснуться ее не могу, как сразу попадаю под действие гендюцу», — ответил лис. «Как обычно. Лучше расскажи, как дела в Анбу. Были ли интересные миссии?» «Встречал ли Кагото?» Спросил в ответ блондин. Любопытство и общительность младшего настораживало изумий, но в то же время радовало. После того инцидента его брат Стихово, забитого ребенка превратился в относительно нормального. У них отношения были на уровне просто знакомых. А сейчас тот видел в нем брата. После того, как красноволосый отказался учить Наруто, их отношения резко испортились, да и отец очень резко высказал свое отношение к младшему сыну. «Все хорошо. Миссии не очень интересные. Передать документ или забрать?» «Нам сатачи поручают только такие. Когда у тебя экзамен?» Ответил изумий. О том, что должен быть экзамен, блондин и вовсе забыл. «Не знаю. Я и так на него не пойду», — кратко ответил мальчик. «Почему?» Одновременно спросили Кушина и брат. Его Аники был слишком похож на маму, из-за чего общий вопрос рассмешил мальчика. «Если я его сдам, все скажут, что все благодаря Хакаге придумал отмазку Наруто. На этот повод не беспокойся. После той травмы ты немного забыл кое о чем», — промолвила мать. «Да, я забыл, почему убежал, и вообще-то время, когда был в Академии, соврал изумуки». Ответ мальчика обрадовал присутствующих, а на их лицах угасла печаль. Наруто казалось, что его предшественник натерпелся того же, что и он сам в своем измерении. Дженчурики знал, что тех, кто не пользуется чакрой, унижают и избивают. Но у него, сына Хакаги, должен быть иммунитет к подобным вещам. Поблагодарив маму за ужин, блондин встал из-за стола, с остатками сил добрался к комнату. Ему необходимо было подумать о том, что делать дальше. Мальчику снились кошмары Наруто и сбивали несколько незнакомых мальчишек. Хруст костей, наверное, слышала вся округа, но ни слезы, ни кровь не останавливали их. Голубые глаза, которые когда-то переполняло желание жить, сменились на пустоту. Мальчик в его сне отрекся от самого себя и всего, что его окружало. Мимо него проходил иточи со своим младшим братом. И если бы не старше очиха, то, наверное, эти хулиганы избили бы его до смерти. После Наруто перенесся в тот момент, когда Минато орал на маленького раненого мальчика. Его слова были грубые и беспощадны. «Лучше б ты никогда не рождался!» «Ты мой личный позор», — холодно ответил Хакаги. Вот так ребенка убили морально. Наруто подумал, что сейчас он видит жизнь своего предшественника. Эта серая тетрадь была создана из обиды и ненависти маленького мальчика. Он проделывал жуткие эксперименты, которые можно сравнить с исследованиями Арачимару. Плакал, но учил запретные техники. А все ради того, чтобы убить своих обидчиков, и в их числе была желтая молния Канохи. Перед тем как умереть, младший намекадзе похитил запретный свиток и запечатал в себе. Но не успел он убежать из архива, как его оглушил какой-то ниндзя из страны скрытого облака. Как только не пытали мальчика, чтобы узнать, где находится свиток. Его били, пропускали огромные разряды молний, резали до костей. Но он ни слова не проронил. Мальчик умер от сильного болевого шока с открытыми заплаканными глазами. В них никогда не было радости, а только печаль. Наруто проснулся в холодном поту. Стремления убить родного отца у него не было, это только создаст проблемы. Он ведь обещал Нагата, что прервет круг ненависти. Несмотря на беспокойную ночь, Джен Чирики чувствовал себя хорошо, ибо все раны затянулись, не осталось ни следа от былой боли. Было темно, но это не остановило мальчика, чтобы продумать дальнейший план действий. Приняв позу лотоса, Узумаки принялся медитировать. Ему необходимо вернуться к своему уровню как можно быстрее. Чакра внутри Шинаби напоминала тихий ручей. Сила ощущалась каждой клеточкой тела. Но высвобождать ее Джен Чирики не пишил. Он вращал ею внутри, вспоминая тренировки своего учителя извращенного отшельника. Просидев в абсолютно неподвижном состоянии, Наруто полностью расслабился, повысилось восприятие к любому звуку. В данный момент Блондин отвергал природную чакру, ибо понимал, что еще не готов ею обладать. В приоритете был только контроль собственной и ее освобождение. Не дожидаясь утра, Наруто прихватил с собой тетрадь и через окно выбежал на улицу. Тело предшественника было немного слабым, и бежать быстро никак не получалось. Поэтому, чтобы никому не попасться на глаза, а особенно Итачей, который, видимо, наблюдал за ним, Блондин выбрал долгий путь по заковыристым улочкам. На улице почти не было людей, а те, кто и был, просто открывали магазины, готовились к покупателям. Старая Кинаха очень нравилась мальчику, но в то же время, до ее полного разрушения, люди воспринимали его за чудовище. Один только бог знает, что позволило Наруто не перейти ту границу между добрым и злом. Он и Гара жили почти в одинаковых условиях, а выросли абсолютно разными людьми. Блондину снова хотелось встретиться с молодым Казикаги, молча выпить с ним чашечку чая. У них была странная дружба. Впрочем, постояв еще пять минут напротив кафе Данова, мальчик мягко улыбнулся и продолжил путь. Его цель — добраться до заброшенного леса, что был на юге деревни. Там было много разных ловушек, а главное — почти не было людей. Тайным местом у Мизумаки была маленькая пещерка, что находилась в горах. Но дойти хотя бы к лесу ему не позволил старший брат. Изуми стал напротив Наруто, и недовольно на него посмотрел. «Наруто!» — крикнул тот. Джинчурики было настолько страшно, что еще больше захотелось разозлить Аники. Поэтому он побежал по другой улице. Но, к сожалению, блондин забыл одну важную деталь. Изуми был членом Анбу, а туда берут не за красивые глаза. И куда б мальчик не побежал, красноволосый мужчина все время стоял у него на пути. После нескольких неудачных попыток у Зумаки решил сдаться. «Ладно-ладно, больше и так не буду», — слукавил Наруто. «Будешь, еще как будешь», — язвил в свою очередь Курама. «Конечно же, Курама. Только нужно избавиться от него, а то заподозрит еще что-нибудь», — недовольно ответил блондин. «Наруто!» «Тебе стоит прочитать о всех тех печатях, что в тетради. В твоем теле я насчитал как минимум еще десять из них. Второй и ты сделал из своего тела какой-то ангар. И каждая печать еще хуже в действии, если попытаться ее взломать. Такое ощущение, что наш друг мог бы стать вторым пейном, если бы не умер», — взволнованно сказал Рыжий. Тон голоса друга очень настораживал. Еще никогда Каюбит так не волновался, разве что тогда, когда Мадара изъял его из тела дженчурики. Видимо, там запечатаны не менее ценные вещи. Ладно, будем решать проблему по мере их поступления. «Не волнуйся, мы справимся», — уверенно ответил Узумуки. «Наруто, ты меня слышишь?» — спросил красноволосый. «Да. Слышу, брат», — спокойно сказал младший. «Так куда и зачем ты бежал?» — снова спросил Узуми. «В лес, чтобы потренироваться», — честно ответил Наруто. От ответа брата на Микадзе улыбнулся и потрепал волосы блондину. «Так чего же раньше не сказал? Хочешь, я тебя потренирую?» — радостно спросил член Анбу. «Не отказывайся. Члены твоего клана безупречно владеют чекурой. Может, с этим у тебя будет меньше проблем?» — подсказал Лис. «Да. Очень хотелось бы», — согласился Наруто. Изуми повел брата в совершенно другую сторону. Местом для тренировок оказался третий полигон. Там тоже было много деревьев, только, в отличие от Лиса, он был обгоражен колючей проволокой. Ну, что ж, Наруто. Главное в любом искусстве ниндюцу — это контроль чакры. Есть множество способов, как достичь этого. Кто-то учится путем падения, то есть концентрация чакры на ногах, а потом пробежка по деревьям. Это действенный способ, но полного контроля этим не достичь. «Лучший способ — это медитация. Понятно?» — спросил Анике. Наруто знал о том, что ему говорил брат. О медитации ему рассказывал еще Джарая Синси, а потом и Фукасаку. «Да», — ответил мальчик. «Запомни, медитация состоит не только из одной позы Лутоса, которую так часто используют. Существует огромное количество поз, что позволяют укрепить тело чекурой. Благодаря им Шинобе, которые их знают, могут выпускать чакру любым участком тела. Я покажу, что я имею в виду», — объяснил Изуми. Он принял позу Лутоса, сжал руки в замок. Когда поставил их перед собой, последовал глубокий вдох, а на выдохе над собой. За спиной последовал очередной вдох. Это упражнение он повторил несколько раз. Наруто ничего не заметил. Ему казалось, что это просто зарядка. Он издевается. Сам у себя мысленно спросил Изумуки. «Посмотри. Это упражнение использовали когда-то монахи для укрепления тела. Просто посмотри», — ответил Курама. Дальше Намикадзе сел на корточки и наклонился туловищем к земле, вытягивая руки как можно дальше. «Коснись моей спины», — приказал Изуми. Наруто решил последовать словам брата. Мышцы спины были напряжены, ощущался сильный поток чакры. Вот в области бедер все было наоборот. Это очень удивило блондину, но в то же время восхитило. «Научи меня так медитировать», — восхищенно попросил мальчик. Изуми встал на ноги и посмотрел на брата. «Ну, для этого нужно очень многое сделать. Часто отжиматься, бегать, принимать каждую позу как минимум по 10 минут, и...» Загибал пальцы Аники. Наруто было все равно, что там нужно сделать. Ему нравились люди, такие как его учители. Родного брата он считал ничем не хуже их. Новая тренировка очень заинтересовала мальчика. Все, что новое, никогда не было ему чуждо, а даже наоборот. Да и ближе людей, чем брат, в этом измерении он просто не знал, не считая Саски и Курамы. «Изуми Сенси!» — воскликнул блондин. Молодой Шиноби очень удивился суффиксу Сенси к своему имени и засмущался. Его лицо стало такого же цвета, как и волосы. Просьба брата очень обрадовала мужчину, что он забыл спросить несколько вопросов. За целый день у Зумаки много приседал, отжимался, делал разные позы для концентрации чакры. Физически он был слаб и после того комплекса упражнения тела ныл от усталости. Но осталось еще одно дело, которое Наруто нужно было сделать без свидетелей — снять собственную печать, которую он наложил, как только покинул свой мир. Таким образом, чакра станет более концентрированной и смешанной с щекрой друга. Это позволит использовать хотя бы теневых клонов. А главное ему нужно изучить тетрадь своего предшественника. Но для того, чтобы воплотить задуманное, необходимо было избавиться от брата. Блондин лежал на зеленой траве и обдумывал план побега. Но пока что ничего в голову не приходило. Когда Изуми подошел к ручью, чтоб попить воды, Наруто собрав все силы, побежал, куда глаза глядят. Ноги ныли, и бежать получалось сложнее. Но по пути он превратился в Конохамыру. Он чувствовал, что брат, наверное, его найдет, поэтому попытался спрятать свою чакру. Но это оказалось невозможно, ведь этого он достиг только в режиме отшельника. Курама, разбавь мою чакру своей, попросил Наруто. А ты, оказывается, не совсем глупый, съязвил к юбе. Вот дурак. Тебе б только пообзываться. Карин была из моего клана и спокойно могла найти любого по чакре. А раз мой братец меня так быстро нашел в прошлый раз, значит он сенсор. Это же прыщи простого, фыркнул блондин. В ответ Лиз засмеялся и принялся выполнять указания своего джинчирики. Изуми прыгнул на крышу, как Агато дома и попытался почувствовать чакру брата. Но он будто сквозь землю и провалился. Единственное, что его насторожило, так это то, что хоть и слабо, но ощущалось чакры Девятихвотова. У Кушина была иная чакра, обжигающая, как горький перец. А у незнакомца она теплая, словно солнечный свет. Закрыв глаза, красноволосый мечтательно подумал о том, что, возможно, его предположение неверное. Воспользовавшись замешательством Изуми, Наруто смог убежать незамеченным в лес. Он знал лес даже лучше, чем деревню. Много раз он там ночевал, тренировался, когда был совсем маленьким. А иногда он бегал от презрительного взора селения. Тьма успокаивала мальчика. Добравшись до пещеры, блондин присел на корточке и в первую очередь начал концентрировать чакру. Сложив печать, на руках в виде татуировки появился ключ от печати. Это была мини-версия той печати, что была у Гераторы. Снятие, тихо сказал Наруто, и огромные врата, что сдерживали Кураму, да и, собственно, его настоящие силы, развеялись. Над головой лиса нависла когда-то отобранная у него чакра, которой мальчик спокойно мог распоряжаться. Но он доверял другу, поэтому пользовался той чакрой, которую ему давали, оставив свой трофей, как резерв. Все техники, которыми он владел, буквально за секунду воспроизвелись в сознании мальчика. Но чтобы снова ими овладеть необходимое время, Курамы же исчез в другую часть сознания, которую создал предшественник, чтобы узнать, что делать дальше. Несмотря на усталость, Узумаки попытался создать хотя бы двоих клонов. Но в итоге создал один полноценный, а другой жалкую пародию на первый. С каждой секундой Наруто стал вспоминать все нюансы своей былой техники. Для того, чтобы осуществить множественное теневое клонирование, необходимо равноценно разделить свою чакру. Потребовалось как минимум час, чтобы все клоны, которые он создал, стали полноценными. Но это маленькое достижение за сегодняшний день очень обрадовало мальчика, отчего он решил вернуться домой. На входе в пещеру стоял злой Изуми. Не проронив ни слова, он сложил одной рукой печати, из-за чего с его предплечья появилось огромное количество цепей. «Ну, все, Наруто! Будешь у меня пожизненно на привязи!» — обиженно проворчал красноволосый. Узумаки еще больше восхитился братом, словно маленький мальчик. «А научишь меня так же делать?» — попросил блондин. На Микадзе посмотрел на брата и показал язык. «Ты от меня убегаешь, создаешь огромное количество проблем, что ты скрываешь. Зачем мне учить тебя? Я ж потом вообще не смогу найти тебя», — возмутился мужчина. Наруто показалось, что дело вовсе не в том, что он не хочет его научить, а скорее не может. Те цепи напоминали те же, что создавала Кушина, когда помогала бороться с Кьюби. «Да, ладно. Но ты ж меня нашел», — весело ответил младшенький. После двое братьев пошли домой. Изуми видел, как тренировался его младший брат. Он нашел его, как только почувствовал чакру. Поэтому он не злился, а гордился им. Раньше младшенького не интересовало искусство Шиноби, все его отметки были наихудшими в Академии. Но с другой стороны член Анбо очень сильно насторожило то, что техника множественного клонирования относится к запретному типу, изучить ее можно только из запретного свитка, который несколько дней тому назад пропал. Дома на кухне как обычно суетилась кровавая хабанера. Стол так и ломился от разных закусок и блюд. А что, сегодня какой-то праздник? — спросил шепотом Наруто. Аники снял действия своей техники и присел на корточки перед братом. «Ну, приход Хакаги домой — это праздник», — безразлично ответил тот. Блондин очень удивился такому заявлению. Он знал, что те, кто занимает столь высокий чин, всегда мало уделяют времени семье, а некоторые и вовсе ее не имели. Но от своего отца он такого не ожидал. Аники. А почему он меня ненавидит? С любопытством спросил изумуки. Изуми не знал, как ответить на вопрос младшенького. Правда, еще больше расстроит его. Но сейчас он решил таки задать несколько вопросов, что его так интересовали. Пойдем в комнату. Поиграем в водную игру. Предложил красноволосый и повел Наруто на второй этаж. Комната на Микадзе была просторной и очень уютной. На стене висела карта мира. Стол был завален разными документами. Планировка помещения была той же, что и в комнате у зумуки. Наруто присел на кровать и улыбнулся. Такая жизнь ему нравилась. А что за игра? Спросил младшенький. Я буду задавать вопросы тебе, а ты мне, объяснил тот. Блондин не увидел никакого подвоха, хотя понимал, что неспроста все это. Тогда я первый задам тебе вопрос. Воскликнул Наруто. Давай, кратко ответил зуми. Ты используешь техники только клана у зумуки или еще какие-то? Спросил блондин. Красноволосый очень удивился, откуда тот знает о затерянном клане, который нигде не упоминают уже много лет. Как ты? Откуда ты знаешь об этом клане? Переспросил Анике. Я первый задал вопрос, под детский возмутился блондин. Да, я в большинстве использую техники этого клана. Хотя я не ограничиваюсь ими, ответил член Анбу. Ладно, тогда я отвечу на твой вопрос, начал Наруто. Я знаю, что мамина девичья фамилия у зумуки. А значит, существует и клан такой. Ответ брат очень рассмешил зуми. Он думал, что тот что-то знает о когда-то существовавшем клане у зумуки. Но братец просто оказался наивным ребенком. Так что подозрение насчет владения запечатывающих техник отпало. Хотя рисунок в комнате младшенького напоминал какую-то печать. Ну, все. Больше вопросов нет, промолвил у зумуки и побежал вниз. Аники решил больше не задавать вопросов, потому что понимал, что младшенький только-только открыл сердце ему, начал немного доверять. Он и сам чувствовал себя одиноким при наличии родителей. Кушанна любила своих детей, но как таковой матерью не была. Она была прекрасной кунаичи, принимала кратковременные миссии, а иногда и уходила со своей подружкой Микото. Поэтому он старался проводить как можно больше времени с братом. Но когда и тот отдалился от него, то вступил в Анбу, бросив Наруто в одиночестве. На Микадзе как никогда понимал, что поступил эгоистично, и дружба с Итачи и Шисуя помогла понять, что нет ничего дороже семьи. Он всегда удивлялся, как сильно Итачи любит своего брата. Но сейчас понял почему. Маленькое израненное тело брата, которое он увидел на широком поле, на границе огня с облаком, заставило понять, что его замкнутый и отстраненный брат страдает не меньше него. «Подожди меня!» — крикнул Изуми и побежал вслед. За столом сидел Минато. Он даже не посмотрел на Наруто. Ему говорили, что сына едва не убили Шиноби из вражеской страны, но он считал, что тот должен был если не убежать, то хотя бы попытаться бороться. «Вот и мальчики подошли», — радостно говорила кровавая хабанера. Узуми кисел возле матери. Смотреть в глаза отцу он не хотел. Понимал, что кроме безразличия и отвращений там ничего не увидят. Но даже его «желтую молнию» очень удивило, насколько сильными были ранения сына. Шрамы на лице и руках свидетельствовали о том, что над мальчиком сильно издевались. Ему стало жаль Наруто. Как только дети сели, Кушина встала из-за стола и сильно ударила по нему. «А теперь, Минато! Если еще хоть раз пострадает Наруто или Изуми, я сделаю из тебя отбивную!» — пригрозила женщина. Она начала высвобождать свою чакру, смешанную с щекрой Кьюби. Это было опасно, но с другой стороны говорило о том, что кто-то либо повредил печать, либо поставил на нее другую. Наруто знал об этом не понаслышке. Арчимару также поступил с ним когда-то. Блондин встал и взял за руку маму. Но вдруг женщина успокоилась и улыбнулась. Узумаки же почувствовал, что буквально вытягивает чакру из Кушины, но она не наполняла его тело, а куда-то девалась. «Наруто, мама просто пошутила», — ласково сказала она. «Что-то мне кажется, что это ты, Кушани, поставил еще одну печать. Только зачем? Тебе стоит найти дневник другого себя. Я понял, что наш друг задумал, вдруг заговорил лис. Мне кажется, что он хочет оставить в маме только жизненную энергию тебя, а чакру отобрать. Судя по тому, что он хотел многим отомстить, во мне прячется нечто ужасное», — предположил Узумаки. «Да. Моя чакра просачивается в одну из десяти печатей. Кроме того, я чувствую в одной из них силу Учихи. А это мне еще больше не нравится. Узнай, не пропадал ли кто-то из их клана. Только не спрашивай у брата. Для этого у тебя есть Саски», — предупредил Курама. «Саски. Как я мог о нем забыть? Завтра же пойду в Академию», — воскликнул мальчик и сел есть. Ужин прошел почти в тишине. «Дорогой, а свиток уже нашли?» — неожиданно спросил Акушина. «Нет. Похититель как в воду конул. Но он определенно из нашей деревни. Ибо знал, как и когда можно было его забрать, только ответил Хакаги. На следующий день Наруто быстро позавтракал и побежал в Академию. Много людей смотрели на него пренебрежительно, а однагадки вовсе обзывали нелестными словами. Такого отношения к себе Зумаки не мог понять. Ведь сейчас он обыкновенный мальчик, даже не джинчирики. Прикусив до крови губу, блондин добежал до входа Академии, где была огромная толпа из девочек. И почему я в этом измерении Саски популярен?» — риторически спросил Наруто. Узумаки без проблем залез на дерево и помахал рукой другу. Он понимал, что против влюбленных фанатов Кучихи беспомощен. После, не дожидаясь Саски, он вошел в Академию и направился в аудиторию, где когда-то отсиживал занятия. Наруто сел на последнюю парту возле окна. Нижние ряды были заняты разными учениками. Он увидел своих товарищей Кибо, Чоджи, Хинуту, Шакамару. Сколько приятных воспоминаний у него было с ними. Несколько минут спустя вошел Ючиха Саски. Он невозмутимо направился к блондину и сел рядом. «Можешь использовать Гиндюцу?» — кратко спросил Наруто. Саски кивнул и показал, что силы глаз у него та же, что и была в момент исчезновения. Поэтому Брюник наложил на себя Гиндюцу, чтобы никто не увидел его Ринниган и Шаринган, и в то же время вошел в подсознание друга. «Здесь происходит что-то странное», — предположил Саски и продолжил. «Весь мой каланжев из Доров Айтачи не убил Шисуэ. Даже обито не пропал. Только вот в последнее время отец Аники чем-то взволнованный». Наруто вспомнил, о чем должен был в первую очередь спросить его. «А не пропал ли кто-то из Учих?» — спросил Блондин. «Не знаю, но я услышал, что тело Мадары пропало. Где Кьюби? Я не чувствую его. Второй я перед своей смертью разделил свое подсознание на несколько участков. Поэтому ты его не чувствуешь. А самое главное, я знаю, где твой предок. Мой предшественник затевал нечто ужасное. «Мне нужна твоя помощь. Приглядывай за Айтачи. Он следит за мной. Я должен узнать, что же еще сделал другой я», — попросил из Умуки. После Саски снял действие своего гендюцу. «Кстати, а как ты умер?» — весело спросил Ачхо. «Очень смешно. Прирезали. Разве незаметно?» Кисло ответил Блондин и погладил себя по щеке, продолжил. «Не бойся, твоя смерть была получше моей». Саски улыбнулся от слов друга. «Меня убили ради глаз моего клана. Правда, они не учли того, что в Шаринган можно забрать у того, кто его уже активировал. Прежний я не владел еще им. Это какая-то новая организация. Она собирает запретные свитки и разные вещи. Из клана Хьюга похитили уже троих. Из моего пока что Мадару. Думаю, скоро начнется охота на хвостатых. «Поговорим больше сегодня ночью», — ответил Саски и посмотрел в окно. На уроках Блондину было скучно. Голос руки Сенси заставлял его засыпать, но никак не учиться. Поэтому, не выдержав двух уроков, он убежал снова в лес. Сконцентрировав на ходу немного чакры, Наруто почувствовал, что за ним следят. Поэтому он сменил курс на полигон. Еще ночью он запечатал в себя ту странную тетрадь, использовав печать, что была описана на первой же странице. Поэтому, никто и никогда не узнает, чем он на самом деле будет заниматься. За целую неделю до экзамена Нагинина Наруто усовершенствовал свои навыки в теневом клонировании, выучал Росинган, а главное перечитал о всех техниках, которые были в тетради. Несмотря на то, что большинство из них запретные, были те, которые абсолютно безвредны в использовании. Печать, что была на стене в комнате, предназначена для того, чтобы создать барьер из чакры. Она сложна в исполнении, но тот, кто ее использует, в полной безопасности внутри куба. При этом никто не может войти без разрешения использующего. Поэтому, благодаря этой технике, Узумаки мог спокойно заниматься чем угодно. Ведь дома за ним никто не следил, а в комнате сидел клон, который медитировал. Стены того куба выдерживали что угодно и даже удары Росингана. Учить технику своего отца не требовало много усилий, кроме тех, что нужно было приложить, ведь Наруто знал об индивидуальных особенностях учения. Да и Курамы давал хорошего пинка, намекая, что у Саски огромная сила глаз, да и он не особо слаб физически в отличие от Женчурики. Навстречу к другу блондин послал клона, наполненного смешанной чакурой. Но не успели они даже встретиться, как и Тачи мигом встала напротив брюнета и потребовал того вернуться домой. Так что по пути обратно клон на свои сбережения купил еще шумовых шариков. Изуми же пропал где-то на миссии. Для Узумаки так даже лучше было. Вечный контроль брата не позволял узнать то, что нужно. Учиться в своем сознании на его разные вещи. А так как Кушина и вовсе уходила к Микото на долгое время, дом для Наруто стал едва ли не полигоном. И, благодаря технике стены боли, он остался почти невредимым. Такое название техника получила не зря. Исполняющий мог делать внутри куба что угодно сжимать его, забирать любой шум и даже менять его форму. И она зависела от того, как качественно будет нарисована печать. В это же время Наруто не смог толком узнать, что хранится внутри него. Ведь печать прятала содержимое, и чтобы узнать, что это, необходимо снять печать. Но Джин Чирики боялся того, что может оказаться на самом деле. Вот только третья печать – печать огненного дракона заинтересовала мальчика. Там было запечатано огромное количество чакр Кьюби. В тетради написано, что эта печать нужна для накопления чакры определенной стихии. Если перепутать печати, то владелец умрет от природы чакры, которую на самом деле необходимо было запечатать. В итоге существовало семь видов дракона огненной, водяной, дракон воздуха, земли, молния, тьмы и света. Последние два были универсальны и могли преобразовывать чакру человека в подобную хвостатым. Такие две печати он заметил в десятом и пятом хранилища. Даже Курама испугался того, какое действие окажут они на человека. В день экзамена Наруто был в приподнятом настроении. Он знал, что его сенсейм станет какаши, а команда будет состоять из Саски, Сакуры и него самого. Ностальгия о былых деньгах еще больше утешила блондина. Правда один момент он все же хотел забыть. Первый поцелуй из Саски. От воспоминаний у мальчика лицо перекосило, словно он съел дольку лимона. Ну, что, неудачник? Может, хоть в этот раз сделаешь клон или превратишься в человека? Злорадствовал Киба. Наруто посмотрел на одноклассника с полным безразличием. Он еще утрет ему нос. Покажу на твоем примере. Не хочешь подобрать пропорции? Съязвил блондин. Инузика хотел что-то ответить, но его остановила Хината, которая попросила помолчать парнишку. В свою очередь Узумаки сел рядом с Саски. Им необходимо было снова поговорить. Только вот толпа влюбленных девушек, а в их числе была Исакура, буквально дрались за место рядом с идолом. Тяжело вздохнув, Наруто направился к другу. Как только девушки увидели, что за ничтожество заняло их драгоценное место, едва не избили Узумаки. Но так просто становиться игрушкой для битья он не был намерен. Слышь, неудачник, свали с места, орал Ина. Да, верно. Вали домой. Нечего позориться, молвила еще одна девушка. Саски, сделай что-нибудь, попросил Наруто. Брюнет в ответ коронно изогнул бровь, давая ей понять, что это не его проблемы. Но с другой стороны, шум из-за споров девушек и самому ему надоел. Наруто мой друг. Поэтому он будет сидеть здесь, кратко ответил Саски, отчего, девушке печально сели, кто куда мог. Возле Наруто села Сакура, которая на удивление была спокойной девушкой и почти не принимала участия в драке. Ни же их села иные другие. За несколько минут до начала вошел рука Сенси, держа в руках тетрадь. А теперь те, кого я буду называть, будут выходить на середину и выполнять задания, которые я вам скажу или комиссия, громко проинформировал учитель. Ровно в девять пришли и другие учители. Он узнал только Мизуки. А других помнял в лицо, напрочь забыв имена. Где-то десятым в списке оказался Наруто. На Микадзе Наруто выкрикнула рука. Спустился мальчик под громкий гомон одноклассников, которые орали что-то вроде неудачник, слабак и другие нелестные слова вслед. Учитель пытался несколько раз успокоить детей, но эффект держался не больше секунды. Сами же учители, не стесняясь Наруто, обсуждали его. Может, поставим ему зачет. Все же сын Хакаги предложил один из них. Здесь слишком много детей. Это будет позор для Йондо-Ими, если мы так сделаем. Посмотрим, насколько все плохо, предложил другой. Ну, что ж, Наруто-Кун. Применя сначала технику клонирования, а потом превращение. Превращайся в кого хочешь, промолвила рука. От слов учителя Наруто гаденько улыбнулся. Он не мог не подшутить над теми учителями, которые позволили себя так открыто говорить о нем, как о каком-то неудачнике. Он незаметно посмотрел на Саски, отчего тот взялся за голову. Он понял, что хочет сделать Узумуки. Техника клонирования, громко сказал Наруто. Перед комиссией появились четыре клона. Все присутствующие, кроме Саски, не поверили своим глазам, что клоны были полноценными и абсолютно одинакованными. Не дав никому толком удивиться от одной техники, как блондин тут же применил другую. Техника соблазнения, добавил Джин Чирики. И на месте мальчика стояли четыре обнаженные блондинки. От их форм и представителей мужской половины потекла кровь, а у бедного Ироки и вовсе глаза полезли на лоб. И рука Сенси, ну как вам? Я хорошо применила технику. Сладко пропели девочки и подошли вплотную к мужчине. Умин и не знал, что ей сказать, впрочем, как и все, кто был в аудитории. Они были удивлены и смущены одновременно. Никто не мог подумать, что сын Хакаги, полный неудачник, такое вытворит на экзамене. Сдал, тяжело прошептал учитель и поставил галочку. После блондин развеял свою технику и с улыбкой на лице последовал на свое место. Пять минут тишину развеял снова голос преподавателя. Он начал вызывать учеников по очереди. И когда последний ученик сел на свое место, все представители комиссии вышли из аудитории, оставив учащихся наедине, при этом попросив никуда не уходить, так как сегодня уже огласят составы команд. Как думаешь, нам попадется Кукаши или нет? Спросил тихо Наруто у Саски. Не знаю. Хотя ты, как и в том мире, не особо блистал по знаниям и в ниндюцу. Поживем-увидим, ответил Брюнет. Наруто улыбнулся и лег на парту. Спустя час снова вошел Арука. В этот раз он держал огромную папку с бумагами. Состав команд почти не отличался от того, что был в другом измерении. Только вот Курина теперь носила фамилию Сарутаби. Седьмая команда состоит из учихи Саски, Харуна Сакура и Намикадзе Наруто. Ваш учитель просил не говорить о том, кто он. Так что вам необходимо пойти в первый полигон, сказал учитель и продолжил называть состав других команд. «Ну, тогда пойдем, что ли?» Предложил Наруто. Сакура была рада, что попала в команду со своим идолом, поэтому показала язык Инна. «Давай», — согласился Саски. Трое генинов вышли из аудитории и направились на улицу. Каждому из них было интересно, кто же их учитель. Наруто надеялся, что это Кукаши, ибо на его месте просто не представлял никого. Хотя были догадки и о Ямоте Сенсии. Хотя, зачем ему уходить из Анбу? Он ведь не джинчурики, точнее, никто не знает, что есть еще один. Саски-кун. «Как думаешь, кто наш Сенсей?» — мило спросила девушка. «Сейчас узнаем», — кратко ответил мальчик. Издалека был виден силуэт Какаготошиноби. И им оказался не Хатакий Кукаши, который был платиновым блондином, а кто-то другой, с черными, цветом вороньего крыла, волосами. «Пусть это будет не он, пожалуйста», — тихонько молил Саски. Он надеялся, что это не кто-то из его клана, а особенно Итачи. Он не переживет, если хоть кто-то увидит, как он слишком заботится о своем младшем брате. «Только бы это был он», — наоборот просил блондин. Когда генины подошли к входу, то Саски прикусил губу от того, что судьба немилосердна к нему. Было одумто, что он собирался еще больше времени проводить с братом. Наруто же ужаснулся. Не дай бог, Курама захочет с ним поговорить в неподходящее время. Не скажет же он, что Каюби его раздвоение личности. А вот Сакуре было как-то все равно. Как раз вовремя, спокойно произнес Итачи. «Здравствуйте», — одновременно поздоровались генины. «Ну, прежде, чем я возьму вас в команду, каждому из вас придется победить меня», — начал молодой Сенсей. «Да это же нереально!» — возмутился Наруто. «Именно». «Ах да, если кому-то получится это сделать, то, чтобы состоять в команде, необходимо убить других». «Понятно». Продолжил Учиха-старший и присел на траву. Задание, которое им дал Итачи, оказалось еще труднее, нежели то, что было у Кукаши. Никто из них не хотел кого-либо убивать. Саски показал друзьям бежать в лес, чтобы обговорить стратегию. «Черт, и что же нам делать?» «Саски, твой брат ведь работал в Анбу», — спросила Сакура. Она схватилась за голову, дабы придумать хоть что-то. «Тихо, он может нас слышать», — приказал Брюнет. Наруто вытянул из набедренной сумки свиток и разложил его между Сакурой и Саски. «Сейчас я сделаю так, что никто нас не услышит и вообще не найдет», — промолвил Узумаки и больно укусил себя за палец. Он не хотел показывать свои способности так рано, но, с другой стороны, им нужно хоть что-то придумать. На свитке он нарисовал символы для будущей техники. Когда рисунок был готов, Наруто сложил печать и сконцентрировал чакру. «Стены боли», — прошептал блондин, — и вокруг команды возникли невидимые стены из чакры. Отлично, начало девушка и посмотрело в сторону, где предположительно должен был сидеть их новый учитель. «Мне кажется, что суть задания никак не в победе над ним или убийстве кого-то из нас. Он хотел настроить нас друг против друга. Но что же он тогда от нас ждет?» — спросил Наруто. Узумаки просто не знал, что делать. Это был полный тупик. «Итачи очень любит логические игры. Так что должен быть ответ», — вставил свою реплику Саски, продолжив. «Сакура, какие техники ты можешь использовать?» «Ну, я могу контролировать и концентрировать хорошо чакру». «Хм, вроде бы с Тайдюцу нет проблем», — честно призналась Розоволосая. «Итачи было интересно, что скрывают от него Наруто и Саски. Они показались ему странными. А еще более странным стало то, что чакра Генинаф резко пропала. Что нам делать с Гендицу и Тачи?» — спросила Сакура. «Она, конечно, рада была попасть в одну команду с Саски и не хотела сразу же вылететь. Главное не смотреть ему в глаза», — ответил Саски и продолжил. «Надо работать сообща». После Наруто отменил действия техники. Никто из них так и не знал, что делать дальше. Наруто решил, что использует клонов, чтобы посмотреть, что предпримет их новый учитель. Бежать самому он опасался, ведь, попав под действие Гендицу, снять подозрение не получится. «Техника теневого клонирования», — сказал Наруто. Возле Блондина стояло пять клонов. Он послал их прямиком к Итачи. Брюнет увидел, что к нему бегут несколько клонов на Микадзе, и использовал технику огненного шара. Саски же метал серикены, на которых была привязана тоненькая проволока. Но ничего не подействовало. Бывший член Анбус спокойно уворачивался от них. «Это все». Холодно поинтересовался Итачи. Сакура напала сзади, стараясь хоть как-то зацепить учителя, но тот снова увернулся. Ни один удар не попал в цель. Ни с того, ни с сего тела мужчина разделилось на огромное количество ворон. Птицы окружили детей, не давая что-либо предпринять. После все вороны превратились в клонов, которые повалили Гененов на землю, обездвиживая при этом. «И что будете делать теперь?» Наруто пытался вырваться. Саски думал, а Сакура смотрела в глаза учителю. Всем троем казалось, что это Ген Дюцу, но никто не понимал, когда они успели попасть в него. Руки были прижаты к земле коленями старшего учихи, отчего, даже если предположение Гененов было верной, возможность сложить печать или сконцентрировать чакру снизилась до нуля. У Зумаки закрыл глаза и стал вспоминать, какие еще существуют способы развить Ген Дюцу. Он ведь когда-то встречался с Итачи в бою. Блондин вспомнил, как Джирайя говорил ему, что существуют еще два способа хаотичные движения чакры в мозгу, а потом резкая остановка ее циркуляции, или же влить чакру другого человека в тело. Наруто понимал, почему Саски намеренно не снимает действия техники брата, ведь тогда тот узнает о силе его глаз. Поэтому Джин Чирики решил развеять сначала Ген Дюцу у своих друзей, а там дальше уже как получится. Поскольку все друзья лежали рядом, а Наруто был в центре, кое-как коснувшись пальцами рук товарищей, Узумаки начал концентрировать чакру и медленно передавать ее Сакуре и Саске. Ему еще трудно давалось освобождение чакры, но тренировки брата дали свои плоды. За несколько минут Харуна и Учиха словно проснулись от страшного сна. Итачи сидел и читал какую-то книгу, а Наруто лежал в центре. Казалось, что они провели как минимум полдня для того, чтобы придумать тактику, а потом освободиться от Итачи. Молодой учитель посмотрел на двоих генинов и удивился, что те сняли Ген Дюцу, хоть он особо не старался в его создании. А это означало, что Намикадзе как был слабым, так и остался. Так и знал, самодовольно промолвил Саске и продолжил. Спасибо, Наруто. Сакура хоть и тоже считала блондин и неудачником, но в этой ситуации поняла, что тот намного умнее, чем кажется. Девушка приставила два пальца к колбу товарища, сконцентрировав чакру, тихо прошептала развейся. Вы ведь не победили, спокойно констатировал Итачи. Но и не проиграли. Никому из нас не придется убивать товарищей, а вам отказываться от нас, радостно откликнулся Наруто. Бывший член Анбу мягко улыбнулся и засмеялся. Наивность детей так веселила его, давая ей понять, что те еще не видели, не слышали, не делали зла. Тогда это пад. Весело спросил мужчина. А что такое пад? Переспросил блондину присутствующих. Сакуре стало обидно, что она этого идиота мысленно преподнесла к кости умных. Это значит не ча, ответил Саски. Тогда завтра в девять утра встретимся возле здания Хакаги. А мне еще нужно сделать отчет, сказал Ичхо-старший и исчез. Трое друзей пошли вместе домой. Первая отдалилась Сакура, а Наруто и Саски сели на лавочку. Брюник незаметно активировал Гиндюцу и, скрыв свои глаза от общественности, вошел в подсознание друга. Ты владеешь Фуиндюцу. И что ты хотел мне показать? Спросил с любопытством Саски. Наруто молча повел друга в направлении четвертого хранилища, где предположительно хранилось тело предкаучих. Фуиндюцу это отличительная черта моего клана. Да и прошлый я оставил тетрадь с описанием техник. Посмотри, указал на огромную печать с непонятным рисунком, в центре которой были нарисованы две противоположно закрученные спирали, центр которых разделяло четыре линии. Чувствуешь чакру своего предка? Саски попытался посмотреть через свой шарингон на наличие хоть какого-то остатка чакры, но ничего не почувствовал. Нет, я ничего не чувствую, ответил Саски. Наруто стукнул себя по лбу, словно понял, в чем его глупость. Точно. Эти печати невозможно заметить. Курама заметил, ибо он и сам запечатан. Снимать печать я пока что не спешу. Последствия могут вылиться нам в большую проблему. Каждая печать зависима от другой. Я пока не все печати выучил, сказал Узумаки и присел. Саски стало интересно, что же прячется за теми печатями. Может, как ты узнаешь, что твой предшественник замышлял? Я через сон узнал о том, кто я здесь. Попытаюсь узнать, если печати не так просто снять. Другой ты, видимо, мог спокойно делать с ними что угодно, раз создал целый цикл хранилищ, предложил Брюнет и вышел из сознания Наруто. «Увидимся завтра», — попрощался Учхо и пошел домой. Узумаки же решил, что дома ему нужно над многим подумать. В этом мире не все события повторяются, а значит, что жизнь может сложиться абсолютно непредсказуемо. Дома Кушина и Зуми встретили Наруто с улыбками на губах. «Поздравляем!» Хором поздравили они. Дженчурики было приятно получить похвалу, отпраздновать первое достижение в Академии. Мать обняла своего младшего сына и поцеловала в макушку. Ужинали они втроем. «Наруто, я слышал, как ты сегодня сдал экзамен», — засмеялся красноволосый. Блондин улыбнулся, ему ни капельки не было стыдно за свою проделку. «А как он сдал?» «Я чего-то не знаю», — спросила женщина. А Ники еще больше захохотал. «Не говори, Изуми», — попросил Наруто. Он понимал, что мама может и не понять шутку. Он утернулся и всем своим обидчикам, еще больше интриговал на Микадзе. Кушане безумно было интересно, что же такого сделал ее младший сын. «Изуми, не тяни, расскажи», — щебетала женщина. Мужчина посмотрел на брата, увидев в его глазах одобрение, сложил руки в замок. Он превратился в пять, если не ошибаюсь, оголенных блондинок. «Вся комиссия, которая, кстати, состояла из мужчин, были сражены на повал. А что он сделал с рукой?» Итачи говорил, что тот едва отошел от этого, весело ответил Изуми. Вместе с ним откровенно смеялась и кровавая хабанера. Выходка сына ей понравилась. «Молодец, сынок!» Поделумым восторженно похвалила Кушана Наруто. После ужина Наруто потянул брата в комнату. Он хотел узнать, почему Итачи назначили их капитаном и учителем. «Изуми, почему Итачи ушел из Анбу?» «Почему его назначили нашим учителем?» Спросил Изумуки. Аники погладил младшенького по голове и улыбнулся. «Честно говоря, я не знаю. Приказы, как ты знаешь, не обсуждают», — соврал Красноволосый. «Да темнит он что-то», — сказал Курама. «Ты уже вернулся?» «Ну как, что ты узнал еще?» Спросил Изумуки у друга. «У нас огромные проблемы. Сними печать с чакры, которую ты непроизвольно поглощаешь. Ты крадешь ее не только у Кушаны, но и у меня, у любого, кого касаешься. Ты можешь ее высвобождать, но скоро ее некуда будет девать. Я попытался перетянуть немного чакры из печати, но этого мало. Если не хочешь снимать печать, то используй на что-то. И попытайся меньше касаться брата. Его чакры очень концентрированные и сводят меня с ума», — ответил Кьюби. «Надо ночью как-то убежать. Если бы я использовал Росенсюрикен, много чакры сразу бы потратилось. Но без режима отшельника я поврежу себе каналы чакры». «Хм, потратить чакру — дело решаемое. Вот что ты еще узнал?» — снова спросил Дженчурики. «Здесь много хранились чакры, как я раньше говорил. Два хранилища наполняются твоей собственной чакрой, одно моей. В других хранилищах тела Мадары, вот его я предлагаю уничтожить в первую очередь. Даже мертвым он создаст нам много проблем, а в остальных я не уверен, но мне кажется, что там какие-то реликвии, ну и свиток, который ты украл. «Попытайся сконцентрироваться и посмотри, какие печати будут отображаться на твоем теле», — предположил Лис. «Вот черт», — громко сказал блондин вслух. Изуми посмотрел на своего брата и понял, что тот точно что-то скрывает. Пять минут он ему рассказывал о своей первой миссии, но тот словно витал в облаках. Теперь он понял, почему Хакаги отдал приказ Итачи следить за его младшим братом. «Ой, прости, брат, я просто задумался, оправдывался у Зумуки». «Да ничего, у тебя был тяжелый день. Отдыхай». «Спокойной ночи», — промолвил Красноволосый и ушел. Наруто закрыл дверь на ключ и сел на пол медитировать. Он знал, как убежать из дома незамеченным. Блондин освободил действия печати хранилища, где была запечатана ворованная чакра. Она была смешанной и приобрела фиолетовый оттенок. Все тело мальчика переполняла сила. Сначала он создал клона и положил его спать. Как только новая чакра заместила собственную, Наруто превратился в лисицу и выпрыгнул из окна. Теперь его ни один сенсор не найдет, ведь в нем сейчас бурлит совершенно другая чакра, в которой ни капли собственной. В этот раз Узумаки решил уйти из деревни, где никто точно не помешает ему тренироваться. Когда-то Саски рассказал ему, что существует храм масок клона Узумаки. Он был за городом, в глубине леса. Храм оказался маленьким. Войдя внутрь, блондин увидел огромное количество масок, все они были похожими. Маски не интересовали Наруто, поэтому он вышел из здания и создал огромное количество клонов. И каждого из них он наделил Росинганом. Целую ночь он дрался сам с собой, создавая еще больше клонов. Единственным плюсом было только то, что он практиковал Тайдюцу, которому его когда-то научил Фукасаку. И уже под утро Джинчирики почувствовал, как использовал всю чакру, которую только имел. И если бы не Курама, то и вовсе не смог встать. Теперь, когда хранилище было пустым, Наруто мог заблокировать его другой печатью. Все хранилища были запечатаны четными печатями. Они в большинстве случаев требуют много чакры, но сломать их чрезвычайно трудно. Для деактивации этой печати Наруто использовал печать пяти стихий. Она была легкая в использовании. «Курама, может, домой не идти?» Спросил у друга Джинчирики. «Ты развеял всех клонов, даже того, что оставил в комнате. Лучше вернись обратно, а то изумистного пойдет искать», — предложил Кьюби. За полчаса Наруто вернулся домой. Он снял грязную одежду и пошел в ванную мыться. Изуми решил проверить, где его младший брат. Ведь он почувствовал, что его чакра исчезла. Но дверь была закрыта, а выломать ее при матери равноценно самоубийству. Поэтому он обошел дом и встал напротив окна комнаты. Но не успел он что-либо предпринять, как на горизонте появился потрепанный Наруто. Поэтому Намикадзе решил спросить у него, где тот пропадает, как только выйдет из комнаты. Сонному и измученному Узумаке даже холодный душ не помог. Он хотел спать. А не успел он выйти из ванной, как Аники перегородил ему дорогу. «Куда ты ходил этим утром?» — строго спросил Красноволосый. От него так и веяло бодростью. «Тренировался?» — предложил Курама. «Да не. Тот сразу начнет что-то подозревать», — ответил Наруто. «Пробежка!» — продолжал Лис. «Наруто!» — крикнул Узуми. «Не кричи!» — я не выспался. На пробежке был. «Почему ты все время требуешь, чтобы я отчитывался о том, что делаю и куда хожу? Я что, преступник какой-то?» — нервно спросил Блондин. Намикадзе повернул голову в бок, словно слова младшенького были правдивыми. Наруто воспользовался замешательством брата и побежал в комнату. Он уже опаздывал на встречу с товарищами Итачи. Да и сегодня он решил попросить Саскика о чем важном. Одевшись, мальчик снова выпрыгнул из окна и побежал на встречу, оставляя Изуми в раздумьях. «Узнай, куда Наруто дел свиток. Это твое задание. Изуми слишком мяго к нему», — приказал Йондо ими. Итачи присел на одно колено. Он и Изуми обыскали всю деревню, но так и не напали на след. «Использовать любые способы для достижения цели?» — спросил Брюннет. Минато подумал несколько минут и наклонил голову в бок. «Нет. Кушина не должна знать об этом инциденте. Ты станешь капитаном его команды. А там дальше делай, что хочешь. Светок должен вернуться назад». «И да, узнай, как обстоят дела в разведывательном отделе», — сказал Намикадзе и взмахнул рукой. Наруто опоздал на полчаса. Итачи дразнил Саске, а Сакура с размаху ударила бедного блондина, что тот ударился головой об дерево. «Сакура чен, больно ведь?» — воскликнул Изумуки. Девушка была безумно зла. Она была пунктуальным человеком, поэтому столь большое опоздание вытерпеть не смогла. «Еще раз опоздаешь», — начала Харуна. «Больше не опоздаю», — прервал ее мальчик. «И почему Сакура не такая, как Хинато? В этом измерении она могла бы вообще не бить меня», — подумал блондин. «Тебе нужна регулярная трепка», — захохотал Рыжий. Наруто и так был измучен после ночной тренировки, а удар подруги вовсе выбил последние силы, так что мальчик лег в положении пятиконечной звезды и расслабился. Почему-то брат называл ее и вовсе поза трупа, и она, по его мнению, самая трудная. «Наруто! Наруто, ты жив?» — тихонько спросила Сакура. Итачи отлегся от Саске, который, кстати, больно ударил того кулаком в живот. «Младшему Учихе нравилось играться с братом, он просто компенсировал с лихвой потерянное детство, хотя не вел себя совсем по-детски». «Итачи Сенси, я убила Наруто», — тревожно промолвила разоволосая. Бывший Анбу подошел к блондину и прощупал его пульс. Тот безбожно спал, что-то бормоча себе под нос. «Сакура, ты не убила его. Он спит. Будешь убивать кого-то тогда, когда я дам разрешение», — строго сказал Учиха и разбудил ученика. Сон был коротким, так что Наруто даже не запомнил, что снилось. Лицо командира напугало дженчурики. Ему показалось, что тут снова Вакацуки пришел за его хвостатым. Но стоящие рядом Сакура и Саске успокоили его. «Тебя сделала девушка, Наруто». При этом одним ударом насмехался Саске. «Молчи, Курама», — прошипел блондин. Лис и вовсе не скрывал смех. «Вставай, Наруто-кун. У нас сегодня много дел», — мягко позвал Итачи и пошел вперед. Сакура помогла Узумаке встать, и вся команда вошла в здание Хакаги. Возле Минато сидел еще какой-то Шиноби. На столе стояло огромное количество свитков, разделенных на разные ранги сложности. «Так как вы только генины, вам открыты пока что миссии ранга Дии», — произнес незнакомец. Саске и Наруто вспомнили, какого рода бывают миссии этого ранга и скривились. Итачи взял несколько свитков и вывел учеников из помещения. «Значит вам необходимо прополоть огород у госпожи Цуны, выгулить псов о Кире-Мидари, очистить реху от мусора и вскопать грядку госпожи Кире-Нари». Прочитал вслух капитан и вручил свиток с адресами Сакури, продолжив. «Думаю, вы справитесь и без меня». Итачи развернулся и хотел было уйти, но за обе руки его схватил Наруто и Саске. «Но это же совсем детский сад». Возмутился Наруто. «Согласен». А Ники подхватил Саске. «Все с чего-то начинают», — коротко ответил мужчина и исчез. Сакура впервые была согласна с Наруто. Ей тоже не нравились задания, но ничего с этим нельзя поделать. Целый день ребята потратили на то, чтобы выполнить поручение. Маленькая грядочка, которую нужно было прополоть, оказалась заросшим полем, которое, наверное, в последнее время пропалывали много лет тому назад. Там все нужно было выкорчевывать. Речка оказалась горной, с быстрым течением. Наруто и Саске ходили по воде, забыв, что этого они по идее не должны уметь. «Как вы это делаете?» — восторженно спросила Сакура. Мальчишки посмотрели друг на друга и поняли, что надо как-то объясняться. «Изуми научил», — резко бросил блондин. «Итачи научил», — одновременно с Узумаки ответил мальчик. В последующий час Саске объяснил, каким образом устроена способность ходить по воде. Так как Харуна отлично владела контролем чакры, ей не составило труда за час научиться бегать по воде. Так что с этим заданием парни фактически справились. Трое генинов были измученными, Саске не понимал, почему вообще делают все это. Их ждал еще огород, который необходимо вскопать. Ребята мысленно уже боялись размеров грядочки. Выгуливание собака не оставили напоследок. К счастью, огород действительно был огородом. Всего двадцать соток. Нарут не позволил девушке копать, так что вместе с другом быстро справившись с заданием, побежали выполнять последнее задание на этот день. А Кири и Мизури оказались огромными сенбернарами, которые даже с места двигаться не хотели. И если бы не чей-то свист, они б там так и простояли. Собаки были спокойными и очень любили девушек. Так что разволосный спокойно выгулял их, позволив друзьям отдохнуть. Как только все поручения были выполнены, трое генинов легли на поле и просто отдыхали. Им совершенно ничего не хотелось. Не зря говорят физический труд быстро выгоняет дури с головы. Не знаю, как вы, но больше пропали угород и честь реку я не намерена выполнять. Пусть нам дадут что-то достойное, возмущался Нарута. Сакура и Саски лишь молча кивнули. Для взрослых у Зумаки и Учихи такая нагрузка была бы пустяшной, но для их маленьких версий просто огромная. «Я попрошу Хакаги об этом», — спокойно повестил Итачи и улыбнулся. За целый день Нарута забыл поговорить с Саски о том самом важном. Итачи поднял своего брата и попытался закинуть на спину, после создал клонов для Сакуры и Намикадзе. «Итачи сенсей. Мы с Саски договорились, что он пойдет ко мне в гости сегодня», — беззаботно соврал Нарута. Саски посмотрел на Нарута, не понимая, что тот задумал, но решил согласиться. «Разве?» — переспросил командир. Мальчик слез из пинаники, потрепал штаны. «Да. Я могу идти и сам, брат. Приду в десять», — кратко ответил Брюнет и подошел к другу, намекая, что тот должен все ему объяснить. «Ладно. Тогда я отнесу Сакуру домой. За тобой зайду ровно в десять», — сказал Итачи и поднял девушку на руки. Дома никого не было, но рисковать у Зумаки не стал и сразу повел друга в комнату, где активировал печать. «Можешь наложить гендюцу на Изуми?» — спросил Нарута. Саски ухмыльнулся, зная, что для него это очень легко. Но с другой стороны, он не знал, на что способен брат друга, и как скрыть свою технику. «Твой брат Сенсор. Он сразу меня разоблочит. Что ты хочешь узнать?» — спросил Лучха. «Узнай все, что он знает обо мне», — попросил Дженчурики. Брюнет улыбнулся и даже придумал свой план. Перед входом в дом он повесил маленькие колокольчики, которые закрепил почти невидимой проволокой. После они с Нарута сели за обеденный стол. Ведь с кухни отлично было видно прихожую. Саски наложил гендюцу на вход. Он, конечно, не мог настолько влиять на пространство, как Итачи, зато с воображением у него было все в порядке. Кушины не должно было быть до десяти, ведь она запланировала что-то с Микото, так что только Изуми попадется в ловушку. Какое ж удивление было в обоих парней, когда они увидели, что вместе с Изуми пришел Шису и Итачи. Саске пришлось хорошенько попотеть, чтобы отменить собственную технику. Если на Микадзе ничего не заметит, то гений его кланы сразу все просекут. Нарута схватился за голову. Да не бойся ты. Хотя двое учих это плохо. Отвлеки их чем-то, переманив внимание на себя, отозвался Курама. Да я и так привлекаю их внимание. Шису ведь может влиять на человеческую психику. Прячься, Курама. Они могут заметить тебя, приказал Нарута. О чем ты думаешь, Нарута? Спросил Зуми. Шису и Итачи активировали шарингом. Они видели насквозь мальчика, но ничего не заметили, только остатки чакры Кьюби. У Зумаки мигнул Саске, чтоб тот что-то сделал. Что вы делаете? Переспросил невинно Нарута учих. Да так, ничего, Нарута-кун, ответил Шису. Итачи наложил Гиндюцу на своего ученика. В подсознании оказался прикован Нарута, а напротив стояли учихи. Ты ничего не скрываешь, Нарута-кун? Прямо спросил Итачи. В это же время, когда члены клана и, собственно, на Микадзе были заняты Нарута, Саске тоже наложил Гиндюцу. Это был идеальный шанс узнать то, что просил Нарута, а главное, что никто ничего не узнает. Итачи, Шису, что вы делаете? Снова спросил Нарута. Проволока больно впивалась в кожу. Но он привык к боли. Это тело ее почти не чувствовало. Ответ на вопрос холодно приказал командир. Шису тоже как-то влиял на дженчурики. Ведь появилось чувство вина за что-то, желание рассказать все, чтобы от чего-то освободиться. Оно душило его. Только друг Итачи сделал огромную ошибку. Нарута раскаивался за то, что не мог спасти друзей в своем измерении. И все чувственно были настоящими, а не поддельными. Блондин искренне заплакал от этого. Сколько кошмаров ему снилось. Невозможно забыть глаза мертвых друзей. Итачи. Я не могу на него повлиять, тревожно проговорил Шису. Молодой учитель посмотрел на друга и подошел ближе к мальчику. Что ты скрываешь? Снова спросил Итачи. Но в этот раз голос был мягким, а проволока исчезла. Мужчина понял, что пытать мальчика при собственном брате даже слишком. Поэтому решил действовать по-другому. Ты прошел проверку, соврал он. Правда? Радостно спросил он. Нарута ни капли не поверил учителю, но и не обижался за такой подход к добыче информации. Это его работа. Да и пропала явно не какая-то безделушка. А Саски и Сакура такую же проверку проходили? Невинно спросил Узумуки. Нет. У каждого индивидуальная проверка, ответил Итачи и развеял Гиндюцу. За то время, что Итачи и Шисуи провели в сознании Нарута, Саски пытал Узуми самыми разными способами, видя Итачи. Красноволосый не мог понять, что творит его друг. Итачи, что ты делаешь? Спросил Узуми друга и высвободил Цепи из своего предплечья. Саски не был дураком. Он использовал Аматерсу, чтобы освободиться. Извини. Тебя зацепило. То, что я делаю с Нарута, происходит с тобой же. Сейчас я развею технику, солгал Саски и продолжил. Он ничего не знает о свитке. Можем здесь поговорить. Изуми глубоко вздохнул и узнал своего лучшего друга. Хотя подход к своему брату ему не понравился. Даже не знаю, что делать. Хакаги говорит заключить Нарута. Он подозревает его в измене. Жаль, что твое задание быть с ними. Ты бы быстро решил эту проблему. Освободи брата, ответил Изуми. Саски увидел, что Аники закончил, и быстро развеял собственное гендюцу. Итачи, выйдем, попросил красноволосый. В это же время Нарута подошел к другу и потянул того в комнату. Как ты смог нас разделить? Удивленно спросил Изуми. Итачи озадаченно посмотрел на друга, не понимая, о чем тот. Разделить? Кого? Спросил спокойно командир. Ты же и меня под гендюцу взял. Но Нарута рядом не было, ответил красноволосый. Ты не был под гендюцу. Итачи никогда не ошибается, вставил свою реплику Шисуэ. Но ты же пытал меня так же, как и брата, возникал тот. Расскажи, что с тобой происходило. А я отвечу потом, что делал с твоим братом, предложил Итачи. То, что рассказывал Намикадзе, кардинально отличалось от того, что проделывал Итачи. Здесь был кто-то еще из моего клана. Саски еще даже не активировал шарингом. Возможно, кто-то тоже и охотится за свитком, ответил мужчина. Итачи понял, что за Нарута и Саски необходима полная слежка. Ему почему-то казалось, что и брат как-то замешан в этом деле. В комнате Саски рассказал Узумаке все, что смог узнать. Ладно, мне пора. А то Итачи что-то заподозрит. Развей технику, сказал Брюнет и вышел. Учихи ушли из дома, оставив Изуми и Нарута в раздумьях. Все больше и больше запутывалось. Сделай так, чтобы Намикадзе Нарута покинул деревню. Понял, а мои? Приказал светловолосый мужчина. От правого глаза в виде спирали был шрам, который тянулся к уголку глаза. Кожа была черной, словно уголь, а глаза желтые, как усовые. Похлые темные губы, безусловно, были изюминкой мужчины, и, если бы не шрамы, его можно было бы назвать настоящим красавцем. Да, а Россисома, ответил подчиненный и исчез. У Амайи была обыкновенная внешность, каштановые волосы и карие глаза. Но, несмотря на свою стандартность, юноша очень хорошо владел чакрой и мог связаться с любым человеком, с которым смешал свою чакру. Сняв повязку со сложным рисунком, что свидетельствовало о происхождении своей страны и клана, он надел бандану деревни скрытого листа. Ему отдали приказ, а это значит, что он обязан его выполнить любой ценой. Утром Наруто разбудил Зуми. Он был до неприличия веселым. А вот у Зумики радости жизни пока не чувствовал. Тело ломило, и только благодаря чакре Курамы, боль медленно уходила. Целое утро братья занимались медитацией. Красноволосый показывал все больше и больше поз, которые помогали открыть скрытую силу тела. «Изуми, я тороплюсь. Если я еще хоть раз опоздаю, Сакура похоронит меня на месте», испуганно промолвил мальчик. Лицо младшенького еще больше развеселило Намикадзе, отчего тому захотелось заставить брата опоздать. Оставалось всего 10 минут до 9. А так как жизнь Джинчирики была дорога, он, даже не позавтракав, побежал навстречу. Но как бы он ни пишел, все равно опоздал, правда, на 10 минут. Взор злой Сакуры заставил блондина трижды помолиться всем богам, которых он знал. Но, к счастью, опоздал не только он. Итачи припозднился на 15 минут, хотя и Саски пришел вовремя. «Ну, что, пойдем?» Радушно сказал Итачи и повел учеников в здание. Со вчерашнего дня ничего не поменялось. Хакаги безразлично посмотрел на своего сына. Он не верил, что тот хоть на что-то способен. Позади него стоял изумивый дуяний Анбу. «Ну что ж, пяти заданий миссии ранга да вам хватит», мягко оповестил Чихо старший. Наруто схватил учителя за рукав, заставив посмотреть на себя. «Итачи Сенси, мы достаточно сильны, чтобы выполнять миссии ранга повыше», тихонько прошептал блондин. «Он как никто другой понимал, что субординация самая важная для Шиноби». «Выйдем-ка», строго приказал капитан Наруто-кун. «Несмотря на то, что мы с тобой друзья, я твой капитан, а значит решаю, какие миссии вам по силам, а какие нет. То, что тогда была Нича, еще не значит, что вы победили. Не все миссии правильно оцениваются. А я, как главный, несу ответственность за вас», сказал Чихо и толкнул Наруто на землю. Он хотел вытянуть куной, но Саски вытянул катану из рукава и направил ее на горло брата. «Не недооценивай нас. Наруто прав. Огороды не сделают нас сильнее. Только в реальном бою можно получить опыт», холодно произнес Саски. Итачи улыбнулся на слова брата и схватил того сзади за обе руки. Но и младший очханилыком был шит. Он применил технику подмены и вместо мальчика Ники держал два полена. Наруто встал. Ему оставалось только смотреть. Без режима отшельника ему будет трудно сравниться с Итачи. Саски уверенно нападал на брата. Длинная катана была словно продолжением конечности. Он слишком хорошо ей владел. Командир удивился, когда его младший брат овладел этим видом холодного оружия. Он ведь был его маленьким наивным братцем. А сейчас перед ним стоял хладнокровный убийца с непоколебимой волей. Итачи впервые применил гендюцу на собственном брате. Он не хотел его избивать или калечить. Наруто понял, что у Саски полная дилемма. Он не хочет раскрывать силу глаз, но и выйти из столь мощной техники брата тоже не может. Поэтому Узумаки подбежал к другу и положил ладони на плечи. Поток чужой чакры быстро наполнил тело мальчика. Двое парней действительно отлично работали. Не успел Итачи поймать младшего брата в гендюцу, как его сразу развеяли. Слаженная работа детей его радовала. Вместе с Саски джинчурики непрерывно атаковали лучих у старшего. Но что они могут сделать против Шарингана? Для командира это было не больше, чем комарийный укус. Он словно танцевал, когда дрался с мальчиками. Интересно, только прошептал Брюнет, как Саски случайно поранил его щеку. И кто знает, сколько бы бывший Анбо забавлялся с детьми, если бы между ним и генинами не встал изуми. Достаточно. Вам необходимо взять миссию, кратко сказал красноволосый. Саски недовольно посмотрел на Анбу и спрятал Катану. Хорошо, ответил Итачи. Когда Намикадзе исчез, учитель тяжело вздохнул. Все же ему придется нянчиться с детьми. И, что бы ни случилось, он всегда будет рядом с братом, и больше не допустит, чтобы тот смотрел такими глазами на него. Так и быть, будет вам миссия Рангас. Но не выше, согласился с Наруто мужчина и снова завел учеников к Хакаге. Ваши миссии готовы, пробормотал помощник Хакаге. Нам необходима миссия выше рангом, попросил Учхо. Мужчина с каштановыми волосами не глядя вынул свиток и вручил его капитану седьмой команды, после чего они вышли из здания. Ну, что ж, мы с вами отправимся в... прервался на полусловие Итачи. Наруто подумал, что это будет страна фолн. Он очень хотел встретиться с Хаку и Забузой, которых когда-то полюбил всем сердцем. Куда? Не томите, в предвкушении спросил блондин. Это ошибка, наверное, дразнил парень. Узумаки уже воспылал от любопытства. Итачи сенсей. Вскликнул мальчик. Учхо мягко улыбнулся и погладил ученика по голове. Ладно-ладно. Нам необходимо отнести травы Мимирисон, которая проживает в стране скрытого камня, ответил Итачи. Взгляд Джинчирики сразу угас. Он так хотел увидеть Хаку. Но, с другой стороны, в стране скрытого камня он еще не бывал. Собираемся завтра в девять возле ворот. Я пойду пока что к Хакаге, скажу, что беремся за миссию и возьму нам пропуски. Никому не опаздывать, особенно тебе, Нарута кун. Возьмите с собой все необходимое, строго указал Ичхо и ушел. Сакура, Саски, пойдем потренироваться вместе. Нам необходимо придумать собственные комбинации, предложил Нарута. Никто не был против такой идеи. Все же членство Ванбу тоже дало свои преимущества. Зумаки научился оценивать ситуацию, строить тактику, а главное правильно использовать свои способности в команде. Итачи и Зуми наблюдали за командой номер чему ему дали наблюдать за детьми. Ему так и хотелось высказать замечание брату, что тот неправильно действует, делает слишком много движений, хотя, откровенно говоря, был рад, что тот обрел собственный стиль боя, каким бы он странным ни был. Иногда он смеялся, ведь разволосая девушка излилась и буквально вытряхивала душу из мальчика. Эх, когда мы были детьми, у нас все было совершенно по-другому, немного печально промолвил Намикадзе. Итачи положил руку на плечо и улыбнулся. Тогда были времена войны и шпионажа. Некогда было вот так дурачиться. Слабые раны умирают. Наше время сделало из нас сильных шиноби. А что научат их? Спросил Брюнет. Изуми понимал, что тот прав, и просто промолчал. Его брату нет необходимости становиться сильнее, ведь он всегда его защитит. Я вижу, ты хорошо натренировал Саски. Так что не говори, как ворчливый старик, о наших временах. Я в самом соку сил, старичок, засмеялся Шинобиамбу. У меня, как и у тебя, небо времени на брата. Я научил его только бросать сюрикены. Остальному, видимо, отец. Хотя ему раньше было плевать на него. Я попытался узнать, как и где он научился так использовать тадюцу или катану. Это не характерный стиль бойучих. Начал Итачи и вздохнул, когда он спал. Я пригласил Наичи, чтобы тот проверил его воспоминания. И там не было ничего подозрительного. Хотя тот говорил, что они неполные. У тебя слишком жесткие методы. Сначала гендюцу, потом это. Тебе необходимо доверять своему брату, иначе потеряешь его доверие. Вот я спрошу Наруто, и он мне ответит на любой вопрос. А Саски проигнорирует тебя. Будь мягче к ним, ведь это всего лишь дети. Младшие братья всегда наивные, ласково сказал Намикадзе и улыбнулся. Может, ты и прав. Я слишком перегибаю палку. Не бойся, в этом путешествии я постараюсь быть для них учителем, ответил Учхо. Саски и Наруто по очереди придумывали разные комбинации. Этим двоим было бы легче действовать в дуэте, не скрывая своей истинной силы. Но Сакура тоже была их товарищем. Как Наруто бы хотелось, чтобы она снова стала ученицей Цунади. Правда, теперь он не знал, где та, проводит ли также жизнь в долгах или живет с семьей, которая в этом измерении не умерла. Встреча с извращенным отшельником ему тоже была необходима. Ведь если узумаки используют режим Кубии, то его точно упекут в тюрьму. Ведь джинчирики всего один кушина. Наруто придумал, как помочь Харуна с обучением у величайшей Кунаичи. Думаю, с нас хватит, запыхалась девушка. С ней согласились и остальные. Саски давно заметил, что за ним и другом наблюдают, поэтому жестами указал блондин не сильно показывать свою тадюцу. Как только генины разошлись, Итачи взял на спину младшего братца, а изумий своего. Как день прошел, Наруто? спросил изумий. Да ничего интересного не было, ответил блондин и улыбнулся. Слышал, у тебя миссия в другой деревне. Какие ощущения от предстоящего путешествия? Снова спросил Анике. Даже не знаю. Очень интересно, какая это страна. Скажи, Анике, почему ты Итачи все время допрашиваете меня? Спросил изумий. Ладно. Ты имеешь право знать, раз не помнишь. Помнишь ту ночь, когда ты проснулся в ранах? Начал изумий, тогда пропал запретный свиток наследия нашей деревни. Хакаги и другие из Анбу говорят, что это ты его украл, но я не верю. Мой брат не вор. Он маленький мальчишка. Наруто был рад, что брат так верит в него. Он бы с радостью отдал тот свиток, если бы только мог его извлечь. Изумий, ты правда веришь в меня? Я могу тебе доверять? С надеждой спросил изумий. Он понимал, что брат тоже владеет фуиндюцу, а значит поможет ему. Проснись, идиот. А что если он сразу уже сдаст тебя? Что потом будешь делать? Крикнул Курама. А что если он поможет нам? Не хочется держать в себе труп бывшего врага и еще какие-то вещи, брезгливо ответил блондин. По времени немного. Всегда успеешь рассказать, посоветовал Лис. Как я могу не верить в собственного брата? Возмущался красноволосый. Мама сегодня не будет. У нее важная миссия. Так что я помогу тебе собраться, радостно молвил Зуми. Того, что делал Икушина. Братья молча поужинали, после чего на Микадзе начал собирать сумку для младшего. Туда он закинул несколько кунаев и сурикинов, маленькую аптечку с указаниями, что и как использовать. Чистые свитки, которые ему вручил Наруто, сменную одежду и спальный мешок. Зуми носился по дому и думал, что еще дать братику. Зуми, нам нужно всего лишь травы отнести, которые, судя по рангу миссии, не очень ценные. А ты собираешь меня как минимум на миссию ранга. Я скоро вернусь, уверил парни дженчурики. Нет. Тебе еще необходима перцовая мазь, настаивал Анике. Наруто недоумевал, зачем ему столь ужасное изобретение человечества, но решил молча взять баночку. Изуми слишком заботился о младшеньком. Наруто ничего такого не случилось. Но, к сожалению, Итачи его весьма культурно послал выполнять свои обязанности. Наруто, если я тебе очень понадоблюсь, в этом свитке печать призыва, начал Анбу и вручил Аллы свиток брату. Чтобы ее активировать, необходимо кровь и сложение печати двенадцати знаков, которым вас должны были научить в академии. Чтобы не случилось, я обязательно приду на помощь. Ладно-ладно, сдался блондин. Как же он был род такой заботе. Он еще больше полюбил своего брата, который пойдет на все, чтобы его защитить. Да он и сам отдаст жизнь, только бы с Иваникой все было в порядке. В этот раз Наруто пришел вовремя, ведь его провожал брат, который был очень пунктуален. Вся команда стояла возле ворот, Итачи показывал пропуск и дежурным подписывал какие-то документы. Изуми подошел к товарищам брата и мило улыбнулся. Позаботьтесь, пожалуйста, о моем братике, вежливо попросил красноволосый. Блондину хотелось сгореть со стыда. Лицо Саски, который едва сдерживался, еще больше злило изумуки. Командир команды подошел к другим пальцем поднял его за подбородок. Изуми, ничего с Наруто коном не случится. Иди выполняй свои миссии. Это миссия Диранга, максимум, кто его покалечит, комары, уверил Тавучха. Намикадзе тяжело вздохнул и незаметно засунул в задний карман штанов пергамент, который отслеживает чакру того, кто его носит. Ты с Саски не меньше носишься. И если бы тебя не назначили капитаном их команды, то тоже делал бы все возможное, только бы он не пострадал. Почему ты взял миссию в камень? Спросил Зуми. Но, не услышав ответа, развернулся и ушел. Итачи понимал чувство друга, но отказываться от миссии не хотел. Одна из причин побыть наедине с братом, узнать его побольше, наверстать то время, которое он упустил. Это было эгоистично с его стороны, но мужчина хотел такие же узы, как у Зуми с Наруто. Гениным вручили огромные корзинки которые поставляли травы многим врачам из разных стран. Выдвигаемся, скомандовал Итачи и побежал первым. До пункта назначения необходимо было идти две недели. Каждые три дня делалась остановка на один день. Итачи использовал ее для того, чтобы усовершенствовать боевые навыки подчиненных. Первой была Сакура. Она прекрасно использовала чакру и когда-то, сконцентрировав ее слишком много в руке или ноге, могла сделать трещину в земле или в дереве. Тайдюцу девочки было ровно таким, как у мы обучали в академии, но для шиноби уровня выше оно было детским. Сакура, ты используешь ту постановку движений, которую описали в свитках. Это слишком предсказуемо. Дерись, не задумываясь, используй все хаотично. Иначе проиграешь в бою, посоветовал мужчина и снова уклонился от удара. Он даже не использовал шарингом. Итачи решил, что это будет нечестно по отношению к его ученикам. Да и уровень подготовки, на примере Сакуры, оставлял желать лучшего. Три часа он гонял девушку, заставляя забыть теорию, нападая каждый раз по-разному. Твои удары очень сильные. Попытайся концентрировать чакру именно в кулаках, сказал командир. Харуна поняла, что от нее хотят, но даже ей на ходу трудно давался контроль чакры. Она решила попрактиковаться в этом, как и советовал учитель. Следующий, коротко произнес молодой учитель. И следующим пошел Наруто. Он немного понял стиль боя и тачи, благодаря Сакури. Мысленно вспомнил все замечания своего учителя на горе и обоку. Двигаться четко, не делая лишних движений. Использовать все тело для боя. Наруто сконцентрировал чакру в руках и ногах и принял боевую позу. Нападай, Наруто кун, приказал очхо. Наруто побежал к учителю и попытался ударить того в живот. Но капитан быстро увернулся. Итачи решил сам нападать, чтобы посмотреть, на что способен Намикадзе. Но, куда бы он не наносил удар, все атаки были отбиты. Единственным минусом был только рост ученика. Он не имел возможности ударить в жизни на важные точки. Намикадзе странно использовал свои руки, словно лягушка. Учхо и сам не понимал, почему отвлекается на них. И если бы немногочисленный опыт, мальчик, возможно, его бы даже задел. Наруто же радовался, что наконец-то вспомнил, как когда-то дрался с Пейном. Тело начало привыкать к странным движениям, отчего Узумаки начал бить еще быстрее и быстрее. И вместо того, чтобы защищаться, он нападал. «Странный у тебя стиль боя, но он очень действенен», похвалил мальчика Итачи. «Ты сам его придумал?» Джинчирики решил пока не отвечать на вопрос. Ведь если отвлечется, то учитель ударит его с такой силой, что мало не покажется. Недостатком было то, что, не имея режима отшельника, Наруто не мог ударить противника чакрой, да и было много слепых пятен в обороне. Поиграв немного с блондином, капитан решил указать ученику его недостатки. Наруто не успел сообразить, как Итачи сзади толкнул его. «Твоя тадюца отличная. Но ты не сенсор и тем более не владеешь силой глаз. Если противника в два или он будет обладать огромной скоростью, тебя попросту могут ударить сзади», посоветовал Луч Хрестного и спросил. «Ты сам придумал этот стиль боя, или тебя научили?» У Зумаки не хотелось врать, но что он ответит? «Если скажет о лягушках, то падет еще больше подозрений». «Сам солгал мальчик». Итачи ласково улыбнулся в ответ. «Саски, твоя очередь», весело промолвил Лучха. Брюнет встал и улыбнулся в ответ. Он вытянул катану. «Так ему драться намного легче». «Хочешь с холодным оружием?» спросил Анике. Младший брат положительно кивнул в ответ. Итачи вытянул из сумки куны и несколько сюрикенов. «Нападай», сказал учитель. Саски побежал вперед. У него не было какой-то тактики. Движения клинка были резкими и точными. Итачи даже хотел использовать шарингом, но вспомнил о чести. Поэтому он отбивался кунаем, стараясь завалить брата на землю, но тот спокойно подпрыгивал. Ни один удар Саски не задел Анике. Вдруг у чихо-старший поймал ладонями клинок и чей крови остановил его. Мальчик попытался забрать свое оружие, но ничего не получалось, поэтому оставив его, он принялся нападать. Итачи словно дразнил его, уклонялся, использовал только ноги. Уклонившись от еще одного удара, командир буквально исчез из вида, а потом резко толкнул младшенького на землю, приставив катану к шее. Меч, безусловно, твой вид оружия. Но не стоит полагаться только на него. У тебя руки заняты, и ты не можешь использовать печати. Надеюсь, что после этой миссии ты активируешь шаринган, мягко промолвил Итачи и поднял брата на ноги. Итачи, давай еще раз, попросил мальчик. Мужчина поманил к себе братика с невинной улыбкой, и когда тот подошел, ткнул двумя пальцами в лоб. В следующий раз весело ответил Шиноби. Саске стало обидно, что снова его ткнули, но он улыбнулся. Если раньше Цуноде была нужна как учитель для Сакуры, то теперь он решил, что узнает план Наруто, как найти женщину. Ведь в том измерении его брат был серьезно болен. Ну что ж, все вы молодцы. Отдыхаем ровный час и выдвигаемся, скомандовал Учиха и присел рядом, «Что ты сказал, Амайи?» прорычал Араси. Светловолосый был вне себя. Как его подчиненный мог сделать такую ошибку? «Простите, Араси сама. Все свитки такие одинаковые», оправдывался мужчина. «Тебе нужно было вручить им только свиток. Легче задание просто не существует. Как ты мог спутать страну скрытого облака с камнем? Идиот! Позови Рури и Кариду, приказал господин. Амайи было страшно, когда его господин злился, но с другой стороны, он знал, что тот в душе, где-то очень глубоко, добрый человек. Правда, от удара молнией тело слегка ломило. Когда Араси самозлится, он непроизвольно выпускает низковольтные молнии. Убить они не убьют, а вот навредить смогу. Здание, которое было базой их организаций, находилось на горе. Никто не сможет найти ее, ведь войти в нее могут только те, у кого метка, которую ставят при посвящении сам господин. Она черная и очень сложная в нанесении, так что скопировать ее невозможно. На груди слева была вытатуриванная сова, от которой до самой лопатки начинались непонятные символы в четыре ряда. Метка, безусловно, была красивой, и все члены организации ее гордились. Дойдя до четвертого уровня, Амай зашел в первую же дверь. Там сидели двое полуголых мужчин в черных масках Бога Смерти. На их телах не было ни единого шрама. Они не стеснялись показывать своей метки, поэтому почти никогда не одевали верхнюю одежду, а только широкие штаны, которые скорее напоминали юбку. «Господин вас вызывает», коротко сказал мужчина. Волосы Руми и Кариду были черными словно смола, а через маску были видны глаза. У обоих мужчин была гетерохромия у одного голубокария глаза, у другого серо-желтые. «О, а мои!» «Слышали?» снова накосячил. «Господин тебя еще не собирался убить!» весело произнес Руми. Шатен посмотрел куда-то вбок. Эти близнецы всегда странно к нему относились, поэтому к ним он хотел бы идти в последнюю очередь. Не накосячил, а ошибся, поправил того «Мои!» Оба «Смотри, брат!» Он смутился, тыкнул пальцем в щеку кориду. «Какой милый!» Вылитый зайка, восхитился Руми. «Перестаньте!» попросила Мои и высвободился из объятий близнецов. «Ладно, ладно! Потом тебя поймаем!» «Господин зовет!» ответил один из близнецов, после чего братья вышли из комнаты, оставляя Шатена наедине. После таких разговоров он пообещал себе больше никогда не ошибаться. Господин всегда его наказывает обществом ненормальных братьев. Он сложил ладони вместе и попросил Будду об удаче. «Пусть на следующем задании у меня все пройдет гладко, пожалуйста!» Тихонько молился он. Потом вытянул связку с разными амулетами и начал просить у каждого Бога из разных религий удачи. Ночью, когда все спали, Наруто вставал, чтобы тренироваться. Он собирал листья и пытался разрезать чейкрой свои стихи и их наполовину. Но пока что ничего не получалось. Только за три дня он научился немного надрезать листочек. До нужного результата было еще далеко, да каждый раз мальчику нужно было отходить все дальше и дальше. Потому что к нему присоединился Саски, который в другом месте учился овладевать молнией. Никто из них не подсматривал друг за другом, потому что небо времени на это, да идеальнее места для тренировки просто не существовало. Путь был безопасным, из-за чего Итачи казалось, будто это только затишье перед бурей. Поэтому он всегда был на чеку. Когда команда покинула собственную страну, Узумаки мог уже наполовину разрезать листок. Дальше их ждала более каменистая местность, что было плохо для дженчурики. Он не знал, на чем ему тренироваться. Когда никто не видел, он изрезал свою футболку на множество клочков. Разрезать ткань чекруи было еще труднее, но к концу недели ему получилось достичь необходимого результата и начать второй этап. Поскольку в стране скрытого камня местность скалистая, Наруто не составило труда найти горный ручей. И после первой же тренировки он благополучно простудился. Его знобило, в глазах все расплывалось, но он решил не говорить о своем состоянии, ведь у него есть Курама. Прими что-нибудь. Я не врач. Я могу излечить твои раны, но никак не болезнь. Моя чакра даже посодействует распространению инфекции. Не будь идиотом, прорычал Кьюби. Все будет в порядке, не волнуйся, Курама. У меня сильный иммунитет, ты же знаешь, успокоил того мальчик. У тебя прежнего, может, и да, но у сегодняшнего Наруто тело было слабеньким, а чакра вообще не присутствовала. Он слабый ребенок, снова возразил Лис. Наруто ослушался совета друга и далее продолжил тренироваться под ледяной водой, пытаясь разрубить маленькие водопады. Когда состояние блондина еще больше ухудшилось, и он упал в обморок во время путешествия, возле него столпились товарищи. Дженчурики тяжело дышал, его лицо было алым. Видя, что мальчик совсем без сил, Курама захватил тело своего дженчурики. Небесно-голубые глаза мальчика превратились в черные с вертикальным значком. Своей чакрой он заставил тело встать. Не успели его товарищи красного свитка. Когда цель была найдена, Лис активировал призыв. Печать начала дымиться, и спустя несколько минут появился Изуми. В этот момент Кьюби снова оставил тело друга в покое. Как только Итачи подошел к блондину, перед ним встало двое шиноби из скрытого камня. Изуми же поднял брата на руки, чтобы забрать с собой, а один из противников уничтожил свиток благодаря забучим пескам. Как вовремя. Отдайте мальчика, и, может быть, мы сохраним вам жизнь, сказал он бухамня. Двое из секретной службы носили белые мазки со странными полосами. На лбах был нарисован символ деревни. Волосы обоих шиноби были черным. Сами же они были одеты в красную одежду и желтую жилетку. Зачем вам намекать Наруто? Спросил Итачи. Учиха сразу же активировал шарингом. Он не боялся за жизнь подчиненного, ведь возле него был сам Изуми. Он сын Хакаги. Разве нужны еще объяснения? Шутливо спросил один из противников. Они не стали долго стоять, и каждый из них начал складывать печати. Стиль землекаменный гроб, громко произнес мужчина с желтыми полосами на маске. На месте Итачи образовались огромные шпили камня, которые начали разрастаться, словно паутина, и падать на него. Учиха легко увернулся, но вот нога Сакуры застряла в паутине. Одной рукой красноволосый держал брата, а другой использовал печати. Хидицу кровавая тюрьма четырех богов, тихонько проговорил Зуми и загнул безымянный палец. Через несколько секунд из-под земли появились четыре столба со странными лицами. На одном была улыбка, на другом грусть, на третьем был гнев, а на четвертом и вовсе не было выражений. От каждого столба возникли цепи из-чакры, которые окутали мужчин. Внутри клетки образовались плотные стены из земли. На каждой из них была странная печать. Это остановит их. Итачи, помоги девочке. Продолжайте миссию без Наруто. Я забираю его в деревню, строго сказал Анбу и хотел уже уйти, но Учху остановил друга. Ты думаешь, их эта тюрьма надолго задержит без твоего присутствия? Возле меня будут еще двое неопытных генинов, один из которых ранен. Я считаю, что они еще не должны видеть смерть. Да и Наруто мой подчиненный. Он пойдет со мной. А ты уже решай, хочешь ли нас сопровождать или уйти обратно. Нам осталось идти от силы три дню, ответил командир. Намекадзе нехотя согласился со словами товарища и подошел ближе. Ладно. Пусть будет по-твоему. Но необходимо вылечить брата, иначе он будет только обузой. Я посижу с детьми, а ты допросите Ханбу, попросил Зуми. И Тачи кивнул в знак согласия и вошел в тюрьму. Там он увидел двоих Шиноби, которых очень сильно сжимали цепи. Учхо однажды на себе почувствовал действие этой техники. Воздух буквально сжимался, а стены очень угнетали своими мрачными рисунками. Напротив узников обычно была сторона грусти, а позади радости. По бокам безымянная стена гнева. Каждая из стен была чем-то наделена, но воспользоваться свойствами техники мог только сам Намикадзе. В свою очередь красноволосый использовал острую проволоку и разрезал паутину, что лежало на ноге Сакуры. К счастью, девушка отделалась только парой синяков. Вот с Наруто все было намного сложнее. Изумение очень хорошо владел медицинским ниндюцу. Он мог чайкро излечить несерьезные ранения, но здесь было совсем по-другому. Мальчик буквально пылал. Температура была слишком высокой, Намикадзе просил богов, чтобы это было не воспаление легких, ведь иначе он не сможет донести брата к врачу. Почему Наруто простудился? Нервно спросил Зуми. Вдруг мужчина вспомнил, как клал перцовую мась младшему брату в сумку. Мы не знаем. Там, где мы купались, Итача Сенси нагревал воду. Спросите у Наруто Куна, ответила Харуна. Саски же молчал как партизан. Сдавать друга ему не хотелось. Ведь тот тренировался по ночам, а Учхо и сам недоумевал, как блондин мог простудиться. Ночи ведь теплые. Красноволосый снял сумку с брата и принялся искать заветную баночку. Его очень удивило, что внутри было много клочьев одежды. Целыми остались только штаны. На «Сейчас ты узнаешь, что такое адское наказание», язвительно промолвил Зуми и снял с брата черную футболку. Сначала он растер ужасно пахнущей и жгучей мазью грудь мальчика, а потом вытянул из своей сумки чистый свиток. Разорвав его на несколько частей, мужчина прилепил мягкую бумагу на место, где уже была мазь, а своей чкрой помог коже пропитаться. Потом красноволосый аккуратно повернул братца на живот и проделал те же манипуляции, только на спине. Изуми подошел к корзинам, где были лечебные травы и взял немного. Ему было все равно, что это нарушение. Жизнь брата была важней. Травы помогли бы снять жар, но не больше. Поэтому он засунул их в рот Наруто. «Проследите за Наруто, а я посмотрю, как дела у вашего командира», попросил красноволосый. Но не успел только Изуми подойти ближе к тюрьме, как техника развеялась, а Итачи использовал Сусана, чтобы защититься от черного клинка, сделанного из молний. На шинобе были черные мазки и странные татуировки на груди. Они сложили печати, и на небе образовалась странная воронка. Один из анбу в виде куба сжимал воздух, а другой ловко управлял черной молнией, которая приобрела форму животного, а именно кошки. Она ластилась к ноге своего хозяина. Своим хвостом она сделала для него броню, из-за которой самого шинобе не было видно. Другой же за это время воздвиг стену из камня, оставляя пространство для себя. Воздух, который он сжимал, ощущали все. Из-за этого шинобе из листа дышали учащенные глубоко. Легкие как будто сдавили огромный валун. Итачи пытался помешать «Ру, кончая помидорку», крикнул кориду. Близнец посмотрел на своего брата и опустил голову вниз. Изуми перебывал в шоке. Только что его обозвали помидором. «Заткнись, Ри! Прибей своего галчонка, а потом что-то говори мне», злобно ответил Ру-Ри. От произнесенные клички Итачи на Микадзе откровенно рассмеялся. Учиха никак не отреагировал. Он использовал матеросу на кориду, но кошка откинула хвостом огонь, а потом оторвала его. На месте тут же вырос новый хвост. «Меняемся, Итачи», предложил Изуми и подошел к другу. Учиха сначала не понял, к чему перемены соперниками. Но потом до него дошло, что огонь сильнее воздуха. А вот Изуми, который владел стихией воздуха, мог сопротивляться молнии. «Нет, ну что происходит? Брат, я хочу галчонка назад», возмущался Ру. «Да нафиг он мне не нужен. А вообще заткнись. Нам нужен рисенок», еще больше злился Ири. Обмен противниками был хорошей идеей. Изуми отлично отбивал атаки Ируми. Он тоже поставил возле себя барьер, сначала из воды, но потом сразу уже пустил поток из воздуха, и образовался лед. Итачи же воспользовался тем, что Ири не мог двинуться, и наложил на того мощнейший гендюцу. Как только он над ним не измывался. Вот с прежним противником было сложнее, ведь та кошка все время ударяла его молнией, давая каждый раз поток чакры. Поэтому, воспользовавшись тем, что противник был занят другом, Учхо сразу же схватил Ирури, заставил своей чакрой увеличить руку Сусона. Кошка больше не могла подступиться к хозяину. Потому капитан сразу же наложил на того шиноби точно такой же гендюцу. Черт, Итачи, он был моим противником. Возмутился Изуми. Нет времени играться. Твой брат болен, и это идеальный момент для похищения. Нужно их еще допросить, ответил Учхо. Саски и Сакура завороженно смотрели на своего сенсия. Если для брюнета не было вновинку видеть техники брата, то Хару наказалось, что тот всесильный. Нужно сворачивать вашу миссию, предложил Красноволосый. Как раз насчет этого. Необходимо послать письма заказчику и попросить того прислать Кагото забрать травы, сказал Итачи. Мой призыв бурый медведь. Думаю, он спокойно отнесет те травы. По запаху он узнает того, кого нужно, ответил Изуми и применил технику призыва. На месте оказался огромный медведь. Мужчины погрузили на него три корзины и дали понюхать блокнот, который принадлежал заказчику. Там написано, какое количество чего должно прибыть. Учиха засунул его в корзину, после чего животное побежало. Сусана забирала много чакры и сил. Поэтому Итачи отменил его, отчего противники больно упали на землю. Красноволосый быстро привязал их друг к другу и попытался снять маски, но кошка, которая никуда не исчезла, тут же пятую точку. Она лапой ударила хозяина по голове, после чего Кариду проснулся. Его всего трясло. Действие гендюцу было слишком мощным. Ему было тяжело не то, что двигаться, а даже дышать. Он коснулся своего брата и исчез. Не зря очих так бояться. Вот черт, я даже забыл о той кошке, недовольно промолвил Зуми. За несколько секунд исчезло животное. В следующий раз мы снова их поймаем. Нам даже на руку, что они пропали. Наруто болен, а Саски с Сакурой только генины. Кто знает, какими еще техниками они обладают. Вдруг их больше, чем нам кажется. В первую очередь нам важна жизнь этих детей. Думай рационально, строго ответил очиха. Состояние джинчурики ухудшалось с каждым днем, но перцовая мазь, как думал изумий, давал эффект. На самом же деле Курама использовал огромное количество чакры, чтобы помочь другу. Даже в сознании Наруто он лежал с закрытыми глазами. До деревни было еще далеко. Что же нам делать? Тревожно спросил намекадзу Итачи. Тот и сам волновался за мальчика. Сейчас они остановились на границе между деревнями. В больнице не было необходимых лекарств. К сожалению, блондин заработал двухстороннюю пневмонию. Легкие почти не работали. Лис решил подсказать, к кому обратиться, поэтому он завладел телом джинчирики снова. Цунади, со всех сил крикнул он. Но легкие будто пылали огнем. Каждый слог давался с трудом. Что? Наруто что-то сказал? Крикнула Сакура. Возле больного собрались все товарищи. Кьюби был зол, что его не услышали. Цунади, снова крикнул он. Цунади, повторила девочка. Изуми посмотрел на Итачи и хлопнул себя по лбу. Точно. Цунади. Она точно поможет, радостно вскрикнул мужчина. Принцесса слизней в браке с Даном. Она была лучшим врачом. Война сделала из нее того, кем она сейчас является. Ей удалось как-то спасти своего будущего мужа, не брата. Сейчас она работала в больнице, учила молодое поколение. Не знаю, откуда он знает о ней, но я пойду к связанному. Может, получится попросить ее перейти сюда, промолвил на Микадзе и побежал куда-то. Мужчине пришлось много заплатить за несколько приложений. Наруто умирает. У него воспаление легких. Нужна Цунади, в приграничном городке Фудюеми. Срочно. Ответ пришел через два дня. Мальчика все-таки положили в больницу, чтобы поддержать хотя бы то состояние, что есть. На ноге ястреба была записка. Отряд медиков прибудет через два дня. И эти два дня для Узумаки были адом. Он снова и снова видел свою прошлую жизнь, всплывали моменты из жизни прошлого Наруто. Он с кем-то тайно общался, обещал что-то достать. Мальчик подружился со странными близнецами, которые, глазами. Те всегда утешали его, называли нежно лисенком за его яркие волосы. Цунади прибыла ровно за два дня. Когда она увидела мальчика, то ужаснулась. Тот чудом продержался столько дней. Он был маленьким и измученным. Ей казалось, что смерть дышит рядом с ним. Такое лицо она видела у своего брата перед смертью. Что вы с ним делали, придурки. Разозлилась женщина и ударила двоих мужчин. Они отлетели на несколько метров, потирая ушибленное место. Никому не хотелось ее злить, ведь если ударит, то все, можно искать место на кладбище. Он горит. Шизуне, приготовь жаропонижающий и физраствор, приказала Цунади. Сакура увидела, насколько точны указания врача. Она восхитилась ею и почувствовала себя бесполезной. Блондинка надела халат, маску и перчатки. Поставив руки на грудину мальчику, она сконцентрировала чакру в руках и начала вытягивать жидкость. Делать пункцию она не решилась, потому что мальчику и без того будет трудно дышать. За час она забрала всю жидкость из язвочек, что окружали легкие, и взяла раствор, в который влила антибиотик. Чакру она заставила лекарство адсорбироваться в легкие, отчего Блондин впервые сделал глубокий вдох. Я забираю его. То, что я делала, только начало лечения. Ему необходим еще месяц постельного режима. Если у вас миссия, то возвращайтесь. Я о нем позабочусь, строго сказала женщина и развернулась. Мальчика положили на носилки. Нет, мы как раз возвращаемся, спокойно ответил Итачи. По пути на них напали мелкие воришки, которым Цунади сразу указала путь в обход. Ее силище было просто нечеловеческой. Ударом ноги она расколола землю. Сакура все больше и больше начала восхищаться врачом. Цунади сан, можно стать вашей ученицей? Спросила девушка. Блондинка посмотрела на нее оценивающе. Посмотрим. Подойдешь ко мне в первую больницу, как только прибудем. А там я уже решу, брать тебя или нет, ответила женщина и пошла дальше. За два дня Наруто перенесли в канаху и положили в больницу. На четвертый день лечения мальчик очнулся. Ему было обидно, что он совершенно ничего не помнил. Сакура стала ученицей Цунади и все время проводила с ней Итачи тренировал своего братика, а Изуми сидел возле брата и чистил ему яблоки. Потом появилась Икушина. Минато же ни разу его не проведал. Да ладно вам, я в порядке, промолвил Узумаки, когда опекать его начало и мама. Лежи. Мама завтра принесет тебе питательный суп, сказала кровавая хабанера и ушла. Время посещения закончилось. Наруто было скучно и одиноко в палате. С Курамой было интересно играть воображаемые шоги, но ему хотелось живого тренировки. Внезапно Дженчурики увидел две тени, которые приближались к нему. А вот и мы, лисенок, весело поздоровались близнецам в масках. Наруто так испугался и подумал, что сама смерть пришла по его душу. Вот придурки. Так же умереть можно. Снимите эти страшные маски, возмутился блондин. Он вспомнил о тех двоих мужчинах. Но ни капли не доверял им. А как делишки? Да, есть такое, ответил Наруто. Нам не обходим свиток. А расисан вне себя от того, что ты его еще не отдал, продолжил Кориду. Я не помню, где он. Его прислужники меня чуть не убили. Поэтому придется ему подождать, пока я вспомню, куда его запрятал, солгал Дженчурики. Ты в команде сучхай. Скоро тут будет экзамен на Чунина. Прими участие, а то его техники обижают нас, на игру наскалился Ируми. Наруто решил прикинуться, что уверен незнакомому о России. Так он узнает, зачем ему свиток. Ладно, кратко ответил блондин. После двое шиноби исчезли. За две недели Наруто почувствовал себя хорошо, поэтому он убежал из больницы. Бабулька Цунади не отпускала его домой, поэтому Дженчурики тщательно обдумывал план побега. И когда он на третий раз получился, мальчик пошел в очередь удалечиваться. Там он съел сразу две порции рамины, третью попросту не успел, так как в этот раз его засек Итачи и после мольбы Наруто вместо больницы отнес ученика домой. Кстати, Итачи, я слышал, скоро должен быть экзамен на Чунина. Ты запишешь нас? Неформально спросил Дженчурики. Не знаю, как ты узнал об этом, но нет. Вы еще не готовы, ответил Брюнет. Дай нам возможность попробовать, пожалуйста, попросил блондин. Учиха развернулся к мальчику и посмотрел в глаза. На этом экзамене умирают по-настоящему. Никто из вас не готов. Если ты даже с этой миссией не справился, то как будешь выживать там, где никто не посмотрит на то, что ты болеешь или боишься? Холодно спросил командир. Ты не знаешь, а говоришь. Если мы почувствуем, что не готовы, то просто сдадимся. Дай нам узнать, что такое ценность жизни, настаивал Узумуки. Итачи встал и ушел. Ему необходимо было подумать. С одной стороны, мальчики неплохо использовали Тадзюцу, а девочка была очень умной, а с другой стороны, у них не было опыта в реальном бою, дая, в конце концов, они дети. Учиха понимал, что где же гениным взять опыт, если их все время ограничивать. В четыре собирались все преподаватели, чтобы выдвинуть генинов кандидата на экзамен. Перед Хакаги стояло двадцать преподавателей. Все они косо смотрели на Итачи, ведь в его команде был сын Хакаги слабый неудачник, позор главы государства. Некоторые даже сочувствовали ему. Те, кто хочет выдвинуть свою команду на экзамен, по очереди называйте свой номер ее членов, проинформировал помощник Хакаги Маи. Команда номер десять Ямана Кейна, Акимичи Чоджи и Нараши Камару, произнес Сарут и Биасума. После ему вручили три бланка, которые мужчина начал тут же заполнять. Их же ему обменяли на пропуск. И так каждый учитель повторял ту же процедуру. Итачи все время пытался принять нужное решение. Хакаги улыбнулся ему. В этот момент ему стало жаль мальчика. А улыбался ли ему хоть раз его собственный отец? Тренировал ли, проведал, когда тот серьезно болел? Поэтому Брюнет решил, что даст ученику возможность показать, на что тот способен. Команда номер Семь Чхасаски, Харуна Сакура и Намикадзе Наруто, уверенно сказал мужчина. Лицо Минато вытянулось от удивления. Он не мог поверить, что его подчиненный так поступит. За спиной учихи откровенно говорили, что тот сошел с ума. Как он может этого мальчишку посылать на экзамен? Бедный Хакагисома. Позор на целый мир, говорила какая-то женщина. Твоя команда еще не готова к столь жестокому испытанию, также вступила в спор Куриной. Я сам решу, готова ли моя команда или нет. Уверяю вас, каждый член команды номер начала возмущаться женщина, но ее прервал Намикадзе. Учиха Итачи, ты хочешь сказать, что даже Наруто готов? Этот мальчишка совершенно ничего не знает, безразлично говорил блондин. Хакагисома, уверяю, что того Намикадзе Наруто, которого вы когда-то знали, больше нет, ответил Брюнет. Любой счел бы эти слова дерзостью, но Минато решил не акцентировать внимание на мелочах. Он решил проучить Учиху, чтобы тот сам узнал, что такое позор, поэтому махнул рукой в знак согласия. Теперь уже ничего нельзя отменить. Команда номер семь примет участие в экзамене. Только остается бедному Итачи еще говорить Изуми и оповестить детей. За ту неделю, что у него осталось, он дух испустит Наруто, но сделает все возможное, чтобы тот победил предрассудки собственного отца. Изуми все больше и больше проводил время с братом. Ему повезло, что его отец Хакаги, который, ко всему прочему, сильно любил старшего сына. Он все время заботился о младшем, тренировался с ним. В дверь громко постучали. «Я открою», крикнул Наруто. Он был одет в красную футболку с черной спиралькой на спине, а также в голубые шорты. «Здравствуй, Наруто-Кун поздоровался Итачи. Здравствуй», ответил блондин и пригласил друга в дом. Изуми готовил обед, ведь мама в этот раз ушла за покупками. «Кто там?» нежно спросил Изуми и вышел с поварешкой в руках. Учихи было непривычно видеть своего вспыльчивого друга в белоснежном фартуке. «А, это ты, Итачи? Проходи. Может, хочешь чего?» вежливо предложил красноволосый. Капитан подумал о том, стоит лишь что-то просить, ведь то, что он сейчас скажет, заставит друга если не подлить яду, то попытаться убить его самым жутким способом. «Ячменный чай, пожалуйста», попросил Итачи. Наруто сидел посреди гостиной в странной позе и медитировал. Учиха активировал шаринган, чтобы увидеть, сколько и где мальчик хочет сконцентрировать чакру, но вдруг увидел в животе ученика Алисию морду. «Изуми и подойди-ка сюда», попросил Брюнет. Мужчина снял фартук и на подносе вынес три напитка. «Что случилось?» спросил Намикадзе. «Ты чувствуешь в Наруто чакру Кьюби?» спросил капитан. Наруто слышал, что спросил Итачи, и вспомнил, что тот владеет шаринганом. Во время медитации он игрался с Курамой. «Нет. Тебе показалось. Здесь чакры кушаны», ответил Красноволосый. «А ты какими судьбами?» Учиха пил немного холодного напитка и вытянул из кармана маленький пропуск. «Только не говори, что ты...» удивленно промолвил Зуми и резко встал. «Наруто, ты и твои товарищи примут участие в экзамене на Чунина. Завтра в восемь утра буду тебя и других ждать», официально проинформировал Итачи. Вокруг брюнета образовалось огромное количество цепей. «Я убью тебя!» «Идиот!» «Как ты мог так поступить, не посоветовавшись со мной?» недоумевал мужчина. Итачи улыбнулся, и вместо него появились вороны. Сам Учиха стоял позади друга. «Это решать не тебе, а моим ученикам. Ты ведь был еще младше, когда проходил экзамен», ответил он и обижал диван. За ним благополучно гонялся разъяренный намикадзе. «Изуми, это я попросил Итачи разрешить нам принять участие в экзамене, начал Наруто и встал. Меня всю жизнь называют слабым, неудачником, позором Хакаги. Я хочу, чтобы меня называли по имени, признали за человека. Я сам не знаю, как еще не возненавидел деревню. Я вовсе хочу изменить фамилию на другую». От слов брата, красноволосый успокоился и сел на диван. Итачи же вздохнул с облегчением. «Ты серьезно хочешь поменять фамилию?» тревожно спросил Зуми. «Да. На экзамен я пойду с фамилией Зумуки. Не говори никому, пожалуйста. Помоги мне сделать все без лишнего шума», попросил Джин Чирики и сел рядом с братом. «То, что хочет сделать Наруто, очень плохо отобразится на репутации Хакаги, но, с другой стороны, никто не будет говорить о нем, как о его сыне». «Хорошо. Я заполню все необходимые документы, раз ты настаиваешь, грустно пробормотала Ники». «Изуми, у нас будут разные фамилии, но кровь ведь нельзя изменить. Мы с тобой по-прежнему будем братьями. Даже тебе так будет легче, наверное, много кто издевался над тобой из-за меня», подбодрил того мальчик. Красноволосый улыбнулся, забыв даже о том, что необходимо было избить друга до полусмерти. «Ты прав. Возможно, давление деревни снизится. Но за эту неделю я сделаю из тебя, Аса». Водушевленно воскликнул мужчина. «Ну, я как раз хотел потренировать Наруто. Раз хочешь, то можешь присутствовать, если у меня будет настроение», весело сказал Итачи. «Да ну тебя, картин надулся на Микадзе». Все в комнате дружно засмеялись. После Изуми пошел исполнять просьбу брата, а Итачи ушел оповестить о новости других генинов. Целую неделю Итачи гонял мальчиков по полигону, дрался с ним до последних сил. Изуми присутствовал редко, но тоже принимал участие и создавал ловушки, дрался с мальчишками, показывал принципы медитации Саски. Сакура же училась у Цунади. До идеального медицинского ниндюцу ей было еще очень далеко, но за это время она выучила много видов лекарственных трав и хорошо концентрировала чакру в конечностях. Принцесса Слизни не жалела силу времени, чтобы обучить столь талантливую девочку своему ремеслу. Но, к сожалению, время всегда быстро проходит. Ночью, когда все спали, Наруто впервые смог сделать Расенсюрикен, который ему еще трудно было удерживать в руке. Но он не пишет «Поздравляю, теперь у тебя новая жизнь, брат», весело оповестил Зуми и вручил младшенькому документы пропуск, где вместо намекаться было написано Узумуки. «Да, теперь я Узумуки Наруто», тихо ответил блондин. Благодаря брату, процедура по смене фамилии прошла быстро еще до начала экзамена. Шиноби из разных стран собрались возле серого здания. Он увидел Гару, которого все сторонились, даже его товарища, как будто и много других знакомых и незнакомых ему людей. Первый этап должен был быть письменным. А ума у Наруто не особо прибавилось. Но если все будет проходить точно так же, как и в его измерении, то он пройдет его. Саске ведь повезло он спокойно использует Шаринган и спишет, а Сакура сама по себе умная. Ну, Наруто, удачи! воодушевленно подбодрил Аники и хлопнул по плечу брата. Не успели Генины войти в здание, как сразу появилось много желающих проверить силу клана у Чих. Только в этот раз нечем его задеть. Все лючихи трусы. С издевкой спросил Шиноби из стороны скрытого камня. У меня нет времени драться с какими-то слабаками, холодно ответил Саске и обернулся в другую сторону. Ктату кинул в него куной, но Наруто тут же его отбил. Тебе же сказали отвалить, сказал Узумаки и грозно посмотрел на будущего противника. А это ты-то главный позор Канохи. Подключился с насмешкой другой Шиноби. Джинчирики никак не отреагировал на слова незнакомца, а пошел за Саске. Им необходимо было найти аудиторию. Брюнет незаметно для других активировал Шарингон с тремятом и увидел, что им нужно на третий этаж. Ему нравилось использовать полную силу Глаз Риннигом безусловно дает много способностей, и Учиха воспользуется им на втором этапе. В аудитории уже сидело несколько команд. Оставалось еще полчаса до начала. Команда номер семь село за третью парту. Инна буквально пожирала глазами Саске, а Сакура злилась на блондинку. Саске ее иничею больше. Поэтому она показала им анакий язык и улыбнулась. И если бы не Шакамару, кто знает, что бы произошло. Медленно-медленно аудитория наполнялась другими гененами. Ровно в девять зашли и несколько шинобей сели по периметру помещения с папками в руках. Возле доски стояла Бекимарина. Слушайте внимательно, детвора. Я буду говорить один раз. Первый этап экзамена письменный. Если вас засекут трижды за списывание вылетает вся команда. Если хоть у Кагото будет ноль за задание, команда не пройдет на другой этап. Всего заданий девять и десятые особенные, четко указывал экзаменатор. За это время были розданы билеты с вопросами. И когда последний генен получил задание, Марино хлопнул в ладоши, что означало начинало решение заданий. Нарут абсолютно не волновался о том, что будет дальше. Он спокойно сидел, смотрел в потолок. Его рассадили от товарищей, рядом сидела химота и какой-то незнакомец из стран облака. Что странное, так это то, что он улыбнулся ему и посмотрел в глаза. На листке с заданиями появились все ответы на задания. Он переписал их, после чего яркие чернила тут же исчезли, а на их месте появилось сообщение. И раки и тамаки тоже здесь. Не дуйся, лисенок. Встретимся в лесу смерти, возле огромной секвойи. Приходи один. Он сначала и не узнал одного из близняшек, ведь внешность у него была измененная. Сейчас возле него сидел страшный бородатый мужик с повязкой на левом глазу. Это был Каридо, ибо у него были серо-желтые глаза. Прикрыл он желтый глаз. Когда Узумаки незаметно кивнул, сообщение пропало. Еще никогда ему так не везло, как сейчас. Два часа он сидел и ничего не делал, только размышлял о том, что же делать дальше. И куда вляпался наш друг? Спросил Курамы блондин. Может, это аналог Акацуки? Зачем им еще запретные свитки и джинчирики? Ты ведь не зря воровал у матери чакру. Только зачем тебя убили? Задался вопросом лис. Не говори так. Я еще жив. Хм, может, они ошиблись или не знали, что ценность во мне не только из-за свитка, а чего-то другого. Предположил Наруто. Эти раки и тамаки, видимо, убили меня так жестоко. Не зря Шкариду говорит не дуться на них. Как бы мне хотелось узнать, что же затевал другой Наруто. Хм, думаю, в одном из хранилищ должно находиться что-то раз было много времени, чтобы снова перечитать пособие Фуиндицу. Но ничего кроме техник он не заметил. Но когда Лис взял ее в руки, страницы вдруг превратились из белых в черные, а поверх что-то было написано белыми чернилами. И почему мы сразу не додумались использовать твою чакру? Спросил Наруто и улыбнулся. Может, потому что после действия печати, что на хранилищах я боюсь подходить ко всему, на чем есть печать. Объяснил Лис. Он ведь за все время ни разу не касался тетради. На первой же странице высветилось, что это за тетрадь и кому принадлежит. Дневник Намикадзе Наруто. На следующей странице начались собственно записи дневника. Меня зовут Намикадзе Наруто, восемь лет. Мальчик описывал свою жизнь, полную печали, как сначала от него отвернулся отец, абсолютная бездарность, потом Кушина, которая любила сына издалека. Брат был занят многочисленными миссиями, а иногда тренировками. Мальчик наблюдал за Ники и записывал действия каждой техники и ее недостатки, а потом однажды, когда его в очередной раз избили, он выбежал за пределы Канохи. Он плакал, проклинал деревню, родного отца. Все и все называли его позором, ничтожеством и неудачником. Его даже спокойно выпустили исселение в надежде, что тот где-то по пути умрет. И однажды, когда Намикадзе забежал за горы, то увидел множество трупов, а возле них стояли двое одинаково одетых мужчин. Он впервые наблюдал за тем, как кто-то радуется чужой смерти. Блондин вышел из своего укрытия прямо к Шинобе. Все удивленно посмотрели на мальчика и подошли поближе. И что же здесь делает такое детятка? Спросил один них. Давай его завалим. Нам не нужны свидетели, предложил другой. Наруто сжал маленькие ручки в кулачки. Мне все равно убьете ли вы меня или похитите. В моей деревне с вам за это медаль дадут. Научите меня быть таким же, безжалостным и сильным, твердо сказал мальчик. Мужчины посмотрели друг на друга и сняли свои черные маски. А зачем же тебе, мальчик, сила? Спросил мужчина с серо-желтыми глазами. Чтобы уничтожить Канаху, чтобы почувствовать кровь каждого жителя, убить Хакаги, ответил Намикадзе с безумными глазами. Даже близнецы испугались намерений мальчика, но, с другой стороны, он им очень понравился. И как же тебя зовут? Твоя цель не совсем похожа на наши, но есть и что-то общее, ответил близнец с глубокими глазами. Наруто, коротко ответил мальчик. Меня зовут Каридо, а это Ирури, ответил Каридо и указал на брата. После этого мальчик часто встречался с близнецами и другими Шиноби. Он не знал, на какую организацию работает, но иногда ему поручали мелкие поручения нарисовать карту Канухи или узнать что-то о Шиноби. В их списке был Юч Хайтачи, но мальчик почти ничего не узнал. Лишь однажды он встретился с Арасисаном, основателем организации в маске. Тут дал ему самое важное задание украсть запретный свиток, который он должен был передать Тамаки и Ираки. Но блондин был очень хитрым благодаря свиткам, которые он нашел в сундуке матери в архиве. Мальчик разделил свое сознание на несколько участков, где запечатал многие вещи. Первым был меч Тацука, который он украл в главном здании Учиха. Никто и не заподозрил, что это был он. Да и ловушки активировались только на носителей чакры, а Наруто ее не обладал, точнее, не мог высвобождать. Потом создал хранилище для накопления чакры. Открыл гробницу самого Учиха Мадары, которого перехоронили на главном кладбище деревни. Близнецы как-то сказали, что хотели бы завладеть глазами величайшего Шиноби, но мальчик спрятал тело подальше от других. В его планах не было не деревни. Его учили убивать. Наруто, правда, учился в теории как зритель. Каридо научил его быть бесчувственным, а Ирори уверенным в себе. Далее воспоминания прерываются. Сегодня, 9 июля, я проберусь в архив и выполню задуманное. И все не получат по заслугам. Надеюсь, Хакаги почувствуют свой позор. Хреново, Курама. А что за меч Тацука? Спросил Наруто у друга. Этот меч легендарен. Он может навеки запечатать душу любого, кого он ранит. Это одна из главных реликвий очах, ответил Кьюби. И как ему получилось проделать такие вещи и остаться незамеченным? Спросил Узумуки. Не недооценивая его. Та техника, стена боли, скрывает присутствие человека. А те техники, что в тетради, думаю, малая часть того, что он, наверное, изучил, сказал Лис. Экзамен закончился, и мальчик оттормошил Саски. Он сел рядом. Возле Ибеки стояла Митрош и Анка. Она презрительно смотрела на Генинов. Ты что, почти никого не выгнал? Удивилась женщина, стареешь, Ибеки, но ничего, у меня останется меньшая половина. Джанчурик удивился, что пропустил десятое задание и эффектное появление второго экзаменатора. Завтра в девять возле сорок четвертого полигона. Опоздавшие выбывают, строго распорядилась Анка, после чего все начали расходиться. О чем думаешь? Спросил Саски. Пойдем ко мне домой. Там поговорим, ответил блондин. Дома как назло была вся семья, не включи Хакаги. Кушина приготовила праздничный ужин, а Изуми упаковывал подарок. Я дома, громко крикнул мальчик. К детям выбежала Кушина Изуми. Она поцеловала свое дитя в обе щечки. Молодец. Как я рада, что ты прошел первый этап, гордилась женщина. Мам, Саски у меня кое-что забыл. Мы пойдем в комнату. Попросил Наруто. Красноволосый подмигнул брату, что тот пока не рассказал об их секрете. В своей комнате Узумаки применил свою любимую технику и рассказал все Саски. Тебе же лучше будет, если мы будем действовать сообща. Если тебя застукают, попытаются убить еще раз. Ты слишком много знаешь, предложил Чеха. Я не буду тебя в это втягивать. Не забывай, что нужно как-то избежать встречи с Арчимару, ответил Блондин. Не переживай. С ним все будет проще. Главное, чтобы не укусил. Ладно, я пойду. Меня дома ждут, сказал мальчик и, как только техника развеялась выше. Ужин удался на славу. Кушина подарила своему сыну оранжевый свитер, а Изуми огромную шкатулку с кунаями. В кругу семьи Наруто чувствовал себя маленьким ребенком. Несмотря на то, что отец его не признает. Изуми узнал результаты экзамена первым. Он ожидал реакцию отца, ведь, во-первых, его младший сын буквально отрекся от его фамилии, а значит и него самого. Во-вторых, задания были решены на высший балл. Все надзиратели говорили, что мальчик ни разу не посмотрел в чужую сторону, поле экзамена проспал, что-то пописал, а потом снова продолжил скучать. Минато не мог поверить, что его младший сын прошел первый этап. Все же Ибеки умел давить на людей. Когда Наруто доел последний посмел? Крикнул Минато. Дженчурики посмотрел на отца и улыбнулся. Что случилось, дорогой? Спросила Кушина. Ты знала, что он взял твою девичью фамилию? Гневался блондин и сел за стол. Какая разница? Тебе ведь даже лучше, спокойно ответил мальчик и взял еще кусочек пирога. Ты хоть знаешь, как? Начал орать тот, но Наруто его перебил. Пап, от бремени. Скоро люди и забудут о том, что у тебя есть второй сын. Мне даже так легче. То, что мой отец в Хакаге еще больше обостряет внимание на мне, объяснил Дженчурики откусил десерт. Слово сына немного успокоили мужчину, хотя принять его поступок не мог. Кушина, услышав такое, вспылила Минато, да я похороню тебя. Как ты мог наше дитя назвать позором? Со всей злости кричала женщина. Из-за стресса женщина начала выделять чакру Кьюби. Мам, а зачем тебе Кьюби? Отдай его мне, беззаботно предложил мальчик. Оба родители удивленно посмотрели на своего сына, даже изуми потерял дар речь. Что? Что ты сказал? Переспросила женщина и продолжила. Во мне запечатан демон лис. Ты хоть понимаешь, какое это бремя? Наруто приятно улыбнулся и подумал, что Курам отличный друг, с которым можно поговорить о разных вещах, пожаловаться или рассказать секрет. Ведь он часть его, а тот часть него. Не будет ли лучше мне стать джинчурики? Твоя печать слабеет, даже сейчас ты непроизвольно выпускаешь чакру Кьюби. Для меня он не будет проблемой, объяснил Наруто и встал со другая печать, и она держалась только на силе воли чакры джинчурики. Посмотри, края печати начинают стираться. Стоит мне поставить другую печать поверх, как лис освободится. Твоя чакра очень сильная, мама, но даже тебе не под силу вечно сдерживать его силу, сказал мальчик. Хабанера понравилась идея избавиться от проклятого демона, который порочил ее тело, но с другой стороны, зачем ее сыну такое? Нет, ответила мать. Я согласен, кивнул Хакаги. Мужчина очень любил свою жену, поэтому решил, что пусть демон живет в нелюбимом сыне, которого совершенно не жаль. Что? Хором сказали Кушина изуми. Я категорически против. Наруто только-только научился использовать чакру. Он не сможет подавить его. Он твой родной сын, как ты можешь обрекать его на мучительную смерть? Кричал красноволосый. Изуми, я потом все тебе объясню, шепнул Аники младшенький. Уж потрудись, прошипел тот и встал перед мальчиком. Это дело касается только меня, Наруто и твоей мамы. Не вмешивайся, изуми, холодно ответил Хакаги. Мужчина придумал, как избавиться от сына на время. Мы сказал Хакаги. Изуми обиженно посмотрел на своего отца и за руку повел брата в свою комнату. Наруто, ты хоть понимаешь, что это уже слишком? Нервно спросил Намикадзе. Джинчирики подошел к брату или обнял его. Не переживай. Все будет хорошо. Мне даже печати как таковой не будет нужна для его контроля. Лучше скажи, что меня ожидает завтра, спросил мальчик, чтобы отвлечь брата от ненужных мыслей. Но, когда я проходил экзамен, все было немного по-другому. Скажу по секрету я буду на третьем этапе, если дойдешь. И да, не забывай свое обещание, ласково ответил мужчина и погладил брата по волосам. Он слишком любил его, из-за чего заволновался еще больше, когда услышал, что тот прошел первый этап. И зачем ему нужен демон? Правда? Вот меня, воодушевлено сказал Наруто. После этого Изуми заставил младшенького пойти спать пораньше, а сам думал, что же сделать с решением отца. Утром Изуми снова собирал брата, правда, уже на экзамен. К нему присоединилась еще Якушина. Наруто, я запихал тебе в сумку свиток с призывом. Если будет грозить опасность, то призыви меня, прошептал красноволосый. Ровно в девять стоящим. Возле входа в полигон стояло две кабинки. Значит так. Ваше задание заключается в том, чтобы отобрать свитки противоположной команды за три дня. Всего свитков два вида земли и неба. Одинаковые свитки не принимаются. После объяснений каждый представитель своей команды возьмет свиток. И да, постарайтесь не подохнуть в этом лесу. Помните, что ваши противники еще и обитатели местности. Ах да, не советую узнавать, что внутри свитка, объяснила женщина. После этого из каждой команды вышли представители и направились к кабинкам. Представителем команды номер семь был Чехасаски. Ему вручили голубый свиток, который он тут же спрятал в набедренную сумку. Каждый, кто получил свиток, сразу же входил в лес. Атмосфера местности была жуткой и мрачной. Пойдем на восток, предложил Саски. Никто не возражал. Сакуре было немного страшно находиться в подобном месте. Цунадье немного рассказала об известном полигоне, и от этого ей легче не стало. И что же мы будем делать? Спросила девушка. Предлагаю весь день понаблюдать за командами, чтобы узнать, у кого какой свиток, сказал Наруто. Думаю, это отличная идея. Но если мы будем носиться за каждой командой, станем сами приманкой для более сильного противника. «Используй теневых клонов и превратись в каких-нибудь зверей», скомандовал Учхо. Он активировал Шаринган, дабы осмотреть местность. «Саски-кон, ты овладел Шаринганом?» Удивленно спросил у Харуна. «Я всегда им владел», коротко ответил мальчик. «В ста метрах от них были какие-то шиноби». «На девять часов противники», произнес Саски. «Сакурачин, мы с тобой одна команда», начал Наруто, поэтому никому не говори о наших Саски-способностях. Девушка кивнула в знак согласия, она не понимала причины скрывать это втайне, но, с другой стороны, это не ее дело. Дети сидели в засаде, Наруто сделал много клонов и превратил их в разных жуков и зверей, отправив расследовать обстановку. «Давайте уже что-то делать», торопил Джанчурики. Ему было скучно сидеть и ничего не делать. «Потерпи немного», Наруто, попросила Сакура. «Мне тоже надоело здесь сидеть», согласился со словами друга Учхо. «Ладно, пойдем», вздохнула разволоса и встала, команда побежала на север. У них не было цели кого-либо найти. Внезапно они увидели, как шины без деревни скрытого листа убили своих противников. Свиток, который они добыли, был подходящим для их команды, но совершенно ненужным победителем. «Черт, снова не то», раздосадованно вздохнул один из них. Дети сидели в засаде. Саски с Наруто сразу узнали в длинноволосой девушке Орочимару. Они встретились с ним как раз не кстати. «Пойдем», шепнул блондин. С одной стороны, Учихи хотелось еще раз убить бывшего наставника, с другой, тот сейчас пребывает в расцвете своих сил. Тогда он был ослаблен из-за техники третьего Хакаги. Но не успели они развернуться, как в их сторону Орочимару направил огромное количество змей. «Сакура, беги, спрячься где-нибудь», приказал Узумуки. Девушка упрямилась, но все-таки отошла на несколько метров назад. «Учихи Саски», прошепел он. Змейный Санин давно мечтал заполучить силу Учихи. Итачи оказался слишком сильным для него, а вот здесь его младшенький брат. Он хотел отомстить Итачи, ведь тот когда-то создал большую проблему с помощью Аматерасу. «Саски, валим!» кричал Наруто. «Хм, будто у вас получится», расхохотался мужчина. Он призвал огромного змея и направился в сторону Генинов. Техника огромного огненного шара вскрикнул Учиха и сложил печати. Арочимару не успел увернуться и закричал от боли. За несколько минут он разодрал бывшую оболочку и показал истинный облик. «Саски», заорал тот. Он прибежал к мальчику и начал бить со всей силой. Он хотел заполучить его тело всем сердцем. Брюнету трудно было отбивать атаки противника, но из роста он пропустил несколько ударов, отчего его откинуло к стволу дерева. Наруто же решил помочь другу и создал двоих клонов. С использовать самую сильную технику Росенсюрикен. Но не успел он и близко подойти к мужчине, как тот сразу отбросил мальчика от себя. Арчимару не знал, кто такой блондин, он видел, что тот бездарность, значит, недостоин его внимания. Саски же немного пришел в себя и вытянул катану. Он пропустил через нее молнию. Изобретатель вытянул шею, как змея, и направился к мальчику, чтобы поставить проклятую печать, но Саски ударил того мечом в живот. Молния пронзила тело мужчины и немного ослабила. Саски, уйди, заорал Узумаки и метнул в сторону Арчимару Росенсюрикен. Тот не успел даже увернуться. Техника Наруто не убьет Арчимару, ведь тот славится очень хорошей живучестью, но ослабит на несколько месяцев точно. Возле противника образовалась огромная воронка из чакры, его тело покрылось многочисленными кровоподтеками. Мужчина посмотрел на Саски с Наруто, которые стояли возле него безумными глазами. Ему захотелось еще больше получить Саски, а главное прикончить какого-то сопляка, который посмел так изувечить его. Саски вынул белый свиток из кармана Шиноби и быстро побежал. Не хотелось ему попасться под руку разъяренному Санину. Наруто послал клона к Сакуре, а сам последовал за другом, который спрятался под корнями дерева. Теперь только не попасться ему на глаза, пробормотал очиха и спрятал второй свиток в сумке. Тело мальчика саднило, ведь Санин много раз его ударил. Ему так повезло, что тот недооценил детей, ведь Рачимар владел ужасными техниками. Не бойся, я направил клона следить за ним. Сакура идет к нам. Пересидим здесь день-два, а там пойдем к зданию, ответил Джин Чирики. Он вытянул свою огромную аптечку и дал другу мятную мазь. Она обезболивала и быстрее убирала синяки. К аптечке ведь прилагалась инструкция использования, которую написал лично изуми. Джин Чирики не боялся теперь Рачимару, а вот то, что и за ним охотится, забыл. Саски растер мазь по животу и левому бедру. А потом попросил Наруто, чтобы тот помог ему со спиной. Когда Сакура пришла, Учиха благополучно задремал. Она умилялась своим идолом. Напротив укрытия команды стояло двое шиноби из стран облака. Они гадко ухмылялись, ведь считали за позор, что не прибили какого-то мальчишку. Наруто, как только увидел таку Мираки, побледнел. Вставай, Саски. У нас снова проблемы, тревожно шепнул Джин Чирики. Какие еще? Спросой не спросил мальчик. Когда молния пронзила дерево, дети едва остались живы. Саски поймал ее и откинул в сторону. Теперь он понял, что значит слово проблемы. Он сразу же активировал шарингом. Кто они такие? Коротко спросил Брюнет. Они когда-то убили меня, тихонько ответил блондин. Наруто немало потратил чакры на теневое клонирование, а также на Рысин Сюрикен. Потом он вытянул чистый свиток и нарисовал печать любимой техники, после чего кинул под ноги незнакомцам. А вот и ты, маленькая дрянь. «Как ты вообще выжил?» спросил мужчина с синими волосами и кайрями глазами. Хидин стены боли, прошептал мальчик, после чего возле шиноби образовался куб, который их скрыл. «Я могу их убить?» Равнодушно спросил Саски. «Если сможешь, то валяй. Я на пределе, эта ловушка сдержит их на несколько минут, разрешил Наруто. Саски пустил в небо несколько шаров огня, тем самым разоблачая свое местонахождение. Он хотел использовать технику, которая почти не требует чакры. «Саски, зачем зря теряешь время?» «Нас заметят, а у меня сил почти нет», спросил изумуки. Небо из небесно-голубого превратилось в темно-синие. Саски продолжал посылать огонь в небо, пока не начал идти дождь, а потом и вовсе сверкать молнии. «Отпускай их!» «Все готово», уверил Брюнет друга. Наруто коснулся места, где предположительно была стена куба, отчего техника рассеялась. Мужчины стояли злые. Им просто хотелось убить мальчика. Один из них воспользовался техникой кровавого тумана, отчего местность заполнил густой туман. Учиха поднял вверх руку, отчего с неба сошло мифическое существо из молнии. Мальчик направил ее в сторону противника, отчего послышался протяжный крик. Туман рассеялся, оставляя обугленные трупы. Многие заметили столь необычное явление. Поэтому слабые убежали подальше, а сильные шиноби, наоборот, поближе. Надзирателям тоже было интересно, кто применил столь редкую и в то же время красивую технику. Тучи разошлись, а молния пропала. Рука Саски сжималась. Ему немного трудно было контролировать Кирин. Но он очень любил стихию молнии и тренировал ее каждую ночь по несколько часов. В отличие от Наруто, тело маленького ребенка было хорошо натренированным и отлично высвобождало чакру. Он почти вернулся к тому уровню, которым владел после встречи с Арачимару. Наруто больно ударил друга по голове, идиот. Здесь Сакура, да и многие к нам собираются, упрекнул Саски Узумуки. Саски понял, в чем его ошибка, и подошел к дрожащей девушке. Он сначала применил гендюцу, чтоб та подумала, что уже пребывала под ним, когда увидела столь ужасные вещи. После Наруто закинул на спину подругу, и вместе с Учхой они убежали в другое место, где Узумуки снова применил стену боли. Сакура, приди в себя, словно после кошмара. Саски ты, как? Зайкалась она. Ты уже отошла от гендюцу? Спросил Брюнет. Харуна посмотрела на мальчиков удивленно. Ей казалось, что все, что она видела, по-настоящему, это было гендюцу. То есть ты не убивал никого? Судорожно спросила разволосая. Эй, Сакура, не делай из него всесильного. Мы попались на гендюцу. Саски сначала помог мне, а потом тебе. Этот шиноби из скрытой страны облака просто хотел нас обезоружить, солгал джинчирики. Сакура поверила товарищу и спокойно вздохнула. После, когда стемнело, генены нашли другое, более надежное убежище под другим деревом. Наруто и его клоны сделали насыпи из земли, чтобы никто их не нашел. Первый день экзамена был очень трудным, поэтому вся команда сразу уже уснула. Второй день, генены просто отсиживались в своем укрытии. У Сакура были с собой питательные пилюля, которые еще и утоляли голод, а у Саски с Наруто было по две фляги воды и бента. Много шиноби проходили возле их укрытия, но они сидели тихо, а иногда и не дышали вовсе. Один случай все же заставил испугаться их всех мимо проходи песчаный гара, который шел позади товарищей. Джичури Кишу как обнаружил их и хотел направить песок на них, как Ктато позвал его. А вот и тот странный чудило молвил Ктато издалека. Тимари посмотрела на своего младшего брата с ужасом. Ей было страшно находиться рядом с ним, а конкур осмотрел того смертника, который посмел показаться перед голодным гарой. Они даже пытались напасть на него, кидали куна и сюрикены. Но песок защищал того. Когда красноволосому мальчику надоели эти игры, он махнул рукой, и песок окружил троих шиноби из скрытого тумана. Песчаный гроб безразлично произнес джинчурики и сжал пальцы в кулак. Кровь брызнула ему на лицо, отчего тот безумно улыбнулся и забыл о своей цели. После этого он спокойно продолжил свой путь. Сакура очень испугалась, но, к счастью, у нее был немой крик. Она закрыла ладошкой рот и попыталась чаще дышать. Для мальчишек же убийство не было чем-то пугающим, но они были рады, что Гара обошел их. Для того, чтобы бороться с ним, еще не пришло время, да и впечатлять девушку они не хотели. укрытие и побежали в противоположную сторону от Гары, на запад. За четыре часа блуждания они нашли необходимое здание. Там никого не было. Саски кинул на крест два свитка, вследствие чего возникла печать призыва. На месте появился Ирука. «Поздравляю вас с прохождением второго этапа на Чунина», радостно поприветствовал учитель. Он не знал, кого они победили, и каким образом его ученики достали свиток, но был искренне рад, что дети живы и здоровы. «Почему нам нельзя было открывать свитки?» спросила Сакура. Умина улыбнулся. Все же Харуна была очень любознательной девочкой. Каждый этап экзамена учит главным принципом Шиноби первый это добывать незаметную информацию, решать проблемы командой, думаю, и Беки объяснял его смысл, второе же для того, чтобы Шиноби выполняли свою работу, не задавая лишних вопросов. В этом свитке могла храниться важная информация или же ловушка. Для вас главное было доставить его, не интересуясь, что внутри, или какая его цель, объяснил учитель. Но что же происходило с теми, кто все же открывал свиток? Любопытствовала девочка. Они теряют сознание на три дня. Это их наказание, ответила рука. Желаю вам достичь побед в следующем этапе, покажите, особный. После этих слов учитель исчез. Саски подошел к двери и резко ее толкнул. За ней оказались несколько команд, которые посмотрели на входящих. Никто ни на кого и не думал нападать, ведь на втором уровне за ними наблюдали члены Анбу. Команды номер семь подошли к стенке. Дети присели и облегченно вздохнули. Когда к ним подошел Тачей, то Гене нам стало еще легче, ведь теперь они точно в безопасности. каких-либо ран у брата он заметил ссадины на животе и спине, у Нарут оказалась немного повреждена правая рука, а девочка, к счастью, была невредима, правда, испугана и измучена. Мужчина не удивлялся, почему она напугана. О том инциденте, что произошел день назад, говорят все шиноби. Каждому было интересно, кто владеет столь сильным дюцу, а оно это ли вообще? Вскоре ученики заснули. В девять утро Сучха разбудил свою команду. Их построили в шеренгу. Спереди стояли командиры. Вошли Анка, новый экзаменатор, а в конце Хакаги со своей свитой. Ему до жути хотелось посмотреть, как опозорится Сучха. Его сын самое слабое существо в мире, которое непонятно как прошло второй этап. Для главы государства приготовили удобное кресло. По бокам, спереди и сзади стояло четверо Анбу. Нарут опознал только двоих своего брата, мазку которого видел много раз и хатаки Кукаши, у которого был специфический цвет волос, как и у Изуми. Анка посмотрела на результат второго этапа и довольно усмехнулась, после чего ушла. «Меня зовут ГКХ, и я ваш новый экзаменатор», молвил мужчина и закашлялся. «Запомните важные правила. Во-первых, здесь вы можете использовать почти любое оружие, во-вторых, противник считается проигравшим, если он сдался или умер, в-третьих, я могу остановить бой, если мне покажется это разумным, в-четвертых, мои решения неоспоримы». После этого все участники вышли на второй уровень, ожидая своей очереди, и чтобы понаблюдать за другими. Каждого из них интересовало, какой участник самый сильный, а какой наоборот. В фалоритах был пока что Пустын и Гара. Хакаги смотрел на своего сына и ему впервые было интересно, на что тот способен. До этого этапа прошло десять команд, а это всего тридцать человек. Рядом с ним стоял его любимый старший сын, верный помощник и сильный шиноби. Он очень им гордился. До начнутся боя, громко созвал Минат и Сиди. После этого на табло появились первые участники. Бои были как очень короткими, так и длинными. Кариду и Рури было трудно сражаться, ведь за ними наблюдал Итачи. И если они покажут свои способности, то тот сразу же попытается их поймать, если не во время экзамена, то после. Но противники тоже не были слабными. Помимо Молнии, Кариду использовал еще огонь, а и Рури воду. Хотя старший близнец больше любил стихию Молнии. Против него был шиноби из скрытого тумана. Он сразу же применил технику кровавого тумана, и все поле боя закрыл густой туман, из-за которого ничего не было видно. Техника химеры пространства проговорил Момич из тумана. Вокруг появились склоны, которые атаковали шины без облака. Он не мог понять, откуда противник атакует. Ведь, даже увидев хоть кагото, он не смог его атаковать. Секрет техники в том, что конденсат, который создается из-за повышенной влажности, служит своего рода призмой, и чакрой противник создает разные химеры, которые невозможно задеть, а вот использующий может даже убить ими. «Где ты, черт, тебя подери!» крикнулся рожелто глазой. Мужчине надоело, что его тело словно иглы пронзают. Умереть от такого он не умрет, а вот упасть в обморок вполне может. Те иглы забирали у него чакру. Решив, что больше стоять без дела нельзя, Кариду решил действовать. Хидин техника безликого феникса, сложив печать, начал дышать огнем. К удивлению других, он не был оранжевого цвета, а небесно-голубого с серым оттенком. Еще чуть-чуть, и Мамич бы сгорел живьем. У этого огня температура свыше тысячи градусов по Цельсию. Его спасло только то, что он вовремя увидел, что хочет противник сделать. Туман рассеялся, а на стене осталась дыра в виде птицы с синими контурами. Бой восхитил каждого, а Наруто даже не мог поверить, что это те весельчаки и братья, которые были немного не в себе. Наконец-то показался, довольно промолвил Кариду. Шиноби из тумана боялся техник противника. Техника в одной броне морского повелителя произнес в спешке Шиноби, и все его тело покрылось огромным слоем воды. Теперь огонь не был для него помехой. Только Мамич очень сильно ошибся. Ведь Шиноби из стран облака в большинстве обладают стихией молнией, и Кариду воспользовался этим. Одним пальцем он накопил природные чакры родной стихии и выпустил маленькую шаровую молнию. Такой вид явления преследуют все, что движется, и огромным количеством. Поэтому Шиноби из тумана даже и сам не понял, как вырыл себе могилу. Прекратить бой, крикнул ГК. Если бы не экзаменатор, участник бы умер ужасной смертью, а так всего лишь отделался ожогами и шрамами от молнии. Медики выбежали на арену, чтобы забрать раненого. Как только кто-то вмешался в поединок, победа стала очевидной. Победитель Кари из стран облака, его братец дрался следующим. Ему попался противник из листа. Он умело использовал огненные техники, но они были очень слабыми по сравнению с теми, что использовал его брат. В отличие от Аники, он спокойно победил противника, используя стихию воды. Сначала он создал водяных клонов, после чего послал их противнику, но их благополучно уничтожили. Вода, которая разлилась вследствие развеянной техники, очень была кстати. Шуми из листа не учил этого внимания, и, как только он сконцентрировал чакру, чтобы создать печать, Ирури опередил его. Техника водяной тюрьмы спокойно пробормотал тот, и вокруг шиноби образовался плотный шар из воды. Он медленно-медленно забирал воздух изнутри, пока тот не потерял сознание из-за недостатка воздуха. Экзаменатор проверил, жив ли участник. Когда он заметил, что тот без сознания, то улыбнулся. Ему нравились чистые без крови или убийства боя. Победитель Ира из страны скрытого облака довольно объявил Гэка. Когда Итачи отвлекся на своего братца, которого чем-то снова дразнил, в бой пошла Сакура против Тимари. Но мальчик не смотрел на бой. Он улизнул от общего внимания, чтобы поговорить с близнецами. «Кариду и Рури, вы такие классные», восхищенно восторгался он. «Ой, лисенок, а где твой цербер?» шутливо спросил Ру. «Занят братом», ответил блондин. Кариду наклонился к мальчику и вручил ему куны странные формы. «Что это?» спросил изумуки. «Ты обязан победить, не зря ж мы тебя так натаскивали. Покажи, на что способен», говорил мужчина с серо-желтыми глазами. Потом Джин Чирики побежал к своей команде. Он не мог понять, кто для него эти близнецы друзья или враги. Сакура проиграла кунаичи из песка. Ее тело было в мелких ранениях из-за режущего воздуха. В это время Наруто осмотрел куны на наличие каких-либо печатей, но он оказался обычным. Через несколько боев пришла очередь Саски. Он уверенно спустился вниз. Ему необходимо было драться с Шиноби не очень приятно, но вынужденная мера. Итачи начал всерьез переживать, ведь это был брат самого Шису, Маруя, который очень рано пробудил Шаринган и считался одним из самых талантливых в клане. Не хотелось бы драться со своим родственником, печально произнес мальчик. Красивая Лисья посадкала глаз, маленькая круглая личика. Мальчик был удивительно красив. На его глазах было только два тумая. Тогда давай проведем красивый этот бой, используя все возможности. Ведь так мы не запятнаем честь нашего клана, предложил Саски. Саски Кон, негоже с родственниками драться, начал Маруя и поднял руку, экзаменатор, язда. Мальчик не успел закончить предложение, как Саски быстро подбежал к нему и закрыл рот. Все же он унаследовал характер своего Аники, который очень любил людей, семью, а главное деревню. Ты хочешь унизить меня? Спросил мальчик из команды номер 7. Маруя посмотрел на своего родственника и улыбнулся. Он слишком сильно напоминал Лису. Ладно. Будь по-твоему, только не обижайся если что, хорошо? Спросил мальчик и отбежал от родственника на несколько метров. Саски улыбнулся и кивнул в знак согласия. Он видел своего противника несколько раз, ведь тот проводил много времени в полиции или на миссиях. Техника большого огненного шара крикнули хором мальчики. Из огня создалась стена в помещении и тут же стало жарко. Затем Саски вытянул катану и активировал шаринган, который превосходил посилие его родственника. Ого, Саски кон, у тебя аж три это мая. Аитач кон говорил, что ты даже его не активировал, продолжал восхищаться противник. Итач и сам был удивлен, из-за чего открыл рот. Он ни разу не видел, чтобы тот использовал шаринган. Мару и кон, Итач и сам не знал об этом. Истинная шина бескрывает информацию о своих техниках до последнего, проинформировал Лучха. Саски побежал к родственнику и делал точные резкие удары. Противнику оставалось только отбиваться кунаем. Но долго так продолжаться не могло он схватил мальчика за ворот футболки и перекинул через себя. Мару и вытянул Сюрикена и метнул в сторону Саски. На кончике каждого из них была привязана тоненькая проволока. Саски знал об особенности Сюрикен дюцу своего клана, потому вместо того, чтобы поворачиваться, он был сильным мальчиком. Техника огненного цветка дракона мальчик пустил Сюрикены, которые тут же запылали словно фейерверки. Атака была слишком масштабной, что даже ему было трудно увернуться. Саски не хотелось использовать элемент молнии, но и проигрывать втородичу не хотел. Кусанаги Нотсурогичи Даригатана меч превратился в клинок из молний. Саски без труда отбил атаку и с огромной скоростью напал на Моруи. Когда он использовал чакру своей стихии, его скорость увеличивалась. Моруи знал, где будет его сородич, но просто физически не мог увернуться. Да и из-за секунды помешательства забыл, что это было главной ошибкой. Когда за ним стоял Саски, который приложил катану горлу, мальчик поднял руку вверх. Я проиграл, спокойно улыбнулся он. Победитель учх Саски запинался экзаменатор. Это ты тогда применил ту красивую технику? Шепнул Моруи. Какую? Спросил победитель. Из неба словно сошло какое-то божество. Это ты тогда применил. Учихи выходили на второй уровень. Нет, Моруи, я лишь немного могу использовать молнию. Я не способен на такое, соврал Саски. Ответ мальчика удовлетворил проигравшего, отчего он поблагодарил Саски за подарок и убежал к своей команде. Благодаря их бою, он еще более развив силу своих глаз. Тебе придется многое мне рассказать, пригрозил Итачи. Победителей не судят, кратко ответил мальчик и улыбнулся. А ты, Наруто, постарайся не пройдуть сразу. Фи, какой надменный. Сигото победил один раз, картин надулся Наруто. Долгое время отходились от боя у Чехшина без скрытого облака. После них никто не мог удивить своим мастерством. Узумаки Наруто против Нузу Кэбэ, объявил экзаменатор. Йоху, как повезло, обрадовался Кэбэ и быстро побежал на поле боя. Наруто же показалось, что ему наоборот не повезло. Ведь как он будет драться с ним всерьез. Иди, Наруто кун, ласково сказал Итачи, ты победишь в любом случае. Ведь сейчас твой отец будет смотреть на тебя. Блондин вздохнул и медленно пошел к месту боя. А вот и главный неудачник, правда, Акамару насмехался Инузука. Начинайте, поторопил экзаменатор. Хакаги даже встал, чтобы посмотреть бой сына. Джин Чирики отбежал на приличное расстояние. Он знал, что предпримет Кеба. Но Инузука побежал к нему и начал наносить удары. Но Тадюцу противника было ниже уровнем, нежели Узумуки. Блондин сам начал нападать, периодически попадая в живот или грудину. Собачник отбежал, чтобы отдышаться. Это ж надо, какой ты неудачник, что родной отец отрекся от тебя, съязвил тот. Наруто сжал пальцы в кулак. Он решил, что точно Изабе бьет своего противника. Гатсуга выкрикнул Кеба и вместе Сакамару закрутился вихрь. Эта атака немного задела Наруто, из-за чего тот упал больно на спину. Так дело не пойдет. Делись, Наруто, рявкнул Курама, мы не можем проиграть этому слабаку. Наруто вдруг пришла блестящая идея. Как только Инузука отбежал, дабы приготовиться к новой атаке, Наруто применил свою когда-то любимую технику. Техника превращения. Мальчик превратился вне полноценного лиса. Сзади блондина развивались девять длинных хвостов. В каждом из них он сконцентрировал чакру Кьюби. И когда тот начал нападать, смеясь от глупой выходки противника, Узумаки поймал его и пса хвостами, обездвиживая при этом техника теневого клонирования, возле него появился точно такой же клон. Итачи активировал шарингом. Он чувствовал чакру Кьюби, как и изумий, но Саски вовремя отвлек его. Аники у меня очень сильно болит живот, простонал он. Подожди, Саски, попросил тот и посмотрел на скорченное от боли лицо младшего брата. Второй клон концентрировал чакру в руке, формируя хаотичный поток в виде шара. За несколько минут образовался полноценный рассинган. Ухакага аж глаза на лоб полезли. Хвостами Наруто приблизил к себе почти вырвавшего мальчика и сблизив дистанцию до минимума, после это развеял технику превращения. Киба не успел опомниться, как противник чуть не попал в него странным образованием из чакры. Минато мгновенно схватил сына за руку. Узумаки посмотрел на него удивленно, но с другой стороны понял, что повреждения у противника были бы слишком велики. Господин Хакаги, вы вмешались в ход боя, начал Гэка. Победитель и так есен. Урон от этой техники был бы огромным, у мальчика были бы повреждены все органы, ответил Минато. Намикадзе посмотрел на своего сына и понял, что какой же должна быть ненависть к нему, раз тот решил использовать его же технику при нем. Отец, отпусти пожалуйста, попросил Джинчирики, я не собирался ее использовать на Кибе. Победитель Узумаки Наруто торжественно объявил экзаменатор. Кибе посмотрел на своего противника со всей ненавистью. Еще бы он не победил, ведь сам Хакаги встал за него, со злостью проворчал мальчик. Как ты смеешь говорить такое при Хакаге? Упрекнул Какаши, который всегда ходил тенью за главой деревни. Победителя не судят, кратко бросил Минато. Ему хотелось поговорить с сыном. У меня тоже есть честь. Раз Кибе считает, что я победил нечестно, я согласен снова сразиться с ним прямо сейчас, твердо решил блондин. Ладно, но помни, что если ты проиграешь, Наруто, то победа будет за Инозу Кибой, предупредил экзаменатор. Мальчик кивнул в знак согласия. После этого все, кроме Наруто и Кибы, вышли на второй уровень. Наруто решил закончить все по-быстрому, поэтому вытянул свиток. Кибы тут же начал на него блондин создал много клонов. Когда он дорисовал печать, то сразу уже развеял предыдущую технику. Фуиндицу врата сомнения, сказал Наруто и кинул под ноги противника свиток. Возле Кибы образовались огромные ворота с ужасными статуями. В отличие от нормальных ворот, входные двери их были сделаны из зеркала. Всем было, включая Зуми и Хакаги, интересно, для чего они вообще? Кибы и Акамару попытались обойти их, ведь своим внешним видом они пугали Шиноби. Но не успел он из шага сделать, как возле него образовались тонкие нити из чакры, которые не разрешили покинуть территорию возле ворот. Из зеркала вышел двойник Инузуки. Наруто, честно говоря, и сам не очень знал действия этой техники, но решил понаблюдать. Киба смотрел в зеркало с ужасом эту мощнейшую гендюцу. Снаружи казалось, что тот просто смотрит на ворота, но на самом деле мальчика морально подавлял его двойник, заставляя сомневаться во всем. «Ты же слабак, знаешь же, что продул ничтожество», говорил двойник. «Нет!» крикнул тот в ответ. «Тебе не стоит существовать, ведь мир это одни сплошные страдания», продолжал тот. Наруто заметил, что тот подозрительно вытянул куну и горько заплакал. «Черт!» тихонько выругался блондин и тут же развеял технику. «Еще немного, и тот бы покончил жизнь самоубийством на глазах у всех». Дженчурики подошел к кибе и забрал куны. «Курама, дай ему немного чакры!» «Вдруг он еще под гендюцу», попросил блондин. Узумаки поставил ладони на голову противника и закрыл глаза. Чакра Каюби быстро влилась в тело мальчика, и тот наконец-то распахнул глаза. Тело, которое что-то сковывало, вновь было свободным, его согревала теплая чакра. Инузика начал блеем и не отходить от действия столь ужасной техники, но не мог понять, почему тот ему помогает. «Зачем?» — коротко спросил тот. Все зрители смотрели за действиями сына Хакаги, экзаменатор даже забыл объявить победителя. «Я не не использовал, она в любом случае навредит тебе», ответил блондин и убрал руки. Узумаки протянул ладонь своему противнику, чтобы тот встал с колен. Поступок Наруто удивил Кибо, и он понял, что никогда нельзя недооценивать противников, какими бы они ни были. «Побеждает Узумаки Наруто», хрипло отозвался экзаменатор. Наруто радостно побежал к своей команде, хотя в душе его мучила совесть. Хакаги стремительно подошел к своему младшему сыну. «Успокойся! Лучше уж гендюцу, чем фарш из органов, подбодрил лист друга». От слов Кьюби блондин немного успокоился. Только стремительно шаги Тачи отца его немного насторожили. Саски вздохнул с облегчением, ведь до этого времени его старший брат пытался узнать, когда и как тот овладел стихией молнии и активировал шарингом. И Тачи первым подошел к своему ученику. «Поздравляю!» промолвил Брюнет и погладил мальчика по голове. Он не успел что-либо у него спросить, так как пришел Хакаги. «Наруто, пойдем со мной!» попросил тот. Джин Чирики спокойно последовал за отцом. Хакаги сел на свое кресло, а Анбу снова стали по местам. «Нас никто не подслушивает!» спросил Минато. «Нет!» кратко ответил Зуми. «Поздравляю с победой!» искренне сказал Намикадзе. «Спасибо!» смущенно ответил мальчик. «Надеюсь, если ты еще не таишь на меня обиды, мы сможем поговорить о многом сегодня за ужином», предложил Хакаги и улыбнулся. «То, что всю жизнь ты меня ненавидел, дало меня стимул стать сильнее. В моем сердце много черноты, пап, но...» запнулся Наруто. «Я понимаю. Я был слишком несправедлив к тебе, постараюсь вернуть твое доверие». Затем Джен Чирики пошел к своей команде, где они наблюдали за другими боями. Еще одним впечатлительным был бой между Рок Лигарой. К сожалению, мальчик повторил ту же судьбу, что и в другом измерении. Хинати тоже немало досталась от своего родственника. Следующий этап будет проходить на главной арене соревнований Канохи ровно через неделю проинформировал экзаменатор победителей, после чего все Шиноби разошлись кто куда. Дома Наруто встретила Кушина. Она обняла младшего сына и поцеловала в макушку. «Как прошел экзамен?» ласково спросила женщина. Джен Чирики сел и вздохнул. Только сейчас он понял, как много всего произошло. Он надеялся, что теперь отец будет относиться к нему более лояльно. «Все хорошо, мы с Саски прошли дальше», измученно ответил мальчик. «У тебя ничего не болит?» Красноволосая села рядом. «Все в порядке, мама. Я просто устал». Ему необходимо было поспать. Поэтому Наруто молча пошел сначала в ванную, где принял теплый душ, а потом в свою комнату, где уснул. Ему необходимо было подписать договор с жабами, ведь не за горами а бой с Гарой, которого он должен вразумить, а потом и подружиться. Утром Джин Чирики проснулся, потому что почувствовал жуткое жжение в животе. «Курама, что происходит?» тревожно спросил мальчик. «Одна из печати ослабла, соответственно, это задевает и другие», ответил лис. Наруто закрыл глаза. В своем подсознании он нашел проблемное место. Это оказалось печать черного и белого дракона. Но он не знал, что делать преобразовавшейся чикурой. «Снимай печать, иначе ты умрешь из-за разрушения сознания», крикнул Курама. Изуми пошел будить младшенького и увидел, как все тело мальчика покрылось многочисленными печатями. Живот блондина был красным, а сам мальчик мучился от боли. Красноволосый побежал к брату и положил руки на живот. Он пытался проникнуть в разум брата, чтобы узнать, что за печать находится в нем. Но сначала у него не получалось, какая-то сила отталкивала его. «Наруто, у нас проблемы», крикнул Курама. «Ты всегда так говоришь. Открывать печати еще не время. Я просто не справляюсь с их силой», ответил мальчик попытался вспомнить, каким образом можно наложить печать. «Ты не понял. К нам кто-то пытается ворваться». Он не мог поверить, что его брат страдает раздвоением личности, а еще ощущал внутреннего чакру демона лиса. «Что? Не пускай его, слышишь?» ответил Наруто, складывая непонятные печати на руках и что-то шепча при этом. Намикадзе сконцентрировал много чакр и все же смог прорваться в сознание младшего брата. То, что он увидел, сразило его просто наповал. Позади Наруто стоял огромный рыжий лис, который что-то ему говорил. Мальчик в свое время перебирал разные печати на руках. Он стоял перед вратами со странным рисунком. «Наруто, что происходит?» только спросил Зуми. «Курама, я же просил, негодовал у Зумуки. Ты забыл, что люди из твоего клана отлично могут блокировать мою силу?» упрекнул друга Кьюби. «Как такое возможно?» «Мама мужчина присел. «Если можешь, помоги лучше удержать ту печать. Потом я все тебе объясню», ответил Джин Чирики. Изуми прокусил палец и нарисовал на руке иерогли в башне. Он подбежал к вратам и приложил ладонь к печати. Вместо дракона начал появляться рисунок огромной башни, которую окружали десять солдатиков. После этого Узумаки почувствовал, что все в порядке. «Объясняйся», строго приказал красноволосый. «Понимаешь, когда меня мама родила, Кэйби, видимо, пытался вырваться, но так как тогда у мамы была сильная печать, она разделила его на Иниянь. В ней остался Иен, а мне передала Синьку Рамы, так зовут Лиса, лгал мальчик. Ты думаешь, я в это поверю? А как ты еще объяснишь, что мы с мамой оба джинчурики? Кэйби живет во мне всю жизнь, и я смог поладить с ним, разделить много печальных моментов. Он заменил мне всю семью, которая, как ты помнишь, отвернулась от меня, упрекнул брата Зумуки. Так ты из этого не мог использовать чакру? Виноват и спросил Анике. Теперь-то он понял, почему его младшенький был задумчивым и странным. Он в жизни бы не поверил, что такое вообще возможно. Наруто, в тебе умер отличный актер, съязвил Лис. А ты предлагаешь сказать ему, что другой я умер, не узнав радости жизни, а мечтаю разрушить все и вся. Это же убьет его, ответил Джин Чирики. Да. Тогда Курама непроизвольно повредил мои каналы чакры. Мне понадобилось много времени, чтобы они восстановились и смогли подстроиться под специфическую чакру моего друга. Для всех вас он демон Лис, Куби, а для меня самый близкий друг, почти родитель. Он показал мне, что такое ненависть и как от нее могут изменяться люди. Мы друг друга дополняем. Наверное, ты прав, ответил Красноволосый. Он понял, где его брат спрятал свиток. Никто и никогда в жизни не догадается. Ведь не зря же говорят, что невозможно найти то, что спрятано на видном месте. Но так как его брат не использует свиток в каких-либо целях, мужчина решил не говорить о своей короткое время он слишком сильно его полюбил. Наруто, ты запечатал в себе что-то? Почему эта печать так отобразилась на твоем теле? Вдруг спросил Зуми. Мальчика вызвали к столу. Это не то, что ты думаешь. Там запечатана моя чакра. Из-за того, что ее стало слишком много, она начала выходить сквозь печать. Мальчик встал. Аники помог ему. Он не мог рассказать ему о том, что на самом деле прячется в его теле. Не сейчас, когда какая-то организация охотится за ним. Однажды много людей умерло из-за него. Теперь Наруто не позволит случиться подобному еще раз. Если хочешь, я поставлю печать, которая будет высвобождать чакру из хранилища. Когда запас чакры иссякнет, то тебе больше не придется бояться о том, что печать ослабиться, предложила Ники. Давай после завтрака. Если мама поднимется, то мы быстро спустимся. После вся семья, включи Мината, приступили к трапезе. Кушана как обычно приготовила много разных блюд. Намек от Десташи улыбался, говорил о разных мелочах. Это была настоящая идиллия. Изуми повел младшенького в горное озеро, которое находилось в пещере горы, что окружало деревню. Там он чернилами нарисовал два круга. В центре были иероглифы на древнем языке. Печать была очень сложной. Мужчина на спине написал в четыре столбика иероглифы, которые обозначали четыре стихи огонь, вода, воздух и молния. На плечах спирали, от которых проходили по две линии до указательного пальца. Наруто было щекотно, и он много смеялся, мешая брату работать. На груди он нарисовал символ луны, а на животе солнце. Готово. Теперь сядь в центр круга и расслабься. Попроси Кураму, чтобы впустил меня в твое сознание, приказал красноволосый. Анбу немного нервничал, ведь знал о подобной печати только в теории. Обычно Изуми использовал одну руку для наложения печатей, но в этот раз две. Когда он сложил печать серебряного волка, проник в сознание брата. Из его руки выпрыгнул огромный волк, который влетел в прежнюю печать. Рисунок сильно изменился. Башня напоминала решето, много кирпичиков исчезло, а из десяти солдатиков осталось ровно пять. Волк сидел возле здания. Снаружи странные символы начали собираться к спиралям луни и солнцу. Они сделали своего рода каемочку для рисунков. Эта результатом. Как ты себя чувствуешь? Спросил Анике. Наруто встал, печати снова исчезли. Да так же, ответил мальчик. Попробуй воспользоваться той чакрой. Наруто закрыл глаза и попытался сконцентрировать поток белой чакры в правой руке, а черной в левой. Ударь вон тот камень. Наруто приложил обе руки к камню. Из правой вырос мох, а левой рукой он превратил часть камня в пыль. Странно, зато теперь все отлично, радостно промолвил Зуми. Наруто понял, для чего его предшественнику такая чакра. Белая чакра может подарить жизнь, а черная ее отобрать. Но формируется исключительно на эмоциях. И, поскольку от камня осталась только пыль, негативного было очень много. Когда Ники вышел из пещеры, Наруто перешел в режим девятихвостого. Он хотел узнать, где находится Рачимару. Мальчик хотел предотвратить предстоящий переворот. Но на удивление не смог найти даже капли змеиной чакры, зато заметил подозрительное скопление отрицательной в глубине горы. Изуми, крикнул блондин. Красноволосый вернулся к младшенькому. Его терзала совесть за то, что он, его родной брат, отвернулся от него, когда тот так нуждался и в нем, а главное, что Диман-Лис стал для него роднее, чем отец и мать. Что, Наруто? Спросил рассеянный мужчина. Вид брата встревожил Узумаки, поэтому он подошел к нему обнял. Чего грустишь? У меня к тебе еще одна просьба, начал мальчик. Проси что хочешь, ответил Узуми и погладил брата по голове. Пора ему было уже снова изучить контроль синь чакры. Насколько я помню, в Анбой есть специальное оружие, которое отбирает чакру противника. Да, есть такое. Его часто используют для того, чтобы во время перевозки преступника отобрать у него почти всю чакру. Такие вещи обычно у тех, кто проделывает маршруты к тюрьме. А зачем тебе? Достань меч или палку с такими же свойствами, пожалуйста. Я объясню тебе, зачем мне это нужно, попросил мальчик. Мужчина глубоко вздохнул и использовал призыв. Через несколько секунд Анбу стоял почти голым, он носил только узкие штаны. Его тело было отлично натренированным. Слева от большой грудной мышцы на все плечо была татуировка в виде черного дракона. Изумикун сладко пропел мужчина в маске. Намикадзе побледнел, как только услышал голос незнакомца. Черт, это ж надо, как ошибся, взволнованно пробормотал себе поднос Намикадзе. К нему мягкой, грациозной и почти бесшумной походкой подошел дракон. Еще никогда Наруто не видел такое испуганное лицо брата. Как же отменить призыв? Риторически спросил мужчина сам себя. Он пытался и развить технику, но ничего не получилось. А кто это? Насторожился Наруто. Анбу подошел к тому, кто его призвал, и неприлично обнял того. Изуми сконцентрировал всю чакру, которую только имел, и ударил незнакомца в живот. Но, к сожалению, тот тоже не был дураком и также сконцентрировал чакру только в области живота. Красноволосым казалось, что он ударил бетонную стенку. Как тебе не стыдно, Изумикун? Томно спросил мужчину и цокнул языком. Отойди, Наруто. Это мой самый худший кошмар. Узумики подумал, что это противник, и сделал клона, который концентрировал чакру в его руке. Когда Росинган был готов, он побежал к странному и почти обнаженному незнакомцу. Но тот, даже не глядя, схватил его за запястье. Твой это то. Какой милый. Манеры у вас на одинаковом уровне, сказал с хрипотцой дракон. Изуми попытался хотя бы связать анбу цепями, но тот быстро превратил большую часть в дым. Изумикун, мы не настолько знакомы, чтобы ты приковывал и понял, что, коль тот может превращаться в дым, значит, его слабость это ветер. Потому, призвав к себе клона, он заставил его применить его еще раз технику клонирования. В левой руке клоны смешивали природную чакру воздуха и его собственную. У мальчика не было цели поражать противника, только отпугнуть. Странный звук заставил анбу все же обернуться к блондину. Если не отпустишь меня и брата, то я убью тебя, пригрозил Наруто. Техника маленького мальчика поразила изумий и дракона. Тот выпустил из рук огромную кипу дыма, но тот сразу же развеялся. Воздух интересно. Ну, попытайся, если силенок хватит, откровенно веселился мужчина, но не стал поворачиваться к блондину спиной. Отпусти изумий, я не хочу, чтобы его задело. Давай так, мальчик. Если эта техника меня впечатлит, я отпущу твоего милого братика, а если нет, то заберу с собой, согласен. Ты что, не той ориентации? Удивился блондин. Изумий горько посмотрел на младшенького, подтверждая догадку братца. Впереди валун. Действуй, кратко приказал брюнет и обернулся. Это будет дорого стоить джинчирики, если он воспользуется этой техникой без режима отшельника или силы к юбе. Но он не хотел давать в обиду ослабевшего брата. Блондин кинул рассенсерикин в сторону указанного камня. Масштаб разрушений занял огромную территорию. Анбу обернулся на странный звук. Если бы он был дымом, то его бы разнесло по миру. Техника была слишком мощной, даже для него, если бы он просто стоял и смотрел. Узумыки скорчился от боли. Такая сила немного повредила ему кость и мышцы на левой руке. И прежде, чем что-либо услышать, он попытался высвободить больше белой чакры. Чакра друга тоже может помочь, но он решил испробовать на себе действие белого дракона. Все предплечья засияло прозрачным огнем. Ранения вмиг исчезли. А ты интересный, брат Изуми, с энтузиазмом пробормотал Брюнет и отпустил Аники Наруто. Ладно, зачем ты меня призвал, Изумикон? Ты же вроде клялся, что в жизни не призовешь меня, даже если будешь подыхать от самой страшной смерти, спросил дракон и присел и не хотел. Рюсон, вам бы уже прекратить издеваться надо мной. Кого и зачем ты хотел призвать? Мне нужно было чакире, оружие, которое вы используете, чтобы избавлять от чакры, ответил Намикадзе. Действие чакири Изуми знал не по словам. Рю часто использовал его, дабы ослабить Красноволосого. Он был очень странным, проявлял повышенное внимание к сыну Хакаги. Дракон был его первым командиром, пока тот не перевелся под командование сначала Хатаки Кокаши, а потом и Учихи Итачи. Анбу владел улучшенным геномом стихии земли и воздуха дымом. Для чего тебе чакире? Может, я могу помочь? Спросил Брюнет. Я хочу научиться контролировать синь чакру, ответил забрата Узумуки. Очень интересно. Видимо, ты в курсе последствий действия природной чакры. Откуда, если не секрет? Рю подошел к блондину. Мужчина наклонился и посмотрел в глаза мальчику. В свитках читал. Врать не умеешь, шепнул тот. Я научу тебя, если изуми проведет со мной один день. Ты с ума сошел? Хором ответили братья. Брюнет искренне засмеялся. Да и как ты меня научишь, если этого мастерства учат только на горе мебоку? Неверующий спросил Наруто. Ты думаешь, существует только жабье искусство отшельника. От существования той горы ты мог узнать или от Джирайсона, или Хакаги, но существуют множественные вариации познания контроля природной чакры, объяснил мужчина. Но Джин Чирики все равно ему не поверил. Ну, так что, изуми, ты согласен? Намикадзе было интересно, что это за режим отшельника. Он слышал, что его бывший командир владеет им и поэтому решил согласиться. Хорошо, я согласен только без приставаний. Рюй снял свою маску и вальяжно ее откинул. Мужчина оказался удивительно красивым, его кожа была словно фарфоровой, без единого изъяна. Возле левого глаза была маленькая родинка. Глаза его все были как у змеи желтые и с вертикальным зрачками. Анбо закрыл глаза, и все его тело начало покрываться черно-серебряной чешуей, а ногти на руках удлиняться. За несколько минут тело мужчины сильно преобразилось, мышцы стали чуть крупнее, а взгляд хищнее. Это пример высшего змеиного искусства дракона. Но как? Даже Ора запнулся блондин и понял, что слишком много говорит. Знаешь о Рочимару? Хотелось бы встретить того змея. Интересно, что делает в тебе Кьюби? Спросил мужчина. Ситуация выходила из-под контроля. Изуми стал перед братом. Рюсон, прекратите говорить подобные вещи. В моем брате нет никакого девятихвостого, протестовал Изуми. Изуми, если он действительно овладел искусством отшельника, то может чувствовать не только чакру, но и намерение человека, определять его жизненную энергию, сказал Джин Чирике. Мальчишка прав, подтвердил Рюй. Складывается такое ощущение, что ты овладел когда-то таким Джирайя намекнул Курама. Мне Джирайя рассказывал. Мальчик, я уже говорил, что ты не умеешь врать, да и Джирайя, как и Арачимару, не полностью овладел искусством отшельника, так что таких вещей не умеют, категорично отрицал дракон. Кто ты такой? Блондин посмотрел на дракона и вздохнул. Я Узуума Киноруто, сын четвертого Хакаги, намекает Заминато. Это кто научил тебя той технике? Я сам создал Руссен Сюрикен, вновь ответил Джин Чирике. Мужчина очень удивился, ведь слова блондина оказались истинной. Это правда, Руссен? Спросил Зуми. Да. Хотя я не могу поверить, что какой-то молокосос мог создать столь сильную технику, пробурчал Анбу и развеял природную чакру, вернувшись в изначальный вид. Затем троица покинула горы и направилась в деревню. Вид брюнета смущал не только Зуми, но и всю деревню. Как ни крути, щеголять полуголым не входило в рамки приличия. К тому же, Руй все время потрунивал над бывшим подчиненным, приближаясь все ближе и ближе к нему. Наруто же хотелось проверить догадку насчет ориентации возможного учителя. Когда те дошли до дома Хакаги, мальчик вдруг применил самую неожиданную технику. Техника гарема, на его месте появились трое обнаженных и высоких блондинок с весьма внушительными формами. Но, как и ожидалось, никакой реакции не последовало, кроме несильного удара от брата. Не применяя столь похабную технику на улице. Лицо красного Намикадзе очень понравился брюнету, поэтому он одобрительно кивнул ученику. Интересно, «Все ли отшельники извращенцы, или это мне так везет?» Риторически спросил изумики и вошел в дом. Изумикун, принеси свиток для подписи контракта с призывными животными, попросил Рюй. Мужчина свободно присел на диван, который был в гостиной. На маленьком столике стояла чашка с зеленым чаем. Спустя некоторые времена Намикадзе принес огромный свиток зеленого цвета с красными полосами по бокам. «Жалко, что твой призыв медведь. Тебе бы так подошла гремучая змея», расстроенно вздохнул Брюнит. «Ладно, раскрой свиток Нарутакун и кровью напиши свое имя, поставь отпечатки». Блондин знал, что делать, но решил ничего не говорить, ведь дракон наблюдал едва ли не за каждым его вздохом. Мальчик раскрыл огромный свиток, на котором было огромное количество отпечатков тех, кто подписывал контракт. Последним был Нами Кадзаминато. Джин Чирики проделал все необходимые манипуляции. «Отлично, а теперь выйдем-ка на улицу. Посмотрим, что у тебя за лягушка будет», спокойно позвал мужчина. Нарута оставил свиток, пошел вместе с братом и учителем на улицу. Ры показал, какие необходимо складывать печати и алгоритм призыва. «Техника призыва», громко произнес Узумуки. На месте появился взрослый Гамакичи. «О, какие люди! Как я!» Хотел было поздороваться он, как на него запрыгнул Нарута. Лягушка не могла понять, почему его друг выглядит как ребенок и что за люди стоят возле него. «Продолжай», строго приказал Брюнет. «Как такое может быть?» тревожно спросил Нарута Курамы. «Гора мебоку этого другое измерение. Как ты думаешь, почему ее найти не могут? Постарайся как-то объяснить призывному, чтобы тот не трепал лишнего», сказал Кьюби. «Нарута Кун, это наши враги. Ты же сам их прикончить можешь. Это же для тебя как два пальца об асфальт», гордо продолжал Жаб. Мальчику хотелось убиться об стену. Ситуация все больше и больше заходила в тупик. «Ты знаешь этого мальчика?» Снова спросил Рюи. Дракон так и знал, что здесь что-то нечисто. «А как же не знать ги?» хотел было ответить Гамакичи, как Нарута его остановил. «Гамакичи, не говори ничего», приказал блондин. «Интересно, как ты можешь знать это животное, если даже не заключил с ним контракт?» Спросил Анбу и подошел поближе. «Нарута, почему они спрашивают такие вещи?» «Ты ж известен на весь мир», недоумевает лягушонок. Узумаки хлопнул себя по лбу. Он не знал, какую в этот раз отмазку придумать. «Скажите нам, чем же он так известен?» «Я новенький в этой деревне и вел скрытый способ жизни», соврал тот и улыбнулся. Джин Чирики посмотрел на своего друга грозно. Он герой четвертой мировой войны Шиноби. А также герой Канохи, это ж в каком бункере нужно было находиться, чтобы не знать? «Кстати, Нарута, а ты куда пропал?» «Все тебя обыскались», «Высоким был. Нарута хотелось умереть. Что он теперь скажет брату и странному учителю?» «Как же ему хотелось, чтоб тебя приняли все за бред?» «Но было же только три мировые войны. Ты что-то путаешь?» «Моему брату всего четырнадцать», утверждал Зуми. «Это Гендюцу, Нарута». «Так вот чего ты как ребенок выглядишь, а то я уже испугался», спокойно промолвил Гамакича. «Ладно, я расскажу всю правду», тяжело вздохнул мальчик. «Изуми, только присядь для начала. Правда тебе не понравится». Красноволосый сел на землю, а возле него присел и брюнет. «Я действительно Нарута Узумаки, только не тот, которого вы знали. Я из другого измерения. Там, откуда я прибыл, я с самого рождения был Джинчирики Кьюби, которого во мне перед смертью запечатал Йондаеми. Там у меня не было семьи, даже тебя, брат. Времена были неспокойными. Я не хотел бы рассказывать о них детально. Так случилось, что противник объявил Четвертую мировую войну, из-за которой впервые в истории мира все страны объединились. Я принимал участие в этой войне. Что-то не сходится. Зачем кому-то объявлять войну? Противник должен иметь огромную военную мощь. Нужна была серьезная причина, недоумевая Рюи. Изуми же перебывал в трансе, ему было интересно, куда делся его младший брат. Этот противник имел в союзниках Зицу, который спокойно создал своих полноценных копий. Целью этой войны являлись Кьюби и Хачиби. Тогда я и джинчурики восьмихвостого остались единственными носителями хвостатых, остальных убили, извлекаями зверя. Противником была организация под названием Акацуки. «Хочешь сказать, ради вас двоих затеяли кровопролитную войну? Зачем? Ну, убили бы вас, вы не стоите жизни и многих умерших», скептично относился ко всему сказанному дракон. Узума Кихмура посмотрел на учителя. «Ты прав. Если бы можно вернуть всех умерших, я бы отдал жизнь за это. Но план этой организации был, я не буду рассказывать». Он понимал, что после его слов падет тень сомнений на очах. «Если ты хоть слово расскажешь о войне и нашем противнике, Гамакичи, я не знаю, что с тобой сделаю. Сколько тебе на самом деле лет, и сколько было, когда ты принял участие в войне?» Тихо спросил Узуми. «Сейчас двадцать. Когда принимал участие, было шестнадцать». Узумаки развеял технику призыва. «Прости, Изуми. Такова правда. Я рад, что в этом мире у меня появилась семья». Рейсон думает, что для меня эта война прошла бесследно. Но на самом деле мертвые глаза погибших товарищей, людей, которые меня признали, которые молили о помощи, а я не мог помочь, снились мне каждую ночь. Намикадзе посмотрел на своего брата. Он не мог поверить то, что услышал. «Что случилось с моим настоящим братом?» Только спросил мужчина. Как бы мальчику не хотелось рассказывать об этом Манике, но ему стоит знать правду. Его убили шина без облака. Он похитил свиток и спрятал, ответил Наруто. Лицо красноволосого помрачнело, его сразу же захлестнуло чувство вины. Ведь его младшенький был только ребенком. Рю обнял своего бывшего подчиненного. Наруто увидел глаза брата и убежал прочь. Он боялся снова увидеть глаза, полные горя и печали. «Курама, почему, как только я обретаю семью или друзей, я тут же их теряю?» «Может, мне стоит уйти, никому не сказав?» «Глупец! Это не так! Но из деревни стоит уйти, иначе тебя будут пытать», предложил Курама. Кьюби искренне было жалко своего дженчурики, вся жизнь у него полна только печали, и как только появились проблески белой полосы, он снова попал во тьму. Лис не мог понять, как в сердце Наруто не поселилась ненависть. «Я так больше не могу! Я не могу видеть больше горя! Я Курама, я приношу только несчастье», грустно чтобы не сойти с ума. Видеть тех, кто не умер, значит вспоминать свои ошибки и слабость. Но перед этим Узумаки решил выполнить то, что задумал образумить Гару. Найти будущего Казикаги не составило труда. Ведь Курама знал, какая чакра у Гары. Красноволос изжал песком как Гаташинаби. В глазах жертвы был испуг, но он ничего не мог крикнуть. «Отпусти его!» крикнул Наруто. Гара проигнорировал его. Поэтому Узумаки вошел в режим девятихвостого. Рукой из чакры он схватил мальчика. Тот, наконец, повернул голову в его сторону и удивился. Песок не мог сдержать мощь чакры неизвестного. «Кто ты такой?» гневался Гара. Шукак обушевал. Он страшно ненавидел Кураму. «Твой будущий друг» уверенно произнес Узумаки Он скривился так, словно съел лимон. Друзья нужны для того, чтобы в итоге предать. «Любить нужно только себя, сражаться ради себя, жить ради своего удовольствия», утверждал Шиноби Песка. Ка-как Гара смог освободиться. Наруто решил, что общественности не стоит видеть их бой, и сразу же применил технику стены боли. «Чтобы уйти отсюда, тебе придется победить меня». Шукаку все время давил на него, из-за чего тот часто держался за голову, стараясь унять головную боль. Наруто подошел к Гарри и коснулся его головы. В подсознании мальчика почти не было печати, которая хоть как-то сдерживала хвостатого. «Привет, Шукаку!» «Давно не виделись», радостно попроведствовал Узумуки. Позади Гары стоял однохвостый, который влиял на подсознание своего Джинчирики. Он сидел возле Шукаку и плакал. Наруто подошел к нему и улыбнулся. «Гара, не плачь! Я могу избавить тебя от контроля Шукаку!» «Отстань!» Отмахнулся мальчика и выкинул блондина из своего сознания. Песок окружил Наруто. «Ты думаешь, только тебя называли монстром, боялись люди, кидались камнями или избивали до полусмерти? В моем сердце тоже была понимаешь, что всем им необходимо умереть, исчезнуть с лица земли. Если ты убьешь всех, то с кем будешь разговаривать? У тебя даже не останется смысла жить. Ради себя? Ради удовольствия? Жизнь в одиночестве подобна аду. Ты ничего не понимаешь. Одиночество не ранит так, как предательство, ответил печально красноволосый и коснулся рукой своей груди. Он понимал, что блондин чем-то прав, но не мог забыть свое детство, когда его хотел убить родной отец, как единственный, кого он любил, Яшамру, тоже его предал, назвал монстром, от которого необходимо избавиться. В целом мире найдется хоть один человек, который будет любить тебя со всеми твоими изъянами, верен тебе, не смотри ни на что. Мы с тобой не монстры, а просто особенные. Меня ненавидели еще до того, как я стал джинчурики в этом мире. Я сам не понимаю, за что люблю эту деревню. что все они живы, улыбаются каждому дню. Ты поймешь, когда ты полюбишь жителей своей деревни всем сердцем, а они тебе. Гарро впервые засомневался в жизненном кредо. Ему хотелось почувствовать хоть капельку любви, познать радость обыкновенной жизни. Слово противника очень задели его. То, о чем ты говоришь, возможно в моей судьбе? Неверяще спросил мальчик. Ему так хотелось поверить в слова сына Хакаги. Конечно же. Тебе стоит немного приложить труда, покорить сначала своих брата и сестру, а дальше и другие потянутся. Покажи, что сила, которая таится в тебе, создана не только для убийства, но и для защиты. Ведь песок это любовь твоей матери, а не демоническая сила, уверял Узумаки, да и разве мы с тобой не можем быть друзьями? Гарро улыбнулся. Слово друга проникали в самое сердце, очищая его от черноты. Он понял, что хочет жить ради Кагото, иметь другую цель в жизни, а не жить для убийств. А у тебя есть друг, который принимает тебя таким, какой ты есть, не боится твоей силы? Поинтересовался Гарро. Наруто улыбнулся. Да, есть. Он знает, так и убей, и знает, что, что бы ни случилось, я никогда не причиню ему вреда, даже если потребуется переломать все кости. Он доверяет мне, и я ценю это. Вот я верю, что ты не навредишь мне, если будешь считать другом, а не врагом. Дженчурики однохвостого подошел к Узумаке и протянул мизинец. Тогда давай поклянемся вечной дружбе, неуверенно предложил собаку, но... Наруто искренне засмеялся. Ведь в прошлой жизни Казикаги протянул ему ладонь для рукопожатия, отчего он почувствовал себя ребенком. Сейчас же все наоборот. Наруто сжал мизинец друга своим и большим пальцем коснулся к большому пальцу Гары. Клянусь, 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 в два голоса говорили мальчишки. Блондин снял действия своей техники и вышел из режима к юбии, а Гара забрал песок. Ему хотелось бы пригласить друга домой, но может ли он называть его своим другом? Поэтому Наруто пошел вместе с Гарой, которому хотелось извиниться перед Тимари и Конкура и познакомить их своим первым другом. Они жили в огромной квартире, которую им оплачивала страна. На полу сидел Конкура, который скручивал свои марионетки, а рядом Тимари, читавшая свитки. Конкура, Тимари, начал мальчик и отвесил низкий поклон, извините меня за все. Двое родственников посмотрели на своего младшего брата с удивлением. Обычно он угрожал им по нескольку раз на день, что убьет и глазом не моргнет, а тут позади стоял какой-то блондин. Ты чего, Гара, не нужно, уверял Тимари. Она все еще боялась брата и не могла поверить в его слова. Познакомьтесь, это мой друг Узумаки Наруто, представил родственникам Гара. Блондин улыбнулся и махнул рукой. У твоих родственников странное увлечение. Хочешь, я тебе деревню лучше покажу? Предложил Наруто. Гарл молча кивнул, после чего двое мальчиков ушли. А Тимари и кукольщик были в немом шоке. Их брат улыбался, нашел друга, извинился. Они слишком многое увидели в своей жизни. Поэтому сразу же последовали за младшим братом. Оказалось, не только они следили. В кустах сидел еще один красноволосый мужчина и возмущенный полуголы бронет рядом. Целый день Наруто показывал другу город, рассказывал разные истории, угощал любимым блюдом, которое Гарл не решился испробовать. Ему очень нравилось общество блондина. Люди не смотрели на него, как на чудовища. Тогда он еще больше решил добиться такого же результата в своей деревне. «За нами следят», констатировал факт Наруто с забитым ртом. Он доедал мороженое. «Знаю». «Я и ты, дженчурики, мощь своих деревень», ответил Гара. «Да не, они следят за тобой потому, что ты их брат. Они волнуются, как бы я ни оказался каким-то гангстером или работорговцем». «Мой брат тоже сидит в кустах», шутил блондин. Красноволосый засмеялся. Ему было так весело, когда тот применил технику Гарема на командире своей команды, который хотел погнать того на тренировку. Целый день был наполнен весельем. Он даже хотел научить его той странной технике. Подглядывать за женщинами в бане Гара не разрешил Наруто, ибо стеснялся, а потом, как оказалось, надзиратели тут же вышли из своих мест и стукнули мальчишек по голове, чтоб тем не шли пошлые мысли. Старшие дети Казикаги даже забыли о былом страхе и улыбнулись беззаботно младшему брату. Тем, кто ударил Наруто, оказался Руи. У мальчика, верная, появилась трехэтажная шишка на голове. Эй, Рюйсон, чего вы так сильно бьете моего брата? Возмутился Изуми. Дракон повернулся к нам и Казикаги и подошел поближе. Тебя я буду нежна, а его сильно, слащаво ответил Брюнит. Потом подошел Итачи Саски. Ну, Наруто. Снова та техника, возмутился старший Чхо. Девушки обескуражили мужчину, а так как рядом с ним было то-то-то, то еще и пристыдили. Бежим, крикнул блондин и побежал. Он улыбнулся самому себе, ведь, наверное, это его последний день в Канухе. Теперь Наруто стало легче. Ненависть друга немного угаснет, и он сможет зажить спокойной жизнью, полюбить других, стать прекрасным Казикаги. Вечером, когда Гара пошел домой, Наруто не знал, что ему делать. Домой возвращаться он боялся, поэтому пошел в лес, чтобы переночевать возле какого-нибудь дерева. Ему хотелось есть, но все деньги, которые только были у Зумаки, он потратил на друга. Поэтому, голодный и остывший, мальчик отправился в заброшенный лес. Джин Чирики не смотрел под ноги, а просто думал, как остановить странную организацию. «Ти ведь снова придут за ним, точнее, за свитком». Изуми встал перед братом, чтобы забрать его домой. Каким бы он ни был, мужчина слишком сильно полюбил его, пускай он не совсем ему родной. Блондин ударился головой о грудь на Микадзе. Тот тут же прижал братца к себе. Он не знал, что такое мировая война, но понимал, что для любого человека это психическая травма на всю жизнь. Мужчине было очень жаль своего настоящего брата. Но уже ничего нельзя вернуть назад. Наруто пойдем домой, ласково позвал Зуми. Мальчик посмотрел на Аники и до сих пор не знал, что делать. Я не могу, печально ответил блондин. Я, значит, провел с этим извращенцем целый день, натерпелся его домогательств, а ты не хочешь идти. Красноволосый скривился. Наруто засмеялся от реакции брата, ему стало немного легче, что тот его воспринимает за близкого человека. Зато весело было. Ты мне должен, строго сказал на Аникадзе и повел брата в пустой дом. Он приготовил ужин. Изуми, я ведь начал блондин. Перестань. Ты мой брат, из какого измерения бы не пришел. Мне жаль моего умершего брата, и я лично убью тех тварей, которые так поступили с ним. Но ты тот, кто стал мне настоящей семьей. Мой брат ненавидел людей, хотя мы сами виноваты, невесело промолвил Изуми. Я читал дневник бывшего меня. Он ненавидел людей из-за титула отца. Поэтому и хотел уничтожить канаху, связавшись не с теми людьми. Ненависть всегда заполняет сердце слабых и тех, кто познал боль. Здесь нет твоей вины. Если родители не смогли принять собственное дитя, то как другие смогут. Мальчик доедал уже вторую порцию риса. Я не знаю, что сказать. Как бы мне хотелось извиниться перед младшеньким, обнять, изуми сжал кулаки. Так кто эти шины без облака? Ну, они давно мертвы. Не переживай, их постигла страшная смерть, коротко ответил Узумики закусил жареной свининой. Как так? Когда ты их убил? Удивлению парня не было предела. Нет, не я. Это тот мифический зверь из молнии убил этих двоих. Я владею стихией ветра. Если у тебя ветер, а у Саски молния, ты хочешь сказать, что он тот, кто владеет столь мощной техникой. Это не техника. Это всего лишь природная чакра стихии, он не затратил на ее контроль ни капли чакры. Скажу по секрету, Саски тоже из моего измерения. Его тоже убили шина без организации. Изумий схватился за голову. Если, не дай бог, Итачи узнает о подобных вещах, то точно сойдет с ума. В отличие от него, он любил Саски с того дня, как тот родился. Что за организация? Снова Акадский? Красноволосый убрал посуду со стола? Нет. Я не знаю. Прежний я работал на них, чтобы уничтожить конохос лица земли. Ненависть полностью захлестнула его. Я вспомнил только главного о России и двоих членов, которые работают на него. Они придут за мной, чтобы получить свиток. На этом экзамене что-то точно произойдет, объяснял Узумуки. Рюсан, поэтому я хочу научиться владеть режимом отшельника снова. Курама почувствовал присутствие дракона сразу же. Дым тут же начал приобретать цвет, а потом превращаться в человека. Неплохо. Я научу, как и обещал. Только не жди поблажек. У нас мало времени, строго ответил Рю. Изумир зазлился не на шутку. Своего бывшего командира он хотел уже как минимум убить. Целую неделю мальчик учился контролировать природную чакру. Ему повезло еще, что не было необходимости медитировать, ведь его тому научил брат. Вот без встречи с деревянной дубинкой, которой его одаривал учитель, не обошлось. Наруто был едва лень весь в синяках и ссадинах. Однажды намекадзе не смог больше смотреть на избиение брата и вспылил Рю, ты моего брата скоро добьешь. Нет ли другого способа изучения? Прошипел от злости мужчина. Дракон ухмыльнулся. Если хочешь в качестве сувенира каменную лягушку, то я могу прекратить, самодовольно отозвался учитель. Чего? Непонимающе спросил Зуми и посмотрел на брата. Это правда. Если процент природной чакры перевалит выше моей собственной, я стану превращаться в лягушку, а потом закамению. Такой метод обучения был у меня и на горе Мебаку. Фу Касакусан очень часто пинал меня, ответил Наруто и улыбнулся. Правда, улыбка вышла кривой из запухшего лица. Ее богу, изуми, чего ты как мать с малым детям носишься? Еще раз вмешаешься и я буду тренировать его без тебя, пригрозил Брюнит. Намекадзе закрывал глаза, стараясь не смотреть на то, что делают с его братцем. Зато эффект сразу давал о себе знать. Наруто смог войти в режим отшельника на последний день тренировки. Его глаза обрамляли оранжевые круги, а зрачки напоминали жабьи. Наконец-то видишь, изуми хороший пинок залог успеха. Изуми начал сомневаться насчет того, что его методика действительно помогла. Так вот, значит, какой он режим отшельника? Твой внешний вид, Наруто, почти не поменялся, в отличие от некоторых. Что ты чувствуешь? Спросил брат, проигнорировав слово бывшего командира. Блондин искренне улыбался своему успеху. Я могу чувствовать чакру каждого в деревне. Природная чакра дарует огромную силу тем, кто ее использует, ответил Джин Чирики. Наруто рассказал обо всем брату и учителю, о том, что приблизительно хранится в его теле. Рано или поздно необходимо было снять печать. Айзуми, который прекрасно владеет Фуиндицу, должен помочь ему. С Саски что двое людей знают о них правду. Учихи было все равно главное, чтобы Итачи не пронюхал. Двое мальчиков обдумали последующий план действий. На следующий день Наруто и Зумири пошли на арену для боев. Ради этого Намикадзе заставил дракона надеть верхнюю одежду. Мужчины сели в первые ряды, чтобы хорошо видеть все бои. Участники выстроились в одну шеренгу. Перед ним стоял Гэко Хаэто. В этом измерении его не убили, так как план Ирачимару провалился еще на втором этапе. Из-за техники Наруто он вынужден был укрыться в убежище восстанавливать каналы чакры. Только благодаря своей живучести он выжил. Хакаги и Казикаги сидели и смотрели за боем. Глава Песка знал, что бой его младшего сына будет зрелищным, ведь он машина для убийств, а значит, будет много крови. Первые поединки прошли почти незаметно сначала Тимари против Шакамару, который отлично провел стратегию, но решил сдаться, потом Нэджи против Рури. К сожалению, последний проиграл из-за того, что ему заблокировали все танкетцу, и он не смог показать всю мощь своей силы. Это сражение было коротким, ведь Хьюго решил не заморачиваться с противником. В этом мире он уважал главную ветвь, ценил Хиното Сама, которая понимала его, называла учителем. Он не сильно ранил девушку в предыдущем поединке. Наруто искал Кариду. Старший из близнецов не ожидал, что его младшего брата выведут из строя. Весь план пошел коту под хвост. Они вдвоем должны были украсть Наруто и разрушить полдеревни. Кариду крикнул запыханный блондин. Что, Наруто Кун? Ласково спросил мужчина. Он знал, что с мальчиком ничего не случится. Отдаст цветок, а дальше пойдет с ним и братом путешествовать. Скажи, вы сегодня задумали напасть? Не волнуйся, мы сделаем все как надо. Те люди познают настоящий ад. Тебе придется пойти с нами после экзамена, мужчина погладил мальчика по лицу. Стой, Кариду. Не делай этого, попросил Узумуки. Брюнет удивленно повернулся к другу. Он не мог понять, почему тот теперь защищает свой личный ад. Почему? Ты бредишь? Вы погибнете, если захотите напасть на Канаху. Здесь все Анбу, половина клана учих, в том числе Итачи и Шису, Хакаги, корни и другие. Как ты узнал? Арасисан говорил, что здесь только Хакаги. Такого не может быть, не верил Брюнет. Он доверял своему господину, ведь тот вытащил их из настоящих глубин Тартара. Пойдем, я покажу, мальчик взял за руку Брюнета. Сквозь маленькую щелочку Наруто начал показывать. Смотри, первым ряду сидит мой брат, а рядом Анбу, который владеет высшим змейным искусством. Ты же знаешь, на что способны такие люди. Последние ряды корень Анбу ниже Чихих Юга. Да и тот, кто убил моих обидчиков, был у Чихасаски. Этот мальчик. Не поверю ни за что на свете. Он может повелевать молнией, как и ты. Поверь мне, не стоит этого делать. Я попрошу отца, чтобы вас приняли сюда. Вы с братом сможете зажить хорошей беззаботной жизнью, предложил Наруто. Кариду не мог поверить, что их предали, оставили здесь на верную смерть. Ты хороший ребенок, Наруто кун. Но мы обязаны расисану и исполним его волю. Действия близнецов начали приобретать тот же характер, что и поступок Хакура Дезабузы. Нет. Вы для него просто пешки. Не делайте этого. Молил Узумуки. Поверь, в этой жизни все устроено так, как в шоге или шахматах. Мы еще неплохо прожили ее. Мы, как пешки, обязаны защищать короля. Такова жизнь. Даже для тебя мы тоже являемся объектом для мести, объяснил Кариду. Ты не прав. Для меня вы первые друзья. Если бы не вы, я бы не смог жить дальше. Я не хочу никому мстить. Пожалуйста, оставьте эту идею. Вы сможете обрести здесь новую жизнь, найти людей, которые будут любить вас так же, как и я. Вам дали жизнь, чтобы вы ее прожили до конца, без сожалений. Вы нужны мне. Пришла очередь боя Наруто. И, к сожалению, его противником был Кариду. Вот это поворот. Если победишь меня, я оставлю мысли насчет плана России, и мы останемся с тобой, а если нет, то наоборот, предложил мужчину и вышел из комнаты. Мальчик же остался и принялся накапливать природную чакру. Его ждали на поле боя. Экзаменатор хотел уже присудить техническую победу Кариду, как тут выбежал Наруто. Брюнет решил не щадить мальчика. Ведь на ком поставлено действительно очень многое. Кариду вышел в истинном облике. Ему не было страшно, что его заметят. Он хотел, таким образом, чтобы Итачи его остановил, если он зайдет далеко. Командир седьмой команды буквально соскочил со своего места. Он знал, что Наруто не справится с противником. Он слишком силен. Начали, торжественно произнес Гэка. Кариду сразу же призвал огромную кошку из молнии. Ируми попросил врачей вывезти его, чтобы посмотреть бой брата. Он сильно удивился, увидев, что тот сражается с Наруто, тем более используя одну из своих сильнейших техник. Если ты победишь ее, то есть шанс, что и меня, спокойно сказал мужчина. Внешний вид мальчика его немного обескуражил. Против стихии молнии была действенна только стихия ветра. Кошка напала на мальчика, но Наруто попытался высвободить чакру своей стихии ладонями. Та была слабой, поэтому смогла только оттолкнуть зверя. Отбежав немного, Джин Чирики сделал двух клонов. Использовать силу Кураму нельзя. Ты думаешь, я буду стоять и ждать? Со скептицизмом спросил Брюнит. Он направил кошку к мальчику. Ее скорость была просто огромной. Еще чуть-чуть, и его бы задело. Наруто сконцентрировал огромное количество черной чакры и чакры ветра и тем самым сокрушил половину животного, которое тут же восстановилось. Чтобы ему не мешали, мальчик направил сильный удар в землю, отчего та раскололась. Бой все больше и больше восхищал. Это обескуражило противника. Когда Рассен Селикин был готов, он бросил его в кошку, которая прыгнула вверх. Брюнит не учел масштабности техники. Огромный вихрь чакры стихии ветра полностью уничтожил молнию, оставляя посреди поля огромную воронку. Кариду изначально не хотел драться всерьез с мальчиком, но и проигрывать не хотел. Он обязан выполнить свой план. Наруто приблизился к противнику на огромной скорости, наносил четкие и резкие удары. Мужчина не всегда успевал отбивать их. Ему мешало удивление и смятение. Брюнит пустил в сторону противника несколько шаровых молний. Узумаки пытался от них увернуться, но те преследовали его. Кариду же преграждал путь противнику. Две попали в спину блондина, содрав полностью футболку и оставляя огромные ожоги. Итачи держали двое, а Изуми и вовсе трое. Это было избиение младенца. Но Дженчирики не собирался так просто сдаваться. Он упал и попытался сконцентрировать белую чакру в области спины. Экзаменатор подошел к нему и посмотрел на урон. Победитель хотел уже сказать Гэка, но лечение быстро закончилось, и блондин сильно ударил Кариду в лицо, из-за чего тот буквально впечатался в бетонную стенку. Больно, очень больно. Кариду стало жаль, что он хотел убить мальчика. Наруто подошел к противнику и поставил печать на стенку. Они вдруг исчезли из виду зрителей. Узумаки обнял своего друга. Кариду «Почему ты хотел убить меня?» Мужчина посмотрел в небесно-голубые глаза мальчика. Они всегда были полны грусти и ненависти, а теперь жалости, добра, искренности. «Я не хотел. Я должен выполнить свою миссию», ответил Брюнет и попытался вытянуть чакру из друга, чтоб тот свалился от усталости. «Не делай этого. Ты превратишься в камень», предупредил Наруто и ударил по рукам друга, «Это синь чакра». «Ты не понимаешь?» «Понимаю. Я не хочу терять вас. Если тебя убьют, мое сердце снова наполнится ненавистью. Я хочу жить простой жизнью, радоваться с друзьями хорошими моментами, делиться грустными. Ты умрешь зря. Подумай об Рури. Разве он заслуживает такой смерти? Здесь вы будете в безопасности, станете шинобе, которыми будут все восхищаться». Наруто вдруг пришла в голову гениальная идея. Он применил свою любимую технику гарема. «Ну, Кариду сама, пожалуйста», молили пять блондинок и прижимались к ослабевшему мужчине. «Ты, Наруто!» «Вот гад», смутился Кариду, у которого текла кровь из носа, это запрещенный прием. В отличие от Рури он был полным извращенцем и частенько наблюдал за голыми девушками. «Если согласишься, я буду перед тобой в таком виде, покажу лучшее место для подглядываний», искушали дамы. «Путь к сердцу мужчины лежит через четвертый размер груди обнаженной блондинки. Еще никогда не подводила, даже когой купилась, но это, правда, в другой вариации». «Обещаешь?» спросил вдруг Кариду. «Да-да», сладко молвили девочки, прикусывая пухлые губки. «А можешь теперь в брюнетку?» «Ах ты, извращенец!» шутливо молвил мальчик и дал хорошую затрещину другу, после чего снял действие техники. Зрители увидели красного шиноби, у которого шла кровь из носа. Один бог знает, что блондин вытворял с ним. Но Итачи, кажется, понял, в чем секрет победы, и сам покраснел. Победитель Узумаки Наруто торжественно объявил экзаменатор. Кариду, немного отошедший от впечатлений, вместе с Наруто пошел Карури тут тоже дал хорошую за трещину брату за то, что тот хотел убить лисенка. Старший близнец объяснил все брату, после чего они оба улыбнулись и вместе наблюдали за остальными обоями. Итачи первым подошел к странным зрителям. Наруто, тебе лучше все объяснить, пригрозил Итачи. Итачи, это мои друзья Кариду и Рури, весело познакомил их друг с другом блондин. Странные у тебя друзья. Они хотели убить тебя и похитить, скептично промолвил Лучхо. Они ж не знали, что ты мой командир. Вот и подумали, что хочешь обидеть. Близнецы очень испугались легендарного Итачи. Им хватило того, как долго они отходили от того гендюцу. Теперь их судьба была в руках Наруто. Ты думаешь, я поверю? Спросил Итачи и пронзительно посмотрел на противников. А почему бы и нет? Они вообще шиноби нашей страны, ты ж не будешь прямо при зрителях их пытать. Он знал, что его командир ничего не сделает сейчас. Все равно не верю. Не стоит их защищать. Вдруг что-то сильно засияло. Бой начал Саски. Его противником был Конкура. Но не успел бой начаться, как странные шиноби в масках атаковали арену. План организации полетел к чертям собачьим. Близнецы не выполнили то, что было необходимо. Поэтому другие члены решили исправить ситуацию. Но их тут же ожидала смерть. Саски активировала матеросу и заставил врагов умирать страшной смертью. Он понял, что началось то, о чем говорил Наруто. Лады, Итачи, присмотри за Кариду и Рури. А мне пора Саски помочь. Блондин побежал на арену. Итачи хотел было пойти, но, с другой стороны, ему было интересно, как далеко зашел его брат. Техники, которыми он сейчас обладал, были чрезвычайно сильны. Атато активировал Мангёки Шаринган и искусно уворачивался от ударов. Вместе с ним дрался Наруто. Анбо занялось другими противниками, гражданских сразу же вывели. Братья тут же побежали к своему другу. Они знали, что в отвод должен появиться лидер. «Берегитесь!» крикнул Рури и закрыл мальчишек, возведя укрытие для них из камня. «Выпустим нас!» Перед ними стояла Россия, которого охраняли по бокам лучшие из организаций. Знаете, что делают с предателями? Из рук смуглого мужчины пошел пар. Казик Иг тут же встал. Это была вариация секретной техники песка, которую использовала Покора. Братья тут же сделали щит, отгородившись камнями и молниями снаружи. Они знали, что это не такое уж сильное препятствие для их бывшего лидера. Главное для них спасти лисенка, воплотить его мечты и цели. Они желали для него лучшей жизни. Трой Шиноби, соединив стихи воды и ветра, тут же прорвали оборону. Наруто же кулаком разбил каменную стенку. Он понимал, что его друзья захотят умереть. А вот и Наруто. Какой хороший мальчик, спокойно произнес сараси. Это я переманил Кариду и Рури на свою сторону. Так что не стоит их наказывать, отрезал узумуки. Вот как. Жаль. Ты мне начинал нравиться. Светок тоже не отдашь. К нему подошел Шиноби со странной маской и что-то шепнул, отчего тот сильно сжал ладони в кулаки. Светок нигде не могли найти. Даже Маи, тот же Маи, который работал с самим Хакаги и не смог узнать, где он. Где свиток? Злость кипела в мужчине. Тут в руках другого Шиноби оказалась связанная Кушина. Тебе лучше сказать прямо сейчас, иначе мы убьем ее. Возле Наруто встало много других Шиноби Замбу. Ладно. Я скажу, как только она окажется между мной и тобой. Никто в этой деревне не знает, где он, ведь я спрятал его в надежном месте, выдвинул свои требования блондин. В это же время ее схватило Россию. Но тот развеялся подобно туману. Черт, еще и туман ограбил, разозлился изуми. Ты же не обманываешь. Докажи. Его подчиненные создали призрачные стены, через которые невозможно пойти. Ему очень нужен был свиток. Я не буду с ним договариваться, холодно отозвался Саски, и молния пронзила плечо светловолосого мужчины. Он скорчился от боли, ведь не ожидал такой атаки. Убейте женщину! Крикнула Россия, шипя от боли. Итачи тут же схватил одной рукой Сусана противника, а Йондо именно огромной скорости забрал свою супругу. Так сыток все же у тебя, прошептал Хакаги. К Наруто подошел Гара и выпустил песок на всю арену. Теперь он будет знать, где его противник независимо от техники. Вот, значит, как? Я еще приду, и от Канохи ничего не останется, мужчина исчез, а вместе с ним и его свита. Россия не ожидал, что будет так много сильных Шиноби, ведь он слышал, что на мальчика всем откровенно плевать. В этот раз его план потерпел крах. Наруто хором позвали Зуми, Итачи, родители и друзья. Придется теперь дженчурики разгребать всю кашу, которую он заварил. Что? Невинно спросил Узумаки и попытался убежать. Но разве это возможно, когда его отец самый быстрый человек в мире? Где свиток? Где ты этих откопал? Как ты? Одновременно задавили вопросы Йонда Ими и Тачи Изуми. Тихо! Я не могу отвечать на несколько вопросов одновременно. Первым, кто задал вопрос, был «Где свиток?» Мальчик глубоко вздохнул и погладил себя по животу. «Запечатан во мне», коротко ответил блондин. «На ваш вопрос, Итачи сон, я не буду отвечать, потому что это очевидно». Учхо присел на корточке. «Мне непонятно», возмутился командир. «На улице». «Я гулял, вот и встретился с ними». «Они спасли мне жизнь», слукавил джинчирики. «А как?» Изуми прервал Итачи «Моя очередь», заявил на Микадзе и грозно посмотрел на друга. «Как ты?» Тон был мягким и ласковым. Наруто усмехнулся и показал Анике большой палец. «Со мной все в порядке? Помощь нужна Саске. У него, наверное, сейчас болят глаза и дрожат руки», Наруто указал на своего друга. Тот Анике, ведь тот точно закидает его вопросами до смерти. «Саске кон, подойди», попросил Итачи. Из правого глаза текла кровь. Это свидетельствовало о том, что мальчик воспользовался Аматюрису, а правая рука была бледная и дрожала. «Наруто, нам не обходим свиток», не унимался Хакаги. «Я давно хочу его извлечь, поэтому попросил Изуми помочь». «Завтра ты его получишь», уверил отца блондин. Командир не задавал лишних вопросов и просто обнял своего Тотто. Он очень гордился им, хотя и не понимал, как он мог раскрыть Мангёки Шаринган, если для этого нужно пережить очень напряженную ситуацию. Для Итачи это была смерть собратьев во время шпионской войны стран. Он расспросит обо всем своего брата позже, когда они будут наедине. «Встретимся сегодня в девять», шепнул Наруто своему другу. Все разошлись по домам. Экзамен был сорван. Полдня у блондина заняли просьбу принять в деревню близнецов. Минато не хотел до последнего, но когда за них вступился еще изумий, дело пошло быстрее. Красноволосый готовился, читал много книг. Он хотел снять все печати так, чтобы не навредить брату. Мальчик попросил сделать это в девять вечера на горе, где они встретили ночной кошмар Аники. Туда же прибыл и Саски, а за ним и Рюи. Камни, на котором должен был лежать Наруто, были полностью изрисованы. Изумий, не снимая печать хранилища чакры, а остальные запросто, попросил блондин. Изумий не мог понять, почему пришел Саски. «Зачем ты позвал друга?» Поинтересовался Аники и указал младшенькому, куда нужно лечь. «Во мне запечатано то, что принадлежит его клану». «Итачи не стоит знать об этом», ответила Наруто. Как только почти обнаженный мальчик лег на камень, он услышал странный звук. «Кто то, откровенно говоря, хихикал?» «Кто здесь?» спросил Намикадзе. Камень тут же исчез, открывая обзор на близнецов. «Ладно, не мешайте», вздохнул мужчина и сконцентрировал чакру. Нити обвили тело мальчика и вошли внутрь живота. Изуми медленно открывал печать за печатью, контролируя баланс чакры брата. Курама же просто наблюдал. Первые два хранилища он не трогал, ведь там была чакра Наруто. Когда печать сняли с третьего хранилища, появился запретный свиток. Одна нить вытянула его из живота, отчего печать в виде Дальше он извлек странный предмет в виде песочных часов. Печати сами открывались, требуя огромного количества чакры. Наруто не смог бы их открыть сам, это точно. Дальше пошли какие-то тетради и свитки авторства самого Наруто, свитки клана Узумаки, которые когда-то пропали. Седьмая печать была в виде весов. Мужчина снял ее, но ничего не появилось. Это были эмоции предыдущего словно фильм. Они захлестнули его. Близняшки тут же побежали к нему, но Узуми не разрешил приближаться. Восьмая печать глаза Учихи Мадары и банка с его прахом. Это очень удивило Намикадзе. Зачем ему легендарный потомок Учих? Он не понимал. В девятой печати находился странный рисунок, который тут же засветился. Десятая печать была в виде солнца. Сняв ее, Изуми почувствовал, что там был кто-то запечатан. Наруто вдруг встал и улыбнулся. Привет, брат, это Ю. Изуми сразу же узнал небесные глаза, полные печали. Только в них, в отличие от мести, было какое-то облегчение. Я рад, что встретил тебя снова. У меня мало времени. Надеюсь, ты выслушаешь меня в последний раз, попросил мальчик. Намикадзе хотелось много, чего сказать своему настоящему брату. Извини меня, Наруто, прости, пожалуйста, мужчина упал на колени. Я давно не держу на тебе зла. Я видел все, что происходило. Мне так жаль, что я не дожил до того момента, когда одиночество покинуло меня. Я был слабым, жаждал мести. Моя смерть судьба, наказание за то, что я хотел сделать. Бога смерти нельзя обмануть, это цена моим экспериментом. Я хотел сказать, что теперь мне стало легче, когда другой я заставил познать меня другим человеком. Он унизил отца, не убивая, заставил поменять мнение других обо мне. Моя ошибка в том, что я легко сдался. Мы были в равных условиях. Я воспринимал людей за животных. Мне жаль, что я прожил жизнь вот так. Я люблю тебя, братец, и надеюсь, что у тебя останутся обо мне только хорошие воспоминания. Не вини себя за то, что со мной произошло. Живи дальше, люби другого меня, возможно, в следующей жизни мы снова встретимся. Берегися России, он рассказал, что убьет всех, даже своих подчиненных. Ему нужна власть и сила. Будь счастлив, братик. Через пару мгновений мальчик растаял в воздухе, словно его здесь никогда не было. Изуми искренне заплакал. Ему стало легче после того, как он услышал своего брата в последний раз, что тот теперь не держит зла и не ненавидит никого. Раньше он был таким маленьким озлобленным ребенком. Близнецы были в трансе. Тело Наруто упало на землю, словно сломанная кукла, а вместе с ним Мусаски. Тот рисунок оказался печатью, которая переместила их обратно в свое измерение. Маленький Намикадзе смотрел на двоих мужчин, одетых в снаряжении Анбу. Пришло время вам выбирать. Я исполню ваши желания, сказал мальчик. Наруто посмотрел на своего друга, у которого был активирован рингом. Хочешь остаться здесь? Спросил Узумуки. Здесь у меня семья, живой брат и клан. Хочу возвращаться туда, где Итачи умер, как предатель, горько вздохнул Учиха, а ты? Теперь он никогда не оставит Анники и будет всегда защищать. Я тоже не хочу в свое измерение. Там нас ждет только одиночество. Даже если моя семья меня не примет, я буду рад видеть своих товарищей живыми. Может, нам двоим удастся пожить простой жизнью. Быть героями так тяжело, вымученно улыбнулся блондин. Возле Курамы появились другие хвостатые. Таков ваш выбор? Знаете, изменить ничего не получится, предупредил маленький Наруто. Но мужчины знали, что ничто не заставит их применять семью на что-то другое. В это же время Ри констатировал смерть двоих детей. Это фактически добило изуми. Не уберег одного брата, так теперь убил второго. Пусти, Ри! кричал он. Но вдруг холодное тело начало наполняться теплым мочек рой. Сердце забилось так, словно его запустила какая-то сила. Изуми, шептал мальчик. Что? Наруто? Черт бы тебя побрал, кто так пугает? кричал в истерике мужчина. Я хочу огромную порцию рамена со свининой и яйцом. Близнецы и сами начали разносить сырость. Ведь их лисенок подарил им хорошую жизнь. Да я накормлю тебя до отвала, говорил Каридо, только больше так не делай исполни данное обещание. А ты о блондинках с четвертым размером? Переспросил мальчик. Все мужчины засмеялись. Возможно, их ожидает сложная жизнь, полная разными препятствиями, но главное, что рядом будут близкие люди, друзья, которые их поддержат, а там и другие проблемы станут просто пустым звуком. Наруто и Саски рады, что жизнь наградила таким шансом пожить своей жизнью снова. И несмотря на то, что их братья слишком пекутся о них, и иногда блондинок рожают одни извращенцы, он рад, что их жизнь полна контрастов и улыбок. А сейчас не стоит мешать Наруто доедать десятую порцию рамена, ведь платит и не он. Продолжение следует.